Глава 17. МакГафферти сдержала слово. Эмма Сандлинг, урожденная Уэйлин, жила во Флориде. И в семь часов утра следующего дня я уже сидел в салоне авиалайнера компании «Дельта», державшего курс на Дайтон-Вич. Из аэропорта в город я вначале катил по грандиозной скоростной дороге Дайтон-Интернешнл, а затем поехал вдоль побережья по шоссе А1А. Это была выжженная солнцем полоса по обеим странам, которые располагались разнообразные забегаловки, мотели, площадки для мини-гольфа и залы для боулинга. Все пространство вдоль дороги было заасфальтировано. Единственными представителями царства Флора, если не считать чудесных зеленых оазисов, где играли в мини-гольф, оставались редкие пальмы с потрепанными ветром листьями. Время от времени в просветах между гигантскими отелями и кондоминиумами мелькала то, ради чего создавалась вся эта роскошь. Белый песок и блеск Атлантики. Проехав несколько миль, я увидел огромную глыбу отеля «Адамс Марк». Гостиница «Брось якорь», где мне был забронирован номер, находилась в квартале отсюда, на противоположной от «Адамс» гораздо менее престижной стороне дороги. Гигантский рекламный щит в форме якоря возвещал о свободных номерах и специальных скидках для студентов и пожилых граждан. Если верить информации метеоканала, то температура и влажность в Вашингтоне и Дайтон-Бич должны были заметно отличаться в пользу последнего. Однако, выйдя из арендованной в аэропорту Хонды Санаты, я этого совершенно не заметил. Плотный влажный жар, источаемый раскаленным покрытием дороги, мог ошеломить кого угодно. А дувший из берега легкий гибриз походил скорее на поток горячего воздуха из гигантского фена для сушки волос. Номер за 32 бакса в сутки оказался точно таким, как я и ожидал. Все маломальские плоские поверхности пестрели ожогами от сигарет. Телевизор и лампы были наглухо привинчены к тумбам. За пульт дистанционного управления мне пришлось выложить залог в 20 долларов. А освежитель воздуха не справлялся за стоялым духом табачного дыма. Но комната была довольно большой и оснащенной кондиционером, который, в отличие от освежителя, с своей задачей успешно справлялся. Кроме того, в номере стоял телефон, и я мог пользоваться своим ноутбуком. Эмма Сандлинг, врожденная Сьюзи Уэйлен, работала недалеко на одном из самых знаменитых в мире пляжей. Она арендовала легкий павильон в паре сотен ярдов от Адамс. Павильон именовался Пляжный Зайчик. Кроме того, она посещала по вечерам так называемый колледж пляжного сообщества Дайтона, уже успела одолеть половину курса под названием «Лечебное дыхание». Ее мальчишки ходили в пятый класс летней библейской школы, действующей под эгидой церкви «Слово Божье». Уэйлен водила внедорожник «Субару» выпуска 1984 года на номерном знаке, которого имелся, слоган «Спасем Ламантинов». Женщина снимала крохотную квартирку в Порт-Оранже, получая скидку с квартплаты за то, что мыла в доме коридоры и лестницы, и содержала в порядке помещение коллективной прачечной. Все эти сведения я получил по электронной почте от МакГафферти вместе со счетом за два часа работы и припиской «Да здравствует наш информационный век». Я присел на кровать, потянулся и уставился в потолок. Получив сообщение от МакГафферти, я начал размышлять о том, как найти подход к эмиссандлинг. Я планировал отправиться в пляжный зайчик, арендовать шезлонг и зонтик, пить тюбик крема от загара и пытаться ее разговаривать. Обычно мне это удавалось, ведь я как-никак считался приличным репортером. Я купил пропуск на день, выложил его на приборную доску и свернул на пляж вслед за черным джипом «Эксплорер». Мы катили вдоль песчаной полосы с предписанной скоростью десять миль в час. Справа бесконечной шеренгой выселились дома, стояли автомобили, и поблескивала водная поверхность бассейнов, принадлежавших гостиницам и кондоминиумам. Слева я видел белый песок, лес пляжных зонтов, море полотене, скопление людей, бесконечный простор океана и синее небо. Найти место, где трудилась Эмма, было совсем просто. Женщина вела торговлю под громадным надувным зайцем в бикини. Рядом с павильоном стоял ее внедорожник. Дул довольно сильный бриз, и заяц подпрыгивал и раскачивался на металлических вантах. У служебного окна выстроилась небольшая очередь, состоящая в основном из почтенных полноватых пенсионеров и тощих подростков в бесформенных шортах. От окна отклеилась загорелая девица с бумажной корзинкой картофеля фри в руках. В этот момент я в первый раз и увидел Эмму Сандлинг. Женщина отсчитывала сдачу. Выехав с пляжа у Адамс, я проехал назад по дороге А1А и вернулся через тот же въезд, которым пользовался в первый раз. Теперь Сандлинг выдавала паре подростков широкие темно-зеленые лыжи. Эмма оказалась невысокой женщиной с волосами цвета меди, собранными на затылке в свободный пучок. На ней были шорты, короткий топ и сандалии. На этот раз я успел заметить ее улыбку и веснушки на лице. Дежуривший на въезде парень меня узнал и знаком предложил проезжать без остановки. Не доехав до пляжного Зайца, Ярдов стоя приткнул сонату между белоснежным пикапом и ржавым блейзером. — Чем могу вам помочь? — с ворожительной улыбкой спросила она, и на вещах появились ямочки. — Всего лишь бутылки воды. Без проблем. Вам маленькую или литровую? — литровую. — Ну и правильно, — сказала она, доставая бутылку Дейзони из стоящего за ее спиной холодильника. — Стоит страшная жара, и надо бороться с обезвоживанием. Эмма положила сдачу на стойку и перевела взгляд на стоящую за мною женщину. Однако я не тронулся с места. Настолько поразил меня ее беззаботный вид и какая-то незащищенность. — Что-нибудь еще, сэр? — чуть нахмурилась она. — Нет-нет, все в порядке, — поспешил ответить я. Найдя сравнительно безлюдное место, я постелил полотенце на твердый песок и, улегший, стал следить, как на берег накатывают и тут же отступают волны. Дети бегали наперегонки из белой пены, строили песчаные замки и дарили своим мамам найденные ракушки. Кричали чайки, над головой кружили самолеты с развивающимися рекламными транспарантами. Мечтающие о роскошном загаре представительницы прекрасного пола недвижно возлежали на полотенцах, напоминая наслаждающихся теплом морских львов. Девчонки в бикини, повизгивая, входили на цыпчках в воду, а за моей спиной непрерывной чередой со скоростью похоронного кортежа ползли машины. Солнце нещадно жгло спину, а перед мысленным взором стоял образ Эммы Сандлинг. Моя кожа горела огнем, а, закрывая глаза, я слышал в голове какой-то стук, как будто кто-то непрерывно хлопал дверью. Когда я вернулся к машине, стук прекратился, и его место заняла невеселая мысль — ничего из этого не выйдет. Видимо, я с самого начала себя обманывал, предполагая, что это сработает. Я, конечно, мог сблизиться с Эммой Сандлинг, даже стать ее другом, но что произойдет, когда я перейду к интересующему меня предмету? Как она поведет себя, если новоиспеченный приятель вдруг заведет разговор о похищении ее сыновей, событий, которые она хотела навсегда похоронить в прошлом? В машине было так жарко, что на сиденье мне пришлось положить испачканное песком пляжное полотенце. Рулевое колесо обжигало руки. Вернувшись в отель, я открыл записную книжку, чтобы освежить в памяти полученный от МакГафферти распорядок дня Эммы Сандлинг. Наконец, я влез в шорт и натянул футболку и отправился бегать по тротуару вдоль дороги А. Ритмичные движения и жара привели меня в транс, который, как я надеялся, мог вызвать новые и свежие идеи. Я бежал полчаса прочь от отеля и с того же времени обратно. Оказавшись снова в прохладном номере, я принял душ. Самые разные идеи рождались и тут же умирали. Я думал, что мог бы заставить Эмму говорить, надавив на нее. Она скрывается, я теперь знаю где. Я могу пригрозить ей разоблачением. Она пойдет на сделку, чтобы не ломать свою жизнь и не пускаться снова в бега. Но этот шантаж не тянул даже на план Б. Пойти на него я не мог. Оставалось одно — целиком отдаться на милость Эммы Сандлинг. Благодаря МакГафферте я прекрасно знал распорядок дня Эммы Сандлинг. Она закрывала пляжный зайчик в пять и ехала в Ормонт-Бич, чтобы забрать детей из летней библейской школы. Наскоро перекусив за бегаловки, Эмма везла парней в Орландо к няньке, едва успевая на занятия в колледж, начинавшиеся в семь вечера. Учеба кончалась в половине десятого, и Эмма, забрав близнецов, ехала домой. Очень длинный день. Я, конечно, мог бы сразу явиться к ней домой, но мне казалось, что лучше поговорить с Эммой без детей. Тогда она будет чувствовать себя более уверенной. Если бы мне хватило терпения выждать до утра и встретить сию пляжного зайчика еще до открытия, но у меня не было на это сил. Если бы мне удастся найти ее машину рядом с колледжем, я подожду Эмму там. У меня оставалось достаточно времени, чтобы проверить электронную почту. В компьютере оказалось сообщение от Петрича. К письму были приложены полицейские документы, касающиеся монеты бумажного кролика. Я прочитал оба досье, но вся новая для меня информация содержалась лишь в одном абзаце, где эксперт по оригами говорил о найденной в моем доме фигуре. Я не могу изучить технику изготовления фигуры, не разрушая образец. Однако в результате визуального осмотра можно предположить, что мы имеем дело с модифицированной версией кролика Ланга. Эта фигура средней трудности является производной одного из множества кроликов, созданных известным мастером оригами доктором Джозефом Лангом. Я попытался смотреть телевизор, но непрерывная реклама. Идиотский хохот и краткие сводки новостей сводили меня с ума, действовали на нервы, как скрежет ногтей по грифельной доске. Я вырубил ящик, но стало еще хуже. Я остался один на один с переизбытком адреналина в крови и медленно текущим временем. Тогда я пошел на пляж, чтобы немного успокоиться под мерный шум прибою. Однако, расхаживая по песку, я каждые несколько минут поглядывал на часы. В девять вечера, когда небо с высокими перистыми облаками стало розовым, я катил по бульвару Клайда Морриса. Свернув на скоростную дорогу, я почти сразу же съехал с нее на громадную парковку колледжа. Площадка наполовину опустела, но в то время, когда сюда приехала Эмма, она наверняка была заполнена, поскольку я обнаружил ее Субару на самом краю. В том, что-то ее машина со мной не быть не могла. На номерном знаке красовался призыв «Спасем Ламантинов!» И, тем не менее, я сверил цифры номера с теми, что прислала мне МакГафферти. Цифры совпадали. Часы показывали четверть десятого. Я поставил машину неподалеку от Субару и немного послушал радио. Однако, через несколько минут, с недаемой интерпением, вылез из автомобиля. Одинокая фигура у машины могла вызвать подозрения. Поэтому я двинулся к узкой зеленой полосе, отделяющей парковку от подъездной дороги. Остановившись в камышах под тенью пальм, я под шорох листвы запромотал себе под нос. Я не сразу понял, что репетирую роль, как делал это, готовясь к выходу в прямой эфир. Я понимал, что это глупо, поскольку гладко сказать то, что я собирался, было невозможно. Однако продолжал подбирать слова и искать варианты. Эмма, меня зовут Алекс Калахан, и со мной произошла такая же трагедия, как с вами. Эмма Сандлинг, мне нужна ваша помощь. Эмма стемнела, зажглись фонари, и в лучах света раила смошкара. Со стоянки уехали еще несколько машин, и в нашем секторе их осталось не более десятка. И вот вдали замаячила фигура, но я почти сразу понял, что это не Эмма. Ко мне приближался подросток в мешковатых штанах и с наушниками на голове. Парень забрался в жавую Тойоту и укатил прочь. Через пять минут я увидел ее. Эмма торопливо шагала к своей машине. Я, сообразив, что выступивший из тени фигура способна напугать кого угодно, двинулся к автомобилю. Вначале, чтобы оправдать свое присутствие рядом с машиной, я хотел открыть багажник, но передумал и поднял капот. Похоже, это была ошибка. Эмма достала ключи, и прежде чем открыть дверцу, бросила в мою сторону усталый взгляд. Я замер, словно меня разбил паралич. Она села в машину, опустила стекло и включила зажигание. Двигатель был неважно отрегулирован, делая на холостом ходу слишком много оборотов. К тому времени, когда я, взяв себя в руки, смог двигаться, она уже застегивала ремень безопасности. Я подошел к ней и произнес, подняв руку. — Простите и извините, но я очень тороплюсь. — Подождите, — сказал я, и тоном профессионального репортера выпалил. — У нас с вами одна и та же трагедия. Эта заранее отрепетированная фраза звучала нелепо даже для моего уха. Эмма сдвинула брови с таким видом, словно пыталась в уме перевести слова с плохо знакомого ей иностранного языка. — Меня зовут Алекс Калахан. Теперь я говорил так быстро, что проглатывал слова. — Вы, наверное, видели это в новостях. Моих детей Кевина и Шона похитили. Ваша трагедия, Эмма, закончилась, а моя продолжается. Мне нужна ваша помощь, мне нужен... Я думаю, что решающую роль сыграло упоминание ее имени. Все, что я говорил до этого, не произвело на нее ровным счетом никакого впечатления. Но прозвучало имя, которым она ныне не пользовалась. До Эммы вдруг дошло. О чем идет речь? И в ее глазах я увидел ужас. Машина рванула с места, выбросив из-под задних колес фонтан и гравия. Все, я провалил дело. Но паники я не испытывал, поскольку она в любом случае не могла от меня скрыться. Однако в этот момент я был ни в силах ни двигаться, ни даже дышать. Казалось, меня придавила к земле сама атмосфера, плотная и тяжелая. И когда она вернулась, я стоял на том же месте. Эмма остановила машину и открыла дверцу. В салоне автомобиля вспыхнул свет, и в этой иллюминации она была мне хорошо видна. — Простите меня, — сказала она, — я очень перед вами виновата. В этом деле так много негатива, что я единственный человек, который мог вас по-настоящему понять и посочувствовать, делала все, чтобы остаться в стране. Конец фразы повис в воздухе, и она некоторое время молчала. Шум на скоростной дороге становился громче, движение набирало силу. — А когда я по телевизору увидела ваших мальчиков, о, Боже! — судорожно вздохнула Эмма. — Я сразу поняла, что это он. Я знала это, и я подумала... — Знаете, что я подумала? Ее голос снова сорвался. Эмма вздохнула и с трудом выдавила. Я подумала... — Как хорошо, Господи! Теперь он к нам не вернется! Подавив готовые вырваться рыдания, она прошептала... — Простите меня! — Послушайте! — Начал я. — Все окей. — Я понимаю... — Нет! — оборвала меня Эмма. — Совсем не окей. — Мне так стыдно. Дело в том, что когда мальчики объявились в Юрике, все, как я думала... И все должны были страшно обрадоваться. Но на деле все оказалось не так. Конечно, было много шума о чуде и всем таком прочем, но для них этого было мало. Сказки со счастливым концом хватило лишь на сорок восемь часов, после чего они вновь начали обсасывать нашу трагедию, соревнуясь в том, кто изложит ее отвратительнее и грязнее. Мне было так трудно. Дети вернулись, а у меня их снова отняли. Не могу поверить. Она покачала головой, постучала ногой по полу, достала сигарету, зажгла ее и сказала... — Стараюсь сбросить. Во всяком случае, никогда не дымлю при мальчиках. — Правильно делаете. — Вы должны меня понять, — продолжала она. — Я до сих пор боюсь, что они найдут способ отнять у меня мальчиков. Вы мне верите? — Я вас прекрасно понимаю. А вот они до сих пор не верят в мою невиновность. Они не поверили в то, что Далт уехал только потому, что испугался, когда я позвонил ему из полицейского участка и сказала, что случилось. У него было не очень простое прошлое, и он даже побывал в тюрьме. Мне это было известно. Но я не знал, и что он освобожден условно. После того, как копы не смогли его найти, они зациклились на версии, что мы на пару инсценировали похищение. Никто не хотел верить в простую истину, что парень испугался. Они все время думали, что найдут детей где-нибудь в земле. Некоторые, правда, считали, что мы с Далтом продали мальчишек в сексуальное рабство или что-то в этом же роде. Эти ждали, что Далт явится с повинной и во всем признается. Неужели? Точно! А когда дети появились, эти типы, как мне казалось, сожалели, что мальчиков никто не трахал. По правде говоря, парни вернулись в хорошем состоянии, более или менее хорошем. Какое разочарование! И вся эта банда просто не могла оставить ребятишек в покое. Они продолжали их терзать. Думаю, и мне они по-прежнему не верили. — Я вам сочувствую и понимаю, как никто иной. Но я в отчаянии, поэтому обратился к вам. Я думаю, что мои близнецы сейчас в руках того мерзавца, который похитил ваших детей. Эмма отвернулась, а когда снова обратилась в мою сторону, я увидел, что она плачет. — Знаю, — прошептала Эмма, закрыв лицо ладонями. — Значит, честно говоря, не думаю, что смогу вам чем-то помочь. Отчасти потому, что полиция сосредоточила все свое внимание на Далте. И мне. И отчасти в силу того, что у копов не было никаких улик. Камера наружного наблюдения на заправочной станции запечатлела трейлер. На номерной знак в кадр не попал. Водитель видела кучу народу. Но на нем было что-то вроде униформы, синие комбинезоны, бейсболка, как у ремонтных рабочих. В видео поле камеры наблюдения парень не попал. — Вы согласитесь со мной поговорить? Поделиться всем, что вам известно? Эмма внимательно на меня посмотрела. — Да, если моя жизнь не станет сюжетом статьи в National Enquirer. — Не знаю, что смогу открыть для вас полезного, но... Она пожала плечами. — Огромное вам спасибо. Эмма подавила вздох и взглянула на часы. — Нянька, наверное, уж сходит с ума. Не говоря уж о том, что мальчишек пора укладывать спать. Может быть, загляните утром в зайчик? — Не знаю почему. Но я вдруг решил сыграть невинность. — Зайчик? — Да, я ж там видела. Вы купили у меня бутылку воды. Эмма постучала кончиком пальца по виску и добавила. — Как жаль, что я не видела парня, укравшего ребятишек. У меня абсолютная память на лица. Я их никогда не забываю. Глава восемнадцатая Когда у пляжного зайчика скапливалось много посетителей, я помогал Эмме, подавая банки с освежающими напитками, полняя запасы в холодильнике или наблюдая за раздаточным окном, пока хозяйка заведения оформляла аренду пляжного лежака, доски для серфинга или зонта. Когда же наступало затишье, мы беседовали. Беседу вряд ли можно было назвать спокойной. Крохот прибоя, крик чаек, рев электрогенератора, шипение холодильного оборудования и гудение кондиционера понуждали нас чуть ли не кричать. К середине утра мы успели поведать друг другу свои истории. У меня не было сомнений в том, что детей Эммы похитил человек, которого я продолжал называть дудочником. Однако Шофлер был прав. Сходство двух событий имело весьма поверхностный характер. Нам очень не хватало деталей и свидетельских показаний, которые позволили бы связать напрямую оба дела. Мы поведали друг другу о том, какие чувства испытывали, когда нас стали подозревать в похищении собственных детей. — Со мной, если смотреть со стороны, могло случиться нечто подобное, — сказала Эмма. — Ведь все знали, что я наркоманка, а что я завязала с этим делом три года назад. Так вот, от возврата к прошлому нас всех отделяет вот такое расстояние. Она показала большие указательные пальцы, оставив между ними крошечное пространство. Чтобы подобное не случилось, этот промежуток надо залить расплавленным титаном, что я, собственно, и пытаюсь сделать. — Мне кажется, у вас хорошо получается. — В нашем случае, — пожелала плечами, — за пропажей детей, по их мнению, стояло мое желание вытрясти бабки. Но с какой стати они подозревают вас, не понимаю. — Да потому что мы с женой разъехались. Кроме того, дудочник постарался навести на меня подозрения. Он подкинул в стенной шкаф окровавленную футболку, и, по крайней мере, несколько дней они были уверены, что детей убил я. Ах, да, теперь я помню. Куриная кровь. Сосуд с водой также послужил уликой против меня. Полиция, видимо, решила, что я держал их под замком в шкафу. — Что за сосуд? На полке стенного шкафа в комнате ребятишек обнаружили наполненный водой сосуд. Понятия не имею, как он там оказался. В этом же шкафу нашли и футболку. Эмма вдруг судорожно вздохнула, а после, как мне показалось, и вовсе перестала дышать. Она была явно потрясена. — В чем дело? — Это действительно он, — прошептала женщина. — Что вы хотите им сказать? — А как насчет десяти центов? Вы нашли ряд монет? — Да, они лежали на раковине в ванной. — Но как? — В спальном мешке Коннора я нашла выложенные в ряд монеты достоинством десять центов, — сказала Эмма, положив ладонь мне на запястье. В начале я подумал, что это сделал сам Коннор, но когда Амалия, эта женщина, жила в соседней со мной палатке, увидела эти монеты, она едва не умерла от страха. Амалия просто побелела, хотя кожа у нее темная. Кроме того, она нашла воду на полке в самом углу палатки. Чего она так испугалась? Что должны означать эти находки? — Именно это я и хотела узнать, но Амалия, велев мне ни к чему не прикасаться, впала в истерику и толком так ничего и не смогла объяснить. — Только не трогай воду и не передвигай монеты, — твердила она. Амалия говорила таким тоном, словно это был вопрос жизни и смерти. Но я так и не поняла, в чем дело. Она пыталась мне объяснить, но ее английский, мягко говоря, не очень хорош. Я поняла только, что это имеет какое-то отношение к Вуду, и мне следует держаться от всего этого как можно дальше. Я разве не сказал вам, что Амалия гаитянка? Нет, я так и подумала. Подождите. Эмма занялась в компании подростков, желавших немедленно получить кока-колу, чипсы, тюбик солнцезащитного крема и футболку с эмблемой спасателей. Девчонки радостно хихикоя пищали. — Хватит, Кевин, хватит! Стоп, ты разоришься! — Кевин! Это имя, произнесенное вслух, ввергло меня в ступор. — Кевин! — Шон, где вы сейчас? То, что я услышал от Эммы, только усилило чувство тревоги, которую я постоянно испытывал. Полиция изъяла воду и монеты как вещественные доказательства. Я не мог отрешиться от мысли, что это действие способно принести моим мальчикам дополнительный вред, и, возможно, уже принесло. Эмма закрыла раздаточное окно, села на табурет и откинула с олба завитки волос. Кондиционер, даже работая на всю мощь, не мог справиться с жарой, и мы оба сильно вспотели. — Вернемся к Амалии, — сказал я. — У вас сохранилась связь с ней? — С тех пор я ее не видела, — покачала головою Эмма. Если быть точной, с того момента, когда полиция восстановила кордон вокруг моей палатки. Я хотела остаться там, поскольку надеялась, что мальчики вернутся, но меня увезли в полицейское управление. Кроме того, копы, приступив к допросу, всех обитателей парка блокировали выход. А Амалия и ее дружок Бертран жили в стране нелегально. Вы знаете, как это бывает. Амалия убирала в гостинице комфорт-ин, а парень был кровельщиком. Множество таких, как они, живут в парках, работающие бедняки. Кемпинг обходится им значительно дешевле, чем даже самое скромное городское жилье. Ну вот, одним словом, Бертси и Амалия ни при каких условиях не желали разговаривать с полицией. Амалия просто закрыла рот на замок, ничего не видела и не слышала. Когда копы спустя неделю пришли к ней потолковать о монетах, я сказала о них на допросе. След Амалии и Бертси уже простыл. Выходит, вам так и не удалось выяснить, что это значит? Я узнала, что это своего рода проклятие. Впрочем, я сообразил это сразу, глядя на то, как ведет себя Амалия. Но почему вас это так тревожит? Она велела вам не передвигать их и даже к ним не прикасаться, да? Полицейские взяли их у меня как вещественные доказательства. То же случилось со мной. Вообще-то, разыскивая следы крови, полиция уничтожила массу находящихся в палатке вещей, да и палатку тоже. Вы и представить себе не можете, в каком состоянии мне вернули мои пожитки. Когда они забирали вещи, был составлен список, мне сказали, что таков порядок. Да, это называется перечень предметов, изъятых в ходе обыска. Да-да-да, так они и говорили. Но некоторые вещи мне не вернули. На перечне рядом с такими пунктами имелись пометки «Уничтожено при тестировании». Эмма изобразила рукой в воздухе вопросительный знак и покачала головой. Десятицентовые монеты находились в маленьком мешочке. Когда мальчики нашлись, я выбросила монеты в океан, одну за другой. Я встал у раздаточного окна, когда она вышла наружу, чтобы выдать клиентам пару пляжных зонтов. За это время мне удалось продать два мороженых и хлопушку в виде ракеты. — Я не вижу связи с Вуду, — сказал я, когда Эмма вернулась. Парень, укравший моих детей, был белым. И мои парни заявили, что похититель не был темнокожим. Я тоже не могу ничего понять. Один из детективов сказал, что здесь может действовать преступная группировка, специализирующаяся на похищении детей. Эмма, прошу вас постарайтесь называть меня Сьюзи. Простите, Сьюзи. Она сидела на табуретке, закинув ногу на ногу. Я обратил внимание, что ногти на ногах выкрашены в пять различных пастельных тонов и похожи на конфеты цветной горошек. Вы позволите мне поговорить с ребятишками? О, Боже! Вздохнула она. Я так и знала, что дело закончится этим. Может быть, им известно что-то для меня важное, не зная, правда, что именно. Мне страшно не хочется возвращаться вновь к этому делу. Хотя не могут сказать нечто такое, что вы захотите сообщить полиции. Полиция их допросит, и сведения об этом просочатся в прессу. Я не хочу, чтобы все началось заново. Со вздохом добавила она, устремив взгляд в потолок. Ветер на пляже, усилившись, бросал на стены павильона пригоршни песка, перекрывая шум генератора. Надувной заяц над нами рвался из своих железных пастромок, пытаясь умчаться в небеса. Когда ему снова взглянуло на меня, в ее глазах блестели слезы. Наверное, мне не стоило вас спросить, — сказал я. Но разве могли иначе? Она словно ребенок протерла глаза костяшками сложенных в кулачки пальцев, набрала полную грудь воздуха и надула щеки, став похожей на северный ветер в детских комиксах. Ее резкий выдох напоминал миниатюрный взрыв. Сочувствие к собрату по несчастью сумело, в конце концов, одолеть инстинкт самосохранения. Окей, — сказала она и закрыла глаза словно, не желая видеть собственную капитуляцию. Эмма установила свои правила и заставила меня поклясться детьми, что я эти правила не нарушил. Во-первых, я обещал обращаться к мальчикам по их новым именам, Кай и Брэндон. Во-вторых, не давить на парня, если им вдруг почему-то не захочется отвечать на мои вопросы. Беседа должна продолжаться не более пятнадцати минут, и все, что они скажут, предназначалось только для моих ушей, ну и так далее и тому подобное. Больше всего меня поразило, что после случившегося она все еще продолжает верить в честное слово. Мы встретились следующим вечером. Увидев впервые Кая и Брэндона, я чуть не вздохнулся от нахлынувших на меня чувств. И вовсе не потому, что они были похожи на моих парней, нет, никакого внешнего сходства. Но эти близнецы вели себя точно как и мои. Они также смотрели друг на друга, также вместе играли, прерывали один другого, заканчивая начатую братом фразу и в разговоре искали взглядом поддержку. Я приготовился выслушать историю ужасов, но их слова вселили в меня некоторую надежду. — Где вы находились? — спросил я, переводя взгляд с одного на другого. — Как это место выглядело? — Это был большой дом, — сказал Брэндон, взглянув на брата, и тот, ответив ему, едва заметным кивком, добавил. — Просто здоровущий. С громадной лужайкой, кучей деревьев, совсем как лес. Кай посмотрел на брата и, пожав плечами, уточнил. — Кажется, это были елки. — Да, — согласился Брэндон, — глянул на мать и добавил. — Совсем как в парке Гранд Теттенс. — Мы жили там пару месяцев, — уточнил Эмма. Я работала в Джексоне, в ресторане. Мы там ели бифштексы из бизонов, — сморщился от отвращения Кай. — А другие люди у вас бывали? Я говорю о большом доме. Те, кто стриг газон, например, или выполнял другую работу. Или там был только один человек, который увезся в машине из Макдональдса? — Только он. Там иногда появлялись другие люди, но мы их не видели. В это время мы оставались в большой комнате. Так велел нам док. — Док. Словечко мне не понравилось. Я тотчас вспомнил доктора Менгеле, папу дока и бэйби дока. Но он не велел нам сидеть тихо. И все эткое. — И все такое, — поправила Эмма. — И все такое. Мы даже могли играть в разные электронные игры. — Ну, почему вы с ним? Вернее, ни с кем не встречались. — Потому что этот человек мог проговориться. И тогда мамочке, — бросил он взгляд на Эмму, — будет плохо, мы никогда ее больше не увидим. — Подойдя к ним в Макдональдсе, — пояснила Эмма, — тот человек назвался моим другом. Сказал, что я должна вернуться в клинику, и мне не хватило духу сказать моим дорогим мальчикам. Док сказал нам, что у нее, как это, рецидив. — Да, он сказал так, что мое сердце не выдержит прощания с ними, — вмешала Эмма, — и я не выйду из дамской комнаты до тех пор, пока они не уедут. Он заверил мальчикам, что я вернусь к ним, как только мне станет лучше. Но поскольку у него нет разрешения на то, чтобы забрать их к себе, их передадут под опеку в другие семьи, как только станет известно, где они находятся, и после этого уже никогда не позволят жить вместе со мной. — Никогда впредь, — мрачно произнес Кай. — Именно так сказал док. — Теперь у нас есть пароль, — вступил в разговор Брэндон. — Мы будем точно знать, правду говорят о мамочке или нет. — Только не говори ему, — порвал брата Кай. Брэндон ожег его взглядом, повернулся ко мне и произнес извиняющиеся улыбкой. — Мы не должны никому говорить это слово, потому что один человек может сказать другому, и тот сумеет нас обхитрить. — Прекрасный план, — восхитился я, чувствуя, как истекают пятнадцать отпущенных мне минут. — И чем же вы занимались целый день? — Мы играли в электронные игры, смотрели телевизор. — Не-а, телека там не было. Мы много играли в Нинтендо и в пинг-понг, и в другие игры тоже. Но больше всего мы тренировались. — Тренировались? Я посмотрел сначала на одного, затем на другого и спросил. — Каким же образом? — Упражнение, — ответил Кай. И перечислил, отгибая пальцы. — Отжимы, подъемы, растяжки, гимнастика. Перед моим мысленным взором возник доктор Менгеле, а в памяти вспыхнули слова. Биопсия мышечной ткани, развитие дыхательного аппарата, кардиологические исследования. Он проводил какие-нибудь проверки на машинах или аппаратах? — Не-а. Но зато он устраивал иногда соревнования, — ставил Кай. — Больше побеждал я. Но не каждый же раз, — возмутился Брандон. — И еще мы занимались гимнастикой, — сказал Кай. — Мертвые сальто и все такое. Ну, вы, наверное, знаете. — Задние сальто тоже, — вмешался Брандон. — Хотите посмотреть? — У Алекса нет на это времени, — остановила их Эмма, — добавила. — Похоже, они занимались этими делами по несколько часов каждый день. Гимнастическое бревно, опорные прыжки. Я даже подумала, не является ли док бывшим спортивным тренером, у которого поехала крыша. — Мы по веревкам лазали, — радостно произнес Кай. — До самого потолка мы очень много этим занимались. Трудное дело. Лазание делает вас сильным. — По каким веревкам? — Кай и Брэндон посмотрели друг на друга, пожали плечами, и Кай пояснил. — Веревки как веревки, только очень толстые, а они свешивались с крюков на потолке. С узлами лазать легче. — Да, по простым вначале было очень трудно залезать. Помни же, Брэнд, мы с трудом карабкались лишь на пару футов. — Да нет, повыше. — А где это происходило? — В спортивном зале, в большом доме, в подвале большого дома, в здоровенной такой комнате. В подтверждение этих слов обыкивнулись весьма серьезным видом. Какой длинны были эти веревки? — Очень длинные. Они снова посмотрели друг на друга. — Думаю, что до этого потолка или... — Потолки в комнате мы имели высоту примерно два с половиной метра. — Нет, — запротестовал Брэндон, — гораздо длиннее. Веревки были жутко длинными. — Хм. — Делал ли этот человек что-нибудь с вами? — Что, например? — Я не знал, как это лучше выразить, но в разговор вступила Эмма. — Нет, ничего подобного. — Чего подобного? — заинтересовался Кай. Теперь Эмма не знала, что ответить. — После небольшой паузы... Она сказала. — Вы мне говорили, что он вас не обижал? — Нет, он нас совсем не обижал, — покачал головою Кай. — Он нас любил? — Он вас любил? — А означает ли это, что он вел себя как ваш друг? Эмма стрельнула у меня взглядом, но оставила вопрос в силе. Мальчишки отрицательно закрутили головами. Они уже устали и с трудом сидели на месте. — Не-а, — сказал Кай. — Он был... Он был... Мальчик вопросительно посмотрел на брата, но тот лишь пожал плечами. — Он был правильный парень. По большей части Док оставлял нас одних. С нами он был только во время тренировок. — В таком случае, почему вы перестали ему верить? — спросил я у Кая. — В торговом центре, например, когда вы хотели позвонить маминому другу? — Не знаю, — нахмурился мальчик. — Он просто... — Нет, не знаю. — У Кая отличная интуиция, и он ко многому относится с подозрением, — улыбнулся Эмма. — Что касается Брэндона, то он по натуре больше оптимист. — Что это значит, мамочка? — спросил Брэндон. — Это значит, что ты всегда надеешься на лучшее детка, — ответила Эмма. — А туиция — это хорошо, — поинтересовался Кай. — Интуиция. Это означает, что у тебя есть голова на плечах, и ты веришь не всему тому, что говорят люди, а тому, что чувствуешь. Им часто приходилось жить в чужих семьях, а в системе патронажа довольно много прорех. — Не все так гладко, Брэндон в этом отношении исключение. — О-о-о, — протянул Брэндон, — мамочка сказала прорех. Узнав, что похититель не мучил мальчиков, я испытал огромное облегчение. Однако меня смущало, что я не мог определить цели похищения, зачем ему понадобились близнецы, потому что он зациклился на создании семьи, или ему хотелось иметь сыновей, какого рода отношения существовали между близнецами и похитителями. — Этот парень, я хочу сказать, док, он питался вместе с вами? — Неа. На завтрак мы получали кукурузные хлопья и все такое прочее. На ленч сами делали себе сандвичи, а ужин готовил он. Это была всякая еда в пластиковых коробках. Док разгревал их в микроволновой печи. — Еда была хорошей, — сказал Кай, — только здоровая пища, никаких вредных продуктов. — И кроме доковы так никого и не видели. — Никого, — кивнул Брэндон. Я думал, о чем бы еще спросить, но Кай по собственной инициативе выступил с новой информацией. А иногда он показывал нам фокусы, помнишь, Брэнд? — Вначале. — Фокусы? — удивилась Эмма. Для нее это, видимо, тоже оказалось новостью. — Какие еще фокусы? — с картами и другими вещами. Ну, ты же знаешь, это называется магией. — И с монетами. — Монеты? Он что, выстраивал монеты в ряд? — спросила Эмма. — Нет, — скривил рожицу Брэндон. — Он доставал их из воздуха, а потом они исчезали. Вот так хлопнул ладошей Кай. Эмма постучала пальцем по циферблату своих часов. Это заставило меня задать вопрос, который я бы никогда не задал, будучи репортером. В ответ на подобные вопросы, очень общие вопросы, обычно прожимают плечами. Может быть, вы вспомните еще что-нибудь о доме, о доке или, ну, не знаю, о чем-нибудь, что произошло, пока вы там находились? — Мы обо всем рассказали в полиции, — ответил Брэндон, которому мои вопросы явно надоели. — Мы повторяя одно и то же снова и снова. — Да, но если вы знаете что-то такое, что поможет мне найти этого человека, то не могли бы поделиться со мной. — Он уврал, — сказал Кай. — Мамочка никогда не просила нас увезти, она просто стояла в очереди. — Это я знаю, но если бы все же... — Окей, — вздохнул Кай. — Концентрируемся, Брэндон. Мальчишки зажмурили глаза и скорчили серьезные рожицы, что должно было означать высшую степень концентрации. Кай первым открыл глаза и пожал плечами. — Думаю, что этого достаточно. Брэндон тоже открыл глаза и спросил у брата. — А мы говорили кому-нибудь о собаках? Кай в ответ снова пожал плечами. — Собаках? — переспросил я. — Очень тощих, — пояснил Брэндон. — Таких тощих, что можно видеть ребра, но собаки не были голодными. Док сказал, что им положено быть такими. Уходя, я так тепло поблагодарил Эмму, что та засмущалась. — Честно говоря, не знаю, чем это может вам помочь, — сказала она, прикусив нижнюю губу. — Но надеюсь, что поможет. Веришь, что их найдете. Из комнаты до меня долетали ребячьи голоса, и мной снова овладело чувство потери. Я не мог заставить себя двинуться, и в прихожей повисло неловкое молчание. Эмма негромко откашлялась. Ей явно не хотелось прогонять меня из дома, но у нее была куча дел, и, кроме того, следовало вложить мальчишек в постель. — Ну что ж, — решилась она, — желаю удачи. Им повезло с такой мамой, — произнес я наконец. Она поскребла мизинцем бровь и бросила на меня не очень веселый взгляд. — Благодарю вас, но они родились, когда я пристрастилась к наркоте, так что мне не надо очень постараться, чтобы загладить свою вину. Готов держать пари, что вам это удастся. Эти банальные слова, как мне показалось, только усилили ее смущение. Ей явно хотелось, чтобы я ушел, но сама мысль о возвращении в якорь вгоняла меня в уныние. И так сказала Эмма. Мое бессмысленное топтание у ее порога, ведьма, придало ей решительность. Собрав силы, я махнул на прощание рукой и двинулся прочь. Мое предположение, что близнецов Сандлинг и моих сыновей похитил один и тот же человек, подтвердилось, как мне на тебя лучше. Но что это мне дает? Я ни на йоту не приблизился к тому, чтобы их найти. — Я не знаю. Глава девятнадцатая Вернувшись в родной округ Колумбия, я перечитал свои записи и с главой ушел в проработку новых сведений. Во-первых, монеты. Если подруга Эммы Амали была права, и монеты связаны с Вуду, я знал, с чего следует начать. Скотт, один из продюсеров нашей студии, сделал в прошлом году интересный материал об этом культе. Он готовил его в тех местах Флориды, где обитает большое число выходцев с Гаити. Привет, Алекс. Нам тебя очень не хватает. Как дела? Ну, более или менее. Если могу чем-то помочь тебе. Именно поэтому я и звоню. Помнишь тот материал о Вуду? У меня есть вопросы. Я думаю, ты сможешь подсказать, к кому с ними обратиться. Вопросы о Вуду выкладывай. Если я не смогу ответить, то рекомендую людей, которые точно тебе помогут. Человек, похитивший ребят, оставил в моем доме кое-какие сувениры. Постой, постой. Разве их не увели от тебя на какой-то ярмарке? Похититель привез детей домой и оставил там некоторые предметы. — Имеющие отношение к Вуду? — Пожалуй, да. Во всяком случае, я так думаю. Боже, неужели куклы? Нет, монеты. Ряд монет. И сосуд с водой, который он поставил очень высоко. Знаешь, это мне напоминает событие в доме престарелых в Какао-Бич. Власти хотели помочь управлению приютами в этом районе. И в одном из них администрация ответила на заботу тем, что разбросала по всему зданию разные предметы. Или, если хочешь, символы Вуду. Обслуживающий персонал дома, убойщицы и все такое прочее в основном состоял из гаитян. Эти сигналы или предупреждения, ну, называй их как хочешь, являли собой фигуры из монет. И сосуды с водой, размещенные в самых неожиданных местах. Ну, и все дело кончилось с тем, что администрацию обвинили в незаконном давлении на персонал, в сознательном запугивании рабочей силы, потому что монеты — знак проклятия. А сосуды с водой предназначались для утоления жажды злых духов, что подразумевало присутствие в доме этих исчадий ада. Страдающих от жажды, естественно. Ты шутишь? В твоем доме были десятицентовые монеты? Да. Так называемая крылатая свобода. Голова свободы, снабженная крыльями. Точно. Откуда ты знаешь? Эти монеты являются знаком царства Вуду. Это все захватывающе интересно. И очень жаль, что кусок с монетами я не мог втиснуть в программу. Из-за этих маленьких крыльев большинство людей называют их Меркуриями, и нельзя исключать, что все эти предрассудки базируются на простом недоразумении. Голова на десятицентовике официально принадлежит леди свобода. Меркурий же, как тебе известно, был у древних римлян богом торговли и обмана, посланником богов, покровителя азартных игр и всего связанного с ловкостью рук. Меркурий покровительствовал магам и магии, а гаитяне верят, что некоторые из хунганов Вуду обладают сверхъестественным могуществом, или, говоря иными словами, являются колдунами и магами. Кто такие хунганы? Это жрецы. Жрецы Вуду. Если вернуться к нашим монетам, то у Вуду имеется аналог Меркурию, и называется он Легба. Аналог Меркурию? Что, неужели у них есть аналоги римским богам? Вуду является собой синкретический религиозный культ, сочетающий в себе множество понятий, подчеркнутых из других верований. Именно поэтому, во всяком случае, так мне кажется, он продолжает процветать. Этого Легбу соотносят и со святым Петром, стражем райских врат. Одним словом, три фигуры — Меркурий, Легба и святой Петр — ассоциируются с пропуском куда-либо и с преодолением препятствий. А как же эти монеты стали знаком проклятия? Этого я не знаю. Но мне известно, что служащие дома престарелых были так напуганы, что отказывались входить в некоторые комнаты. Однако часть людей считает, что Меркурии способны приносить удачи. Некоторые жители Флориды и Луизианы носят их как медальоны на цепочках на шее и верят, что монеты обладают свойством притягивать к себе деньги. Интересно. Кроме того, Меркурии используют в так называемых мешочках мохо. Мешочках чего? О, только не смейся. Когда я готовил свой материал, мне сделали такой мешочек. Возможно, это просто совпадение, но спустя какое-то время в моей жизни начали происходить неожиданные события. И так для мешочка мохо нужен один Меркурий и пара корней, от каких именно растений решает хунган. В моем мешочке использовали корень какого-то святого Иоанна-завоевателя. Я это помню, поскольку мне понравилось название. Забавно. Как бы то ни было, но хунганам известно, какого рода корневища тебе нужны. И так берется Меркурий, корни и немного сахара. Все это заворачивается в двухдолларовую банкноту и помещается в мешочек из красной фланели. Затем мешочек туго перевязывается бечевкой. Чтобы привезти мешочек в рабочее состояние, его следует окропить менструальной кровью или мочой любимой женщины. Должен признаться, что мне с трудом удалось убедить Кристина пойти мне навстречу этой последней фазе операции. Еще бы! Мы потолковали еще немного. Затем я его поблагодарил. А он назвал мне имя профессора университета штата Флорида на тот случай, если возникнет потребность в дополнительной информации о ВУДУ. Я составил перечень всех связанных со средневековьем празднеств и ярмарок. По прежнему опыту я знал, что подобных событий в стране случается гораздо больше, чем можно предположить. Мне повезло. И на первый же свой запрос я получил указатель ярмарок, оказавшийся для меня весьма полезным. Щелкнув мышу, я получил доступ к весьма впечатляющему списку ярмарок, фестивалей, игрищ, празднеств, карнавалов, турниров и так далее и тому подобное. Перечисленные в хронологическом порядке, они оказались подлинным кладезем информации. При описании каждой ярмарки или празднества указывался год их учреждения, 1567-й, 1601-й и так далее, и детально рассказывалось о проходивших в те времена событиях. Здесь же сообщалось о количестве сцен, арен, павильонов, ларьков, времени открытия и закрытия, давался прогноз погоды и цены на входные билеты, приводились контактные телефоны и фамилии администраторов. Присутствовал и такой пункт, как правило ношения оружия, в котором говорилось, что должно ли это оружие находиться в мирном варианте или нет, что это означает, не уточнялось. Кроме 209 важнейших событий, указатель приводил имена участвующих в представлении актеров и названия труп. Это совершенно умопомрачительный каталог, включал в себя все номера представлений, начиная от показа хищных птиц и кончая пожирателями огня. Ремесленники и торговцы имели собственную страницу, и среди них я обнаружил поставщиков кожаных питьевых сосудов, кольчуг и булав для жонглирования. Использую указатель в качестве руководства. Я ежедневно по несколько часов беседовал по телефону с заправляющими этими мероприятиями людьми. Многих из них мне приходилось долго просить поделиться информацией. Я понимал, почему они не желают со мной разговаривать. Один из них, доведенный до отчаяния моими вопросами, высказал предположение, что похититель детей существует лишь в моем больном воображении. Однако в большинстве случаев мне удавалось их убедить, и многие даже соглашались разместить плакаты о поиске преступников в места, где их мог видеть персонал ярмарки. Плакат я заказал у Кинко. На нем под классическим заголовком «Разыскивается» размещался набор фотороботов дудочника, включая и тот, который хранился в полиции в связи с делом сандлингов. Далее шла краткая история похищения моих парней, даты и обстоятельства преступления. Здесь же приводилось описание дудочника и его собаки. Завершали все это контактный телефон, адрес электронной почты и обещание награды. Каждый день я отсылал несколько пакетов, содержащих пачку плакатов и сопроводительное письмо. Чтобы подчеркнуть значение послания, я пользовался услугами Федерал-экспресс, несмотря на их дороговизну. Ранняя утренняя доставка должна была произвести впечатление на адресата. Все данные об отсылке я вносил в свой компьютер, создав отдельный файл на каждого получателя пакета. Таким образом, я имел возможность отслеживать телефонные звонки, сообщения по e-mail, реакцию адресатов и предпринятые ими действия. Связав файлы с своим органайзером, я стал получать напоминание об очередности просмотра блоков информации. Покончив с указателем ярмарок и празднеств, я перешел к списку поставщиков и актеров. Время от времени я для разнообразия покидал мир Средневековья, чтобы организовать проведение такой же кампании в собачьем царстве. Нельзя было исключить возможности выйти на дудочника через его пса. Я испытал потрясение, получив на первый запрос о породе Уиппет более 37 тысяч ответов. Это было множество повторений, но тем не менее заводчиков, клубов и просто любителей породы Уиппетов оказалось значительно больше, чем хотелось. «О, да!» — восхищенно произнесла дама из журнала «Мир Уиппета». «Это замечательные существа, энергичные, но послушные, на них просто приятно смотреть, вы не находите. Я могу помочь вам подыскать щенка, ведь вы же за этим звоните». «Мое объяснение, что я хочу найти одного из владельцев собак этой породы, — ее не только смутило, но и встревожило. «Вам известно об этом человеке лишь то, что у него есть собака?» — спросила она. «Неужели собачка на вас напала?» «Я назвал себя и объяснил, кого пытаюсь найти через его Уиппета». «О-о-о!» — протянула она довольно сухо, ее энтузиазм мгновенно испарился. «Даже не знаю, что вам сказать. Если этот человек не участвует в конкурсах, найти его будет чрезвычайно сложно. Если бы он хотя бы раз выступал, у вас, возможно, появились бы шансы. Но если кто-то покупает щенка на распродаже или у заводчика, либо берет в приюте, ну, не знаю. Соревнования, конкурс, вы говорите, от выставки собак? Да, это может вам помочь. Уиппета сейчас в моде. В этом году, между прочим, мы возлагаем большие надежды на одного из этих пареньков на выставке в Вестминстере. А сколько в год проводится выставок? Вы даже не представляете, сколько. Но мне кажется, вы только зря потратите время. Не думаю, что этот тип, если верить вашим словам, станет привлекать к себе внимание, участвуя в выставках. И особенно учитывая то, что он использовал свою собаку, мне больно об этом говорить, в качестве своего рода приманки. И что же вы предлагаете? Возможно, вам стоит обратиться к тому виду состязаний, который почти не привлекает внимания прессы. Ведь многие владельцы Уиппетов соревнуются лишь для того, чтобы насладиться бегом. Если ваш парень входит в их число, то кто-то, возможно, сможет его узнать. Ведь вы говорите, у вас есть портрет? Да. Вы могли бы распространить изображение среди этих людей. Вы имеете в виду бега на стадионе? Увы, рассмеялась она. В наши дни о таких бегах почти забыли. Я хочу сказать, что гонки на старомодных овальных дорожках сейчас не очень популярны. Если постараться, их можно найти. Однако в наше время самым популярным видом собачьих бегов стала так называемая охота за зайцами, когда собаки мчатся за какой-нибудь приманкой. Такие бега проходят по извилистой дорожке с разного рода препятствием. В качестве приманки используются белые пластиковые мешки. Убого, но зато гуманно, говорим мы. Уиппета отлично ловит мечи, не говоря о том, что я дал ей возможность выговориться. И в конечном итоге она обещала поместить на своем сайте мой плакат, а также выслать список клубов любителей уиппетов и заводчиков. Обещанные материалы получил через два дня по экстренной почте. Вскрыв пакет, я обнаружил список из 434 групп любителей уиппетов и адреса более чем 200 сайтов, к которым я мог бы обратиться. «Здесь наверняка будут повторения», — писала она. «Хозяева уиппетов — настоящие коллективисты». За все это время мне удалось одолеть лишь список из 42 средневековых мероприятий. И разработка собачьей версии, судя по всему, требовала новых грандиозных усилий. Я ощущал свою беспомощность. Я был подавлен, и мною завладел уныние. Это была весьма трудоемкая работа, которой, по моему мнению, следовало бы заняться полицией. Еще один путь для исследования открывал аксессуар елизаветинских времен, известный под названием «Плайоный воротник» или «Жабо». Из списка поставщиков я выделил тех, кто занимается шитьем и продажей костюмов эпохи Ренессанса. Жабо, дублетов, женских нарядов с фижмами. Перечень подобных мастеров расширялся после каждого разговора с одним из них. Рынок «Плайоных воротников», выходя за рамки ярмарок, охватывал театральные группы, министрелей, трубадуров, жонглеров, певческие капеллы и цирки. Оказалось, что воротники шили на дому, и число умельцев не уступало количеству любителей уиппетов или увеселения в духе Ренессанса. Жабо было можно купить по интернету или на самих ярмарках и фестивалях. «Прошу прощения, но мы торгуем своими изделиями, в основном за наличные», — сообщила мне женщина из компании «Лови момент». Я делал несколько звонков в день, и то, что поначалу казалось мне узкой и в силу этого перспективной сферы расследования, грозило отнять несколько месяцев. Проснувшись как-то ночью, я подумал, спортивное оборудование. Интересно, сколько людей привязывают канаты к потолкам своих жилищ? Сколько бы таких чудаков ни было, но уж на следующий день я знал, что канат, по которому лазают для развития плечевого пояса, можно приобрести где угодно. Оказалось, что точно такие же канаты используются при швартовке судов. Они смягчают удар о пирс, служат поручнями для трапов и украшают рестораны с морским антуражем. Их можно купить в лавках судовых принадлежностей, приобрести по интернету или заказать по почте. Обычный канат можно легко трансформировать в гимнастический снаряд, закрепив на нем карабин, который цепляет за крюк в потолке. Старые канаты для лаза нередко умирают, навсегда уходя в небытие. Они, как правило, мигрируют из первоклассных фитнес-клубов, богатых средних школ и гимнастических академий, в спонсируемые церковью спортивные залы или местные общественные центры. Оттуда канаты могут отправиться в любой дворец, где собираются зациклившиеся на своем физическом развитии недотепы. Эмма, наконец, дала о себе знать. Полиция Карвалеса прислала файлы по делу сандлингов, включая копии материалов из Юрики. Просидев над ними много часов, я получил какие полезные сведения. В частности, узнал имена соседей Эммы, дружков Далта, Трублада и родителей приятеля Коннора и Чандлера, обитавших в том парке, где жили в палатке она и ее мальчики. Я связался с этими людьми, но ничего нового не узнал. Неужели, говоря словами Шофлера, я гоняюсь за призраками? Я часами пережевывал свои записи. Сидел на телефоне и готовил к отправке объемистые пакеты. По крайней мере, четыре часа в день я торчал за компьютером, проверяя почту. Все это изнашивало нервную систему и лишало сил. Новые надежды вспыхивали, лишь для того, чтобы снова оказаться очередным, как говорила Шофлер, явлением Элвиса народа. Я словно ходил по канату, пытаясь удержать равновесие между трезвым суждением и необоснованной надеждой. Бесконечные разочарования выводили меня из себя. Электронная почта недели три давала мне мощный заряд позитивной энергии. Осознание того, что так много людей пытаются найти моих парней, придавало сил. Неравнодушные люди стремились помочь словами поддержки, а от некоторых я даже получал потенциально полезную информацию. Каждый день я получал добрые пожелания, а иногда меня даже спрашивали, по какому адресу можно отправить деньги. За моих мальчиков возносили молитвы тысячи людей. Я ежедневно получал послания от нескольких дам, имевших довольно странное хобби. Эти почтенные женщины регулярно выходили на сайты всех пропавших детей, уверовав в то, что их обращение в интернет обеспечит чудесное воссоединение семей. Однако сайт привлек и разного рода не совсем нормальных типов, среди которых преобладали парапсихологи, как профессионалы, так и любители. Иногда попадались и эксцентричные ясновидцы. Все эти люди предлагали мне свои услуги, кто за вознаграждение, а кто и бесплатно. Обращались ко мне сочинители, желавшие написать о моих мальчиках книгу и толковать леснов. Адепты разнообразных сект религиозных направлений обещали обеспечить мне, Элис, духовный покой и душевное равновесие. Среди электронных посланий были и те, которые Элис называла «токсическими конвульсиями». Эти, написанные с грамматическими и синтаксическими ошибками письма, содержали грязные намеки и безумные инсинуации, или, что было гораздо хуже, фантасмагории больного ума, где наши мальчики представали персонажами отвратительного бреда. Кто-то угрожал нас убить. Иные цинично предлагали продать имеющие отношение к близнецам предметы — рисунки, одежды, молочные зубы. Содержащие прямые угрозы послания мысли с самого начала переправляли в ФБР, и я продолжал эту практику, но ежедневное ознакомление с подобной грязью вгоняло меня в депрессию. Бывали дни, когда я вообще не выходил из дома, проводя 14, а то и все 16 часов за изучением своих списков, заклеивая конверты или погружаясь в виртуальный мир. Вопреки первоначальному намерению вести здоровый образ жизни и содержать дом в полном порядке, я существовал на пицце и пиве. Моё жилище пребывало в полном запустении, одежда висела мешком, а лицо стало серым и ужасным. Я много дней не брился и не стриг волос, мои дёсны кровоточили, а правую руку, которой я работал с мышью, постоянно сводила судорогой. Как правило, я трудился с безумным упорством, но время от времени на меня накатывали приступы тоски. И в этот момент я начинал понимать, что мои усилия тщетны и ни на шаг не приближают меня к Кевину и Шону. И вот настал день, когда я позволил себе подумать, что, собственно, ничего не случится, если я брошу поиски. Мне казалось, будто я копаюсь в пустой породе, но что ещё хуже, это было чувство опустошённости. Утешением служило лишь то сознание, чтобы я хоть что-то делал. Я продолжал отчаянно трудиться, напоминая готовящегося к выпускным экзаменам нерадивого студента. Я не мог избавиться от мысли, что у меня остаётся всё меньше и меньше времени. Глава двадцатая Ну и дерьмовый же у тебя вид. Это был Шофлер. Наступил вечер с субботы, и детектив заявился без предварительного звонка. При виде его моё сердце сделало мёртвую петлю. Неужели он принёс какие-то новости? Но я тут же успокоился, как он извлёк на свет упаковку из шести бутылок пива «Сьерра-Невада». «Дашь мне войти? Я, как видишь, приволок для тебя бурду, столь обожаемую грязными яппи». «Привет», — ответил я, распахивая дверь шире. Узрев, в каком состоянии пребывает гостиная, Шофлер недовольно скриился. «Куда подевалась Марта Стюарт в тот момент, когда она тебе так нужна?» — спросил он, и последовал за мной в кухню. Мерзкий вид, который заставил его нахмуриться, ещё сильнее. Детектив вытянул за горлышко две бутылки пива, поставил упаковку в холодильник и произнёс. «Похоже, здесь происходит какое-то непотребство, Шеф». «Только не говори, что тебя поставили во главе специального отряда по наблюдению за жилищами добропорядочных граждан», — сказал я. «Метый жалкое подобие шутки вызвал у него жалкое подобие улыбки». Он свинтил крышки, передал мне одну из бутылок, уселся за стол и обратил горлышко в мою сторону. «Твоё здоровье!» «Взаимно», — ответил я и спросил. «Как твоя новая работа?» «Чуть лучше, чем удаление зубного корня», — скривился он. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу этим сказать, что моя работа, главным образом, сводится к упражнениям по сдерживанию толпы. Это наша главная задача. Если на округ Колумбии вдруг нападут террористы, то вот тебе мой совет — укради канои или иное плавсредство и греби по реке потомок к дьяволу». «И вы называете это планом эвакуации?» «Ну, послушай, давай лучше не будем». Детектив надолго присосался к бутылке, а, оторвавшись от неё, поинтересовался. «А с тобой что происходит?» «Ничего особенного. В таком случае почему ты выглядишь каким-то, мягко говоря, потрёпанным?» Недоуменно вскинул он брови. «Видимо, из-за отсутствия даже намёка на успех». «Ну, а как же Сандлинг? Неужели, получив файлы, ты не нашёл там новые версии?» «Мы несколько раз успели обсудить по телефону моё путешествие во Флориду, и он знал, что Эмма Сандлинг сумела при помощи адвокатов переслать мне полицейские досье. Теперь я уверен, что это был тот же парень, или кто-то другой, но работающий с ним в паре. А во всём остальном поездка оказалась бесполезной, да и файлы тоже. «Ничего нового я из них не извлёг, по крайней мере, пока». «Ничего?» «Эменно, ничего». «Если у тебя нет ничего нового, то чем же ты в таком случае и занимаешься?» «Пошли в мой штаб», — позвал я. Мы перебрались в кабинет, и я познакомил вас с своими списками, продемонстрировал пачку плакатов «Разыскивается» и рассказал о своих мытарствах в режиме онлайн. На все мои слова Шоффлер лишь молча кивал. Когда мы вернулись в кухню, Шоффлер в очередной раз открыл холодильник и спросил, «Хочешь?» «Нет, с меня хватит», — ответил я. Он уселся за стол и, махнув рукой куда-то в сторону моего кабинета, сказал, «То, чем ты занимаешься, есть не что иное, как попытка пробить тоннель до Китая с помощью чайной ложки». «Ты это, конечно, сам понимаешь, верно?» Я лишь пожал плечами. «Ты не тратил времени на порядок в доме. Это, видно, с порога. Собой ты тоже не занимался. Вид у тебя ужасный». «Спасибо. И ты заявился лишь за тем, чтобы мне все это выложить. Если хочешь знать, я хотел к тебе заскочить. Но ты прав. Мне позвонила озабоченная дама, миссис Всевидище, та, у которой собака. Миссис Игель? Точно. Я как-то сказал тебе, что все это дерьмо спалит тебя дотла, и ты уже горишь. «Только взгляни!» Он широким взмахом руки обвел комнату. «Очень смахивает на Багдад. И посмотри на себя, ты же загибаешься. Весьма тронут твои заботы. Просто я чувствую себя перед тобой в долгу. Мне не следовало покупаться на ту окровавленную футболку». Его лицо скривилось от отвращения к самому себе, и он медленно и печально покачал своей огромной головой. «Мерзавец!» Обвел нас вокруг пальца. «Ну и что должна означать твоя истинание? Что-то вроде подсчета потери убытков. Эти слова еще не успели сорваться с моих губ, как я уже успел о них пожалеть. Я ввел себя, как обиженный подросток, пытающийся дать отпор своему папаше. Я вовсе не хотел этого. Мне нравился шофлер, и я знал, что его привело ко мне простое человеческое сочувствие. А если быть честным до конца, то его присутствие в кухне приносило мне облегчение. Мои контакты с представителями рода человеческого сузились до кратких встреч с Дэймоном в булочной Уатсе и консуэлой в пиццерии Вейс. Шофлер почувствовал себя оскорбленным. Он не просто встал, а вскочил на ноги. Знаешь, что имел я тебя? Он швырнул почти полную пивную бутылку в мусорный бак и зашагал к двери. Я потащился следом, не зная, что сказать. Когда он уже стоя на пороге повернулся ко мне, я увидел, что его лицо побагровело. Я же чувствовал себя просто ужасно. Я не хотел этого, Рэй. Прости, не знаю. Я, Алекс, считал тебя своим другом, отмахнувшись от моих извинений, сказал детектив, и пришел к тебе как друг. И то дерьмо, которым ты занимаешься... Он снова печально покачал головой. Может быть, и стоит того, чтобы им заниматься. Кто знает, может, ты и найдешь в нем жемчужное зерно. Но это будет как крупный выигрыш в лотерею. За все годы службы я не слышал, чтобы такого рода упражнения приносили пользу. Никогда. Я поднял обе руки, словно отдаваясь на милость победителя. Но не могу же я сидеть просто так, ничего не делая. А записи ты хотя бы вел? Фиксировал на бумаге то, что делал? В этом смысле я твой верный ученик. Мой рабочий блокнот имел уже пятый номер. Я постоянно просматриваю заметки и могу повторить по памяти все, что записал. Или почти все. Нет ни одного пункта, который я оставил бы без внимания. Тогда слушай. Отправляйся на воздух и купи пиццу. Нескому талу пива тебе тоже не повредят. Я же тем временем взглянул, что там накатал. Окей, пожал я плечами. Когда я вернулся, мы расчистили место на столе для пиццы. Я был отправлен на поиски салфеток. Я так давно не ходил за покупками, что бумажные салфетки в доме успели закончиться. Бумажных полотенец тоже не осталось. Поиски завершились тем, что я прошел в столовую и извлек пару светло-зеленых льняных салфеток из шкафа, где Лиз хранила самое ценное столовое белье. Вид салфеток и фактура ткани под пальцами вызвали у меня поток воспоминаний о тех особо торжественных случаях, когда данные предметы обиход опускались в ход. Рождество, день благодарения, день рождения сыновей. Шофлер заткнул салфетку за воротник, отрезал кусок пиццы и не то чтобы проглотил, а просто вдохнул его в себя. — Ах, будь я проклят! — выдавил он, залив пиццу изрядной порцией пива. — Все небо обжег. Видимо, я прогулял урок, на котором учили искусству продлевать удовольствие. Кевин тоже всегда обжигался, начал я, но тут же себя оборвал. — Я всегда яростно набрасывался на тех, кто говорил о моих мальчиках в прошедшем времени, а сейчас сам сделал то же самое. Шофлер кивнул, побрабанил кончиками пальцев по записной книжке номер три, она была отложена в сторону, и сказал — Здесь находится то, на что я бы на твоем месте обратил внимание. — Я говорю о сестре Габблер, девице шоу-бизнеса, близняшек из шоу-бизнеса, поправил он меня и продолжил. — В деле Сандлинов-то дошел до конца, поэтому пора теперь заняться Карлой и Кларой. Он покачал головой и отхватил еще один кусок пиццы. — Ты что шутишь? — Это же женщины, вполне взрослые особи, работали в шоу-бизнесе, не вижу, каким образом, пожалая плечами. — Вылезь хотя бы на минутку из своей скорлупы, оборвал меня он. — Я пролистал твои заметки и увидел, что пропадают близнецы. Как твои парни, как мальчики Сандлинг. — Разница лишь в том, что вернулись только последние. — Так, так, так. Остальных убили, и поэтому ты отказываешься думать, что между всеми этими делами имеется связь. — Они были не просто убиты. Хотя я не очень вникал, но, насколько помню, их тела были изувечены, и они ошибся. — Да что-то вроде этого. — И это еще сильнее укрепляло тебя в мысли, что эти смерти не имеют ничего общего с твоим делом. Но я хочу сказать, что здесь есть определенные параллели. Их стоит провентилировать. — Почему бы тебе туда не съездить? — А? — Вегас. Зачем? — Лично я играл бы всю ночь, да и жратва там отменная. — хмыкнул он, но тут же перешел на деловой тон. — Я говорю вполне серьезно. — Хорошо понимаю, что ты об этом думаешь, но повторяю. Не закончив фразу, он поудобнее устроился на стуле и сказал. — Сгляни на это под другим углом. Ты, повинуясь внутреннему голосу, довел до конца дела сандлингов, не так ли, близнецы? — Но это же дети того же возраста, что и не исключено, что ты сходишь из ложных посылок. — Ты думаешь только о детях. Возможно, ты прав, но отказываться от других версий не должен. — Что, если ключевым во всех этих делах будет слово «близнецы»? — Похищение пары детей с самого начала показалось мне весьма странным. Оно не укладывалось в обычные рамки. Если хочешь вернуть своих детей, надо подходить к поиску с открытыми глазами, без какой-либо предвзятости, хотя потому что ты ничего не знаешь. — Дети вполне могут быть ключевым словом, но и близнецы тоже. Впрочем, это может быть и нечто иное, о чем пока не догадываемся. Но твои сыновья — близнецы. Они исчезли. Девица Габблер тоже близнецы, и они также исчезли. — Не знаю даже, что сказать. — Ты думаешь, что это будет чистая потеря времени? — продолжал Шофлер. — Но разве у тебя есть более перспективные варианты? — Неужели ты считаешь, что идешь здесь, вот здесь? И он снова обвел рукой кабинет по горячему следу. Я пожал плечами. — Он прав. Других вариантов у меня не было, и ничего лучше, чем как торчать в интернете и в сотый раз изучать свои записи, я, находясь дома, предпринять не мог. — Послушай, это действительно ход. Возможно, он тебе и не по вкусу, но других вариантов у тебя просто не осталось. — О скольких похищениях близнецов ты узнал в ходе своего расследования? — Я могу ответить за тебя, поскольку вникал в это дело. Во-первых, он начал сгибать пальцы. — Мальчик Кирамирос. — Прикончивший их парень прикончил и себя. Здесь нам ничего не светит. Во-вторых, девица Габблер. И в-третьих, близнецы Сандлинг. В последнем случае тоже все ясно. Значит, тебе остаются только леди и шоу-бизнеса. Не исключено, что это вернется потерей времени, но, возможно, и нет. — Ну, не знаю. Он взял все мои записные книжки и поднял их перед собой с таким видом, словно демонстрировал судье и присяжным важное вещественное доказательство. — Я не только взглянул на твои записи, — сказал Шофлер. — Я их внимательно прочитал. — Единственное, за что можно в них зацепиться, — это девица Габблер. Таковое, сходишь, мнение профессионала, прослужившего детективом восемнадцать лет, остались только Габблер. Это единственный камень, по которому мы еще не заглянули. — Так-так, — говорит твоя интуиция. Знаешь, никогда не надо недооценивать дерьмо, именуемой интуицией. — Если ты считаешь, что игра стоит свеч, почему бы и нет, черт побери, — подумал я, но дело обстояло не так просто, как казалось. Не исключено, что я решил отправиться в Вегас, заглаживая свою грубость в отношении Шофлера. Впрочем, вполне возможно, что Шофлер посылает меня к этим Габблер, чтобы я сменил обстановку, уехав из города. — В это время года там все идет по дешевке, — заметил детектив. И, кроме того, у меня есть кое-какие связи с ребятами из тамошнего убойного отдела. До меня дошли случаи, что у тебя повсюду связи. Он попытался изобразить циничную ухмылку, но я знал, что мои слова доставили ему удовольствие. — Точно! — подтвердил он. — Я есть дубликат American Telegraph and Telephone Company. Во всяком случае, приношу людям добра не меньше, чем от почтенной организации. Он покачал головой и меня и тему произнес. Ты представляешь, у нас нет никакого плана эвакуации. Мы создали ту вшивую антитеррористическую суперслужбу и к настоящему моменту приняли лишь одно политическое решение, в котором говорится о мерах противоположных эвакуаций. В случае необходимости решено выставлять кордоны, чтобы не выпускать население из округа Колумбия. Если произойдет утечка информации, люди встанут на уши. Утечка произойдет обязательно, можешь не сомневаться. Да я и сам могу тайком слить информацию в Вашингтон-Пост. Шофлер снова приложил ладонь ко лбу, который за неимением лучшего определения можно было назвать очень бледным, и продолжил. — О чем это мы? — Ах да, о Вегасе. — Там у меня есть друг по имени Голли Гольштейн. Он передаст тебе все документы по делу Габблер. — Голли? — А, это краткий вариант прозвища Голливуд. — Голливуд? — Майк Гольштейн. Все зовут его просто Голли. Я извещу его о твоем прибытии. Глава двадцать первая. Вегас. Раньше мне никогда не доводилось бывать в Вегасе. Как-то не получалось. Но, как все другие, я имел ясное представление об этом месте, являвшем собой смесь блеска и грязи. Однако казалось, что мой воображаемый Вегас был всего лишь бледным отражением реального города. Первые мили по пути из аэропорта Маккарон оказалось совершенно отвратительной и было похоже, как две капли воды на любой трущобный отрезок дороги номер один. Вонючие, с полуразрушенными домами. Убогие мотели и дешевые казино сражались за жизненное пространство с неказистыми часовнями, где можно было мгновенно сочетаться браком, и занюханными заведениями типа Дворец Звука, Обувь Леонардо Уайда или Смеющийся Шакал. Шакал оказался гибридом мотеля и казино, точной копией тех заведений, которые можно увидеть в низкопробных фильмах. Боюсь, что из этого развеселого Шакала мало кому удавалось уйти без потерь. Он выглядел крайне подозрительно. Впрочем, на вывеске был изображен вовсе не Шакал, а зловещий у вида кролик в зеленом смокинге. Кролик выседал на фоне развернутой веером колоды карт. Я миновал гигантский щит, рекламирующий вазоэктомию методом микрохирургии. Вазоэктомия — хирургическая контрацепция для мужчин. Неужели в этих местах подобного рода операции пользуются большим спросом? На щите значились адреса четырех клиник. Через несколько минут я, наконец, увидел первый большой отель-казино. Это и горное заведение было покрыто позолотой и именовалось Мандалай-бэй. Это было невероятно большое здание, превосходящее размером все сооружения округа Колумбии, за исключением, пожалуй, лишь Пентагона. Мандалай-бэй оказался первым из множества подобных монстров. Когда я катил на арендованном форде по знаменитой улице Стрип, мне не оставалось ничего иного, как раскрыть от удивления рот. Каждый отель имел свою, если так можно выразиться, тему, являясь огромной шикарной декорацией. Мандалай-бэй, Луксор, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Париж, Белладжо, дворец Цезарь и так далее. В журнале из тех, что раздают на борту самолета, я вычитал, что освещение обсидиановой пирамиды Луксора можно увидеть из космоса. С массивных рекламных счетов на меня со всех сторон взирали гигантские физиономии тех людей, которые так или иначе были связаны с Ас-Вегасом. Всех знаменитостей. Дэвид Копперфильд, Ланс Бертон, Пеннант Тейлер, Уэйн Ньютон, Цирк Дю Солей, Селиндион и многие-многие другие. Море света, переливающий со всеми цветами радуги реклама, толпы людей, одним словом, Нью-Йоркская Таймс-Сквер. Ну, мне предстояло жить вовсе не в этих новомодных отелях. Компания Прайс Лайн сумела найти для меня недорогой номер в отеле Тропикана. Отель был очень большим, но по сравнению с модерновыми гигантами казалось почти карликом. Оставив машину на парковке, я прошел в гостиницу через казино. Посетителей там оказалось так много, что я с трудом прокладывал себе путь через толпу. Под сводом из цветного стекла бесконечными рядами выстроились игровые автоматы. Четыре женщины в расшитых блестками ярко-зеленых нарядах пели и танцевали на залитом светом подиуме. Разноцветные огни сверкали, мигали и вспыхивали, со всех сторон несли с мелодии игровых автоматов. Их законсервированную музыку и попискивание иногда прервал радующий сердце звон выигрышных жетонов. Все грани попсовой культуры, включая кино, комедию положений, вип-персон, популярные игрушки, этнические проблемы и даже колыбельные песни нашли свое отражение в игровых автоматах. Время от времени к кафонию звуков разорвали крики «Колесо фортуны» или «Вверх и вниз». Добравшись до регистрации, я уже мечтал о сурдокамере. «Добро пожаловать в город Большой Горязи», — сказал Голли Гольдштейн, когда я поймал его по телефону. «Я добыл файлы по делу Габблер, и у меня есть немного свободного времени, около трех, если вы, конечно, живы после полета». Я обещал быть у него ровно в три. «Хватайте карандаш и записывайте», — скомандовал он. «Люди думают, что мы расположены где-то на Стриппеле, в Старом Вегасе, но на самом деле нас разместили довольно далеко от города». «Да, кстати, находясь на Стриппеле, строго говоря, оказывается не в Лас-Вегасе, а в населенном пункте под названием Парадайз». «Что? Да, Парадайз с большой буквы. Риэлторы заявили Стрипп как самостоятельный округ собственной юрисдикции». «Не может быть». «Именно так. Поэтому можно смело говорить, что департамент полиции Лас-Вегаса находится вдали от рая. Они выкинули нас в пригород, как банду каких-нибудь дантистов из среднего класса. Да, браться до нас можно лишь минут за тридцать в зависимости от движения». Гольфштейн объяснил мне, как лучше доехать до полицейского управления. Он говорил хорошо поставленным голосом. Такими голосами обладают телевизионные ведущие и дикторы. Даже его смех ласкал слух. Шоффлер сказал, что Голли, прежде чем встать на защиту правопорядка, подвязался на ниве шоу-бизнеса. Прозвище Голливуд он получил после того, как, снявшись лет двадцать назад в роли копа, вдруг почувствовал, что нашел свое истинное призвание и встал под наши знамена. Без десяти три, проехав через мили и мили торговых площадей и горных заведений, я, наконец, свернул в так называемое предместе и вскоре оказался в сильно смахивающем на парк деловом квартале. Оказалось, что департамент полиции Лас-Вегаса отдельного здания не имеет и существует под одной крышей с такими почтенными учреждениями, как ортопедическая клиника «Счастливые ноги», салон «Багамский загар» и служба плавательных бассейнов. Обнаружив, в конце концов, скопление полицейских машин и дверь с надписью «Криминалисты», я понял, что нахожусь в нужном месте. Какой-то парень с садовым пылесосом собирал опавшую листву. Когда я к нему обратился, он выключил гудящую машину, но помочь мне ничем не смог. О местонахождении убойного отдела садовник не знал. Его мульчирующий ветки коллега ткнул большим пальцем через плечо и буркнул «Пор! Акуи! Там!» В приемной две дамы барабанили по клавиатурам компьютеров. Стену за их спинами украшали большое суперреалистическое фото лесного ландшафта, венок в деревенском стиле с фальшивыми, сидящими на яйцах птичками, и несколько десятков детских рисунков. Одна из женщин спросила о цели моего визита, позвонила Гольдштейну и просила подождать, показав на нишу в стене достаточно большую, чтобы вместить пару кресел. Я уселся в кресло и принялся разглядывать заключенные в рамку изображения глухой лесной тропы. Бронзовая табличка на рамке сообщала «Вы нигде не бываете в одиночестве». Голли Гольдштейн оказался высоким, обаятельным мужчиной, серебряной шевелюры и исине черными бровями. На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Мы обменялись рукопожатием, и он тут же выдал панигири к Раю Шофлеру. У него сейчас, наверное, краснеют уши, но я ни на йоту не отступлю от своих слов. Рэй, парень, что надо. Старая школа. Мы сейчас по уши увязли в высоких технологиях, что само в себе неплохо. Наши досье по каждому делу стали в десять раз толще, чем были всего десять лет назад. Мы собираем гораздо больше данных, все это помогает, да, конечно, особенно в суде. Вы можете задать вопрос, способствует ли это раскрытию преступлений? Я вам отвечу, нет, нет и нет. Иногда мы просто тонем во всем этом дерьме, и оно начинает работать против нас. Вот, возьмем, к примеру, одиннадцатый сентября. Информация о возможном теракте имелась, но она просто затерялась в потоке различных сведений. Рэй однажды помог мне раскрыть одно дельце, руководствуясь лишь интуицией. Я прилетел сюда, как расследуя его интуиции. Я аж об этом и толкую, — понимающий кивнул он. Эй, Синди, сделайся, зам откройся. Я проследовал за ним через металлическую дверь, отворившуюся перед нами с электронным журчанием. Мы прошли через лабиринт крошечных кабинетов и именовали команду техников, возившихся со здоровенной фотокамерой и переносным микрофоном. Мне показалось, что они фотографируют листок бумаги. Висяк, — кивнул Гольдштейн в сторону камеры. Сейчас они снова собирают документацию. Мы не имеем права рисковать подлинниками, пропуская их через сканер. Оригиналы положено хранить, поэтому их фотографируют. Причина в том, что мы избрали нового шерифа, а тот обещал избирателям вернуться к дохлым делам. Вроде дело Габблер. Предположительно ко всем. Он пожал плечами. Но что касается Габблера, я точно не знаю. Это дело, похоже, оказалось у нас сиротой. Как это понять? Мы вошли в зал заседания, и Гольдштейн жестом пригласил меня занять один из дюжины стоящих вокруг стола стульев. — Вначале позвольте пояснить, как мы здесь работаем. Мы отвечаем за очень большую территорию. Графство Кларк и город Лас-Вегас по площади превосходят весь штат Массачусетс. Восемь тысяч квадратных миль! Он кивком указал на сделанные из космоса, занимавшие всю стену снимок Лас-Вегаса и его окрестностей. И территория продолжает увеличиваться. Самый быстро растущий город Соединенных Штатов. Нагрузка зверская. И вот теперь нам предлагают заняться висиками во времена затишья, что в наших условиях выглядит как неприличная шутка. Убийств у вас много? Меньше, чем можно предположить. В среднем сто пятьдесят в год. А что касается района Стрип, то он нам практически не дает работы. Большие казино делают большую ставку на безопасность. Там ведется строжайшее наблюдение. Туристов нас не мочит. Это огромная редкость. Да и турист приезжают в Вегас совсем не для того, чтобы убивать друг друга. Наша работа здесь ничем не отличается от работы полицейских в других районах страны. Мужья убивают жен, парни мочат своих подружек, иногда наркоторговцы сводят между собой счеты. А дело Габблер. Почему она, как вы сказали, осиротела? Он опустил ладони на две лежащие перед ним папки. Клара и Карла. Карла и Клара. Они осиротели дважды. Или, может быть, даже четырежды. Не знаю, как сказать. Во-первых, девочки действительно сироты. Родители погибли в автокатастрофе в районе, именуемом Прожектор, когда их дочерям было семнадцать. Ужасно. Да, ужасно. Автомобили убивают значительно больше людей, нежели оружие. Никакого сравнения. В США автокатастрофы уносят более сорока тысяч жизней ежегодно. Это то же самое, как если бы каждую неделю разбивалась пара Боингов 747. Но сиротами являются не только девочки. Осиротела их дело. Ведь каждый детектив идет свое расследование, и для него оно навсегда остается его расследованием. Дело Габблер вел парень по имени Джерри Олмстед. Наши стылы стояли рядом, поэтому так много знаю о его работе. Джерри было тридцать пять, и он страдал от высокого давления, а его жена места себе не находила от беспокойства за супруга. По ее настоянию он вышел в отставку и отправился жить на озеро Хавасу, и через месяц, ровно день в день, его машинка отказала начисто. Боже мой! Так девочки Габблер осиротели во второй раз. Скверно, когда жертва теряет своего следователя. Ведь детективы волей-неволей к ней привязываются. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать. Жертва становится близкой. Дело, которое вы расследуете, и ваше дитя... Он наклонился ко мне. Посторонним эти сантименты могут показаться сущим дерьмом. Но мы, детективы, чувствуем, что трудимся ради жертв. Вот так-то, пожалуй, плечами. Когда Джерри ушел, у девочек Габблер не осталось защитника. Впрочем, дело довольно шумное, и нельзя исключать, что тот, кто его у нас следует, возьмется за него сорвением. Особенно сейчас, когда шериф обещал раскрыть все висяки. Но, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что это произойдет. Я ничего не сказал, размышлял о переходе Шофлера на работу в специальный отряд. Но почему вы не взяли дело, Габблер? Не захотел. Слишком крутой замес. И, кроме того, я долго был недоступен из-за монголов. Из-за кого? Монголов, банды рокеров. Они и ангелы передрались между собой, перебили кучу народу. Пришлось допрашивать массу свидетелей, и я провел в суде несколько месяцев. И так, сменил он тему разговора, я проверил, кому досталось дело Габблер. И это оказался Морено. Пабло Морено. Отличный парень. Всю эту неделю он занят в суде, но вы можете позвонить ему на сотовой. Голли дал мне номер, и я занес его в свою записную книжку. — Значит, Морено работает по делу Габблер. — Нет, — покачал головой Гольдштейн. — Возможно, он, как я сказал, им займется, поскольку на всех нас давит шериф, но держать пари я не стал бы. У Пабло, как у всех нас на руках, по меньшей мере дюжина дохлых дел, и он имеет возможность выбирать. А у дела Габблер есть один существенный недостаток. — Какой же? — Никто не бьет в барабаны. Иногда случается, что и через десять лет после убийства мама и папа не забывают о своих детках и не дают забыть нам, напоминают каждый божий день. Но что касается девочек Габблер, никто не поднимает шума. Совсем наоборот. — Что это значит? — Видите ли, убийство было таким, таким театральным. Кроме того, девушки работали на стрип в двух кварталах от нее, если быть точным, но все же достаточно близко. А стрип — это наш хлеб с маслом. Ужасные, к тому же нераскрытые преступления, не та реклама, которая нам нужна. Прямо скажем, не та. Больштейн затянул брови. Я-то лично считаю, что сенсационный характер убийства работает против того, чтобы вернуться к этому делу. Слишком кровавая, если вы понимаете, что я хочу сказать, кишки наизнанку ворачивает. Догадываюсь. Давайте я попробую изложить это следующим образом. В Лас-Вегасе есть все. Укротители с тиграми-людоедами, магическим образом исчезнувшие машины и люди, русские горки, а стриптиз... В каждом грошовом казино, даже в ресторанах, демонстрируют попки и трясут сиськами десятки красивых девок. Но все это подается в упаковке. Смертельные трюки фокусников, сумасшедшие аттракционы нагоняют страх, но не убивают. Даже и девицы из разных родов шоу при всей внешней доступности ведут себя стерильно. Секс без цимиса, как говорят некоторые, что вовсе не означает отсутствие девочек по вызову или проституток. Это дело да простит нас Господь здесь вполне легально. Вы видели наши газетные ящики? Да. Он имел в виду торгующие газетами автоматы. В Лас-Вегасе часть этих металлических ящиков содержала вовсе не информационные издания, а фотографии адреса городских проституток. Многие города таким образом информируют жителей и гостей о проблемах недвижимости, сообщают о продаже домов и наличии в городе свободных для найма квартир, а мы предлагаем снять шлюх. Печально покачал он головой. И в свете всего этого дело Габблер, зверское убийство двух девушек-близнецов, очень скоро отошло на последние полосы газет, а затем о нем вообще перестали упоминать. Да. Интерес к делу был утерян главным образом потому, что у девиц не было близких родственников. Именно поэтому расследование убийства сошло на нет. Я могу взглянуть на документы. Морана не станет протестовать. Он поднял обе руки и театральным жестом показал на папке. Это все ваше. Хотя вряд ли файлы принесут вам большую пользу. Особенно в свете того, что никто не заявлял об исчезновении девушек, по меньшей мере, две недели. Боже мой! Ну это же Вегас! К нам постоянно прибывают новые люди, а многие в то же время уезжают. Клара и Карла. Печально произнес Гольфштейн, возложив ладони на папке. Даже после того, как их соседка начала беспокоиться, прошла неделя, прежде чем мои коллеги обнаружили свидетельство преступления. А до этого их просто никто не искал. Да и вы, кажись, на месте копов подумали бы, что девицы перебрались в Майами или на Гавайи или сбежали домой. У них не было родственников, и никто не обратил внимания на их исчезновение. А след тем временем становился все холоднее. Две недели в нашем бизнесе целая вечность. — Это свидетельство, — неуверенно произнес я. — Вы говорите о том, как их нашел альпинист? — Да, я имею в виду именно этого бедолагу. Его пришлось отправить в лечебницу. За ним прислали вертолет, но, строго говоря, их он не нашел. — Как это? — Этот сукин сын обнаружил не их. Он нашел лишь половину Клары, а если быть совсем точным, то ее нижнюю половину. Глава двадцать вторая Гольштейн был прав. Проработав полтора часа с документами, я узнал очень мало нового по сравнению с тем, что мне было известно об убийстве из газетных сообщений. Последний раз девиц Габблера видели в «Голубом попугае», где они выступали в топ-лес-шоу, когда Клара и Карла перестали появляться в заведении. Заведующий персоналом некий Клей Риггенс поставил на их автоответчике три сообщения, каждый раз все более свирепых. В конце концов он это занятие бросил. Сообщения позволили полиции установить приблизительную дату исчезновения. Сам Риггенс в полицию не обращался, решив, что девушки уехали из города и нашли другой, более выгодный ангажемент. Вот выдержка из показаний Риггенса, данных им Джерри Олмстеду. Вам известно, что девушки были однояйцевыми близнецами. Это, конечно, не сенсация, но они обучились некоторым трюкам, а их танцы становились день от дня все лучше. Девочки были настоящими ангелами, и с ними очень легко работалось. Тамми Егода выступала в казино Сент. Ей было двадцать три года, она жила вместе с сестрами Габблер. Именно она заявила об их исчезновении. Она не видела сестер две недели, и именно тогда девицы перестали появляться в головом попугае. И вот это Тамми сказала полиции, что когда видела сестер в последний раз, те чувствовали себя прекрасно. Они работали в попугае, брали уроки танцев и посещали курс театральной речи. Дело осложнилось тем, что Тамми прибылась жить к своему дружку по имени Джейм, и, лишь заскочив за своими вещами в старое жилище, почувствовала неладное. Едва она открыла дверь, как в нос ей ударила ужасную вонь из мусорного бачка. Сиамские коты сестер Габблер по имени Ромул и Рэм буквально умирали от голода. Егода сказала, что близнецы обожали этих животных, ни за шоб не бросили их, если бы уехали из Вегаса. Она сразу поняла, что случилось нечто страшное, и оказалась права. Ущелье Красные скалы находилось примерно в 20 милях от Лас-Вегаса и пользовалось огромной популярностью у туристов. Через пустыню Муахали была проложена 30-мильная живописная дорога, позволяющая любоваться местным ландшафтом, скалами, баранами-толсторогами, пустынной черепахой, дикими ослами, бочковидными кактусами, толкнянкой и деревом Джошуа. На скалах схранились рисунки индейцев-шошонов, насчитывающих по меньшей мере тысячу лет. Эти места любили не только туристы, но и многие жители Лас-Вегаса. Красные скалы привлекали местных скалолазов, альпинистов и поклонников горных велосипедов. Брошюры и яркие карты призывали всех посетить эти живописные места. Некий молодой человек по имени Джош Гомельский, занимаясь в одиночку, скалолазанием в труднодоступном участке за ледяным каньоном, наткнулся на более чем живописную картину. Он преодолел стены ледяного каньона и оказался на тропе, приведшей его к другой, не столь большой расщелине, известной под названием колдовской ущелье. Он едва не разбился насмерть, когда, подтянувшись у края скалы, увидел в четырех футах от своего лица ноги и часть торса того, что потом оказалось с Кларой Габблер. В рюкзаке у Гомельского были радиомаяк и сотовый телефон, и прежде чем рухнуть без сознания, парень успел сообщить о своей ужасной охотке. Я мог понять, почему молодой здоровый человек упал в обморок, при виде фотографий с места преступления моей кишки уворачивались наизнанку. Но я не знаю, почему заставлял себя рассматривать их снова и снова. Мне не раз доводилось видеть снимки подобного рода. Груды обнаженных тел в нацистских лагерях смерти, вздувшиеся от жары трупы фанатиков самоубийц в Джонстауне, мертвый талиб недалеко от Тора Бора с опущенными штанами и торчащим из задней целомом. И я знал, что одного взгляда вполне достаточно, чтобы запомнить увиденное на всю оставшуюся жизнь. Некоторые ужасы мне довелось видеть в натуре, и они тоже не требовали повторного взгляда. Я, например, до сих пор отчетливо вижу обезглавленную беременную женщину, погибшую во время кровавой резни в Косово. Фотографии нижней части тела Клары Габблер пополнила галерею ужасов, о которых мне ничего не хотелось знать. Но я их увидел, и они запечатлелись в моей памяти до конца дней. Девушку разрезали примерно на уровне талии, и ноги были широко раскинуты, а одна согнулась слегка в колени. Верхняя часть человеческого обрубка обходила на отвратительную чашу. Края кожи и слой подкожного жира на месте разреза образовали полость, наполненную ярко-красной массой, над которой хорошо обтрудились мелкие хищники. Несмотря на причиненный плотоядными тварями урон, нижняя часть тела Клары Габблер благодаря сухому воздуху пустыни Мохави почти не разложилась. Если не считать порванной плоти на месте разреза, дикие животные изъяли все внутренние органы, говорилось в медицинском заключении, а станки выглядели как нижняя часть большой куклы. Красивые и стройные ноги девушки были затянуты в сетчатые чулки, а на слегка вывернутых внутрь ступнях по-прежнему красовались открытые туфли из первоклассной кожи с четырехгюймовым каблуком. Тромежность Клары укрывали остатки прошитого золотой нитью купального костюма. На талии, если хотите, на месте разреза, купальник был помят и разорван. Идентифицировать останки удалось немного позже, поскольку полиция почти сразу нашла и верхнюю часть тела Клары. Она находилась примерно в двадцати ярдах от нижней, в небольшой пещере, куда ее, видимо, стащили койоты. На снимке я увидел лицо с пустыми и сглоданными зверем глазницами. Смотреть на это было тяжко. Вид тела, оканчивающегося чуть ниже грудной клетки, приводил в ужас. Карлу обнаружили примерно в пятидесяти ярдах от сестры. Тело лежало лицом вниз в неглубокой лощине. Согласно протоколам осмотра, животные и птицы питались останками примерно две недели. Карла Габблер встретила смерть более традиционно, нежели ее сестра. Ее убили в стиле мафии одним выстрелом в голову за правым ухом. Взглянув на снимок, я испытал почти что облегчение, и мне пришлось напомнить себе, что и эта девушка стала жертвой кладнокровного убийцы. На Карле, судя по снимку, был ее сценический наряд. Чулки с сеточкой, открытые туфли на высоком кулуке, штанишки из ткани золотой нитью и шитый жемчугом лиф. Когда ее расстреливали, она лежала, уткнувшись лицом в скалу. Стреляли в девушку из револьвера 38-го калибра, и пуля на выходе оставила огромную рваную рану. Зубы хищников еще более порвали плоть, сделав лицо абсолютно неузнаваемым. Эти фотографии производили ужасающее впечатление, но и текст был ничуть не лучше. Никакого душевного отдохновения он не давал. Сухой прозой судебно-медицинского отчета сообщало, что Клара была расчленена на две части инструментом достаточно мощным для того, чтобы разрезать позвоночный столб. Рассечение проходит через мягкую ткань живота, чуть выше пупка, кишечник разрезан примерно на уровне 12-перстной кишки. Разрез продолжается через межпозвоночный диск между вторым и третьим позвонками поясничного отдела позвоночника. Но самым скверным было вовсе не это анатомическое заключение. Патолого-анатом сделал вывод, что все указанные повреждения были нанесены объекту прижизненно, а непосредственной причиной смерти стала потеря крови. Язык медицинского доклада не говорил прямо, что это означало, а для меня это значило, что Клара Габблер, когда убийца отправлял ее душу в иное измерение, была еще жива. Иными словами, подумал я, расчленение произвели с целью сделать тело жертвы более компактным, чтобы от него было легко избавиться. Ну, чистейший сатизм. Но в то же время преступление не имело отношения к сексу. ни одна из женщин не подверглась насилию. Более того, согласно заключению судного эксперта, вскрытие не обнаружило никаких следов их недавней сексуальной активности. В ходе допросов Егоды, Ригенса, соседи по пансионату, Паломар апартамент, где жили девушки, их коллег из Голубого попугая, следователи интересовались, не подрабатывали ли сестренки на стороне проституции, «Вполне законный вопрос», пояснил Гольдштейн. «Девочки однояйцевые близнецы, работают в шоу-бизнесе, это заметил Лас-Вегас, почему бы им не дать несколько сеансов любви втроем, чтобы свести концы с концами, в этом нет ничего особенного, это бы никого не удивило». Но если верить словам Ягоды, то Клара и Карла, не будучи естественно девственницами, были не такими. «Да, совсем не такими», сказал Гольдштейн, «и развлечества ходили нечасто». Ягода показала, что сестры Габлер были категорически против подобных вещей. Их выводили из себя малейшие намеки на это, как вам, наверное, известно, довольно распространенное явление, и даже не любили вдвоем ходить на свидание. На формальное познание девушек пригласили Ягоду, и та сообщила для протокола, что, когда сестры были живы, она могла отличить Клару от Карлы по манере держаться и разговаривать, но после гибели. Полную идентификацию в конечном итоге провели по карточке донсиста. Ни одна из девушек не страдала кариесом, но Клара в возрасте девяти лет отклала кусочек зуба, ей уже будучи взрослой пришлось ставить фарфоровую накладку, что и позволило следователям определить принадлежность тел. Из полицейских докладов со всей определенностью следовало, что сестер Габлер убили там, где обнаружили трупы, и лишь хищники отвлокли их тела на несколько ярда в сторону. Я снова внимательно просмотрел папки и сделал выписки, затем несколько часов еще изучал страшные снимки, рассматривал зарисовки и перечитывал документы. К концу работы я ужасно устал, и мне было тошно от мысли, что драгоценное время потрачено зря. И тем не менее, я остался в Вегасе. Шофлер начнет приставать ко мне с вопросами, сделал ли я то или это, а если не сделал, то почему. Мне казалось, что я слышу, как он бубнит. Поговори стами и годы, сходи в голубой попугай, посети место преступления, выясни, где не добыли костюмы. Когда я сказал об этом Гольштейну, тот кивнул, вам надо потолковать с чейзортом. Барри чейзортом, он патологоанатом и работал по этому делу. Толковый парень. Не исключено, что он заметил больше, чем смог включить в свое письменное заключение. Что, например? Ну, кто его знает, пожал плечами Гольштейн? Предположения об орудии убийства, какие-то соображения насчет личности преступника. Одним словом, то, что не подкреплено фактами. Всякого рода предположения и допущения не входят в круг обязанностей медэксперта, и у них есть веская причина не включать свои домыслы в формальное заключение. Все изложенное на бумаге может казаться в суде. Эти ребята оставляют в письменном заключении лишь то, что в состоянии подтвердить. Но у них, как правило, есть свое мнение по делу, и хороший судебный медик, вроде Чизуорта, всегда может поделиться своими соображениями с детективом. Однако, в данном случае вам не повезло. Этим детективом был покойный Джерри Олмстед. Я занес записную книжку имя Чизуорта и номер его рабочего телефона. Костюму можете вычеркнуть, продолжал Гольдштейн. Я скажу вам, где девицы их раздобыли. Голубой попугай, управляющий как вот там, ах да, Риггенс. Так вот, этот самый Риггенс писал кипятком по этому поводу. Джерри не мог поверить своим ушам. Произошли два убийства, совершенные с особой жестокостью, а этот недоумок исходит мочой из-за пропажи пары костюмов. Мы даже подумали, что он потребует вернуть ему тот, что остался целым. Но почему они были в сценических нарядах? С какой стати их надели? Возможно, они направлялись на работу. Не исключено, что предпочитали переодеваться и гримироваться дома, поскольку терпеть не могли артистическую уборную в попугаи. Часы на руке Гольдштейна слабо пискнули, и детектив поднялся со стула. Мне пора, сказал он и протянул руку, которую я пожал со словами благодарности. Рад был вам помочь, произнес он. Если что-то понадобится, звоните, не стесняйтесь. Вы намерены побывать в колдовском ущелье. Возможно, впрочем, не знаю, что полезного смогу там увидеть. Я по-прежнему не представлял, каким боком дело Габблер связано с пропажей детей, и укрепился во мнении, что Шофлер предложил мне прокатиться в Вегас, чтобы я уехал из дома. Однако, с Гольдштейном этими соображениями я делиться не стал. И, тем не менее, я был благодарен Шофлеру. После того, как я прекратил бесконечные в деньи, изучая списки, звоня по телефону или погружаясь в виртуальный мир, я увидел всю бессмысленность своих действий. Это было движение без цели, какое-то беличье колесо. Согласно Евангелию от Рея, место преступления следует посещать обязательно. Заранее неизвестно, что оно может тебе сказать. Гольдштейн взял с стола папки и, искосо взглянув на меня, добавил, с другой стороны, не пытайтесь покорить колдовское ущелье в городских ботинках. Возможно, вам даже стоит пригласить проводника. Места там, мягко говоря, неровные. Кроме того, в это время года следует отправляться с утра пораньше и начало спалить солнце. Насчет солнца Гольдштейн не ошибся. Машина раскалилась, и чтобы прикоснуться к баранке, мне пришлось открыть двери, врубить на полную мощность кондиционер с обдувателем и ждать добрых пять минут. Только сейчас я понял, почему аборигены так внимательно относятся к оконным ставням. Жар здесь, возможно, и сухой, но о здоровье заботиться все равно следует, и лишняя защита от солнца не помешает. Проезжая мимо банка, я бросил взгляд на термометр. 41 градус по Цельсию. Когда я вернулся к себе, в тропикане работал какой-то болгарский акробат. Под редкие аплодисменты и зрителей он стоял на одной руке на неустойчивой сложной из кирпичей колонии. Зрители было кот наплакал. Основная масса гостей и посетителей приехали к круговым автоматам и не смотрели в сторону артиста. Автоматы сверкали разноцветными огнями, сопровождая световую феерию, звоном, гулом и грохотом. Добравшись до своего номера, я извлек сделанные в полиции записи и составил перечень предстоящих действий. Первое. Голубой попугай. Риггенс. Второе. Егода. Сожительница. Третье. Подолгонатом Барри. Чейзорд. Четвертое. Колдовское ущелье. Я решил действовать последовательно в соответствии с указанными в списке номерами. Если мне повезет, то с первыми тремя пунктами можно разделаться уже сегодня, чтобы двинуть в ущелье на следующий день с утра. Но особого оптимизма я не испытывал. И, потянувшись к телефонной трубке, подумал, что поиски по Евангелию от Рея мало чем отличаются от бега в пресловутом Беличем Клесе. Две молодые женщины, одна яйцевые близнецы, облаченные в откровенные наряды. Одна из них зверски убита, другая расстреляна. Шофлер, конечно, славит своей интуицией, но на сей раз он явно ошибается. Это дело не имеет ничего общего с пропажей моих детей и не может иметь. Глава 23 Хотя голубой попугай располагается всего в паре кварталов от стрип, он стоит на несколько ступеней ниже по сравнению с другими казино. Заведение это поражало своим потрепанным видом. Несколько пегоревших трубок на гигантском световом табло придавали неоновому попугаю забавный вид. Создавалось впечатление, что птица линяет. Я подъехал к охраняемой парковке и передал ключи от машины величественного вида человеку лет примерно шестидесяти. Он, в свою очередь, вручил мне яркую квитанцию на выезд, сопроводив это действие с Ромки в ком. Я подумал, что поскольку вся экономика Вегаса сводится к сфере услуг, то здесь должно находиться множество людей подобного типа, фронтоватых, весьма уважающих себя отставников, похожих на членов совета директоров крупной корпорации. В шесть часов вечера заведение внутри выглядело потертым и убогим. Игра шла лишь за двумя столами. Занавес на сцене был закрыт, а зал почти пуст. Несколько самых закаленных бойцов орудовали у игровых автоматов, на большинство посетителей явилась попугай ради так называемого раннего ужина ценой в три доллара и девяносто девять центов. Усталая женщина в платье с рисунком под шкуру гепарда, тяжело вздохнув, повела меня в кабинет босса. Офис оказался десятифутовым помещением со стенами обшитыми пластиком, сильно вытертым пурпурным ковром на полу и письменным столом из древесно-строжечных плит. Фонировка на столешнице начала облизать и в некоторых местах уже скручивалась в трубку. Клей Риггенс оказался лысым субъектом с бегающими глазками, и на вид ему можно было дать лет пятьдесят, хотя сам он, похоже, с этим не соглашался, о чем свидетельствовала большая бриллиантовая фенечка в левом ухе. Видимо, когда-то парень знал лучшие времена. Когда я вошел, он разговаривал по телефону, держа в свободной руке банку доктор Пеппер. Риггенс приподнял банку в знак приветствия и продолжал беседу. Речь шла о ремонте плавательного бассейна. Я стоял минут пять, пытаясь подсчитать число находящихся в комнате пустых банок доктор Пеппер и размышлял, какую полезную информацию можно извлечь из мистера Риггенса. Банок оказалось четырнадцать. А насчет информации я особых надежд не питал. Да и о чем могла идти речь, если я понятия не имел, что именно надеюсь узнать? Что-нибудь произнес поселившийся в моей голове Шофлер и сразу добавил, расследование часто идет окольными путями, и парень способен сказать нечто такое, что в будущем можно будет связать с другими, пока еще неизвестными тебе фактами. Прошу прощения, извинился Риггенс, положив наконец трубку. Но в наше время, чтобы решить пустяковый вопрос, надо подгонять стадо бездельников. Вы наверняка понимаете, что я имею в виду. Он покачал головой и продолжил. Вы пришли по поводу сестер Габблер, не так ли? Именно так. Готов вам помочь, но я почти не знал этих девочек, если вы понимаете, что я хочу сказать. Но они работали у вас восемь месяцев, напомнил я. Да, 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 но у меня работает множество людей. Я тех двух как раз и не знал. Мне даже было неизвестно, где они живут. О чем еще я мог его спросить? А как они, а как они работали, хорошо или не очень? У нас было шоу с птичьей темой. Сестры выходили на сцену в своих нарядах, стаскивали топы и тряслись сиськами вместе с дюжиной других девчонок, пока солисты, певцы и танцоры выделывали свои номера. Не могу сказать, что у сестричек это здорово получалось. На них работало то, что они близнецы, и вот, пожалуй, и все. Дело в том, что они даже не были красотками, поделился Клей Риггенс. Я им постоянно твердил, что надо больше работать над собой, ну, чуть уменьшить носы и урить сиськи. Он издал лающий смешок. После этого я говорил, возможно, я не стану больше вас показывать публики. Вот так. Мистер Риггенс с шумом выдохнул воздух и заброванил пальцами по столу. А что вы подумали, когда они не явились на работу? Вообще-то, сказал он таким тоном, словно никогда об этом не думал, это было на них не похоже. Надежные девочки, надо отдать им должное, не пропустили ни единого дня. И вы не удивились, когда они не пришли? Вам не пришло в голову, что с ними могло что-то случиться? Он задумался, подергал руками, так словно отталкивал от себя подобную идею и промолвил. Нет, это же Вегас, сынок. И что ж, вы все-таки подумали? Хотите знать правду? Он потеребил серьгу. Я подумал, что они укатили домой, устроились на работу в супермаркет или лавочку, какую-нибудь молочную королеву или что-то в этом роде. Я подумал, что они подобно большинству приезжающих сюда девочек надеялись встретить прекрасного принца или попасться на глазах какому-нибудь голливудскому режиссеру или кому-то другому из тех, о ком мечтают девчонки. Когда сестры поняли, что это мне суждено сбыться, подумал я, они упаковали чемоданы. Девочки были немного застенчивыми и поэтому не решились поставить меня в известность. Во всяком случае, я так думал. Он пожал плечами и допил то, что оставалось в банке, доктор Пеппер. «Хотя все могло быть совсем не так. Что вы хотите им сказать? Тамми она жила с ними в одной квартире и привела сестричка мне. Славная девочка, сейчас работает в Сэнси. Близнецы сообщили, что им предстоит прослушивание и, возможно, они скоро сменят работу. Я напрягся. Было что-то новенькое. Какое прослушивание? Тамми мне этого не сказала, пожал плечами Риггенс. Тамми ее жених Джемс жили в новом кондоминиуме в пяти милях от города по направлению Гуверовской плотине. Их гостиная была пустой, считать огромного телевизора и чрезмерно пухлой софы. «Мы только что переехали извиняющимся тоном», пояснила Тамми. «Но скоро здесь будет замечательно. Хорошо, что мы с Джемсом минималисты. Правда, дорогой?» Она дарила жениха улыбкой, мощностью по меньшей мере в один мегаватт и просила принести мне стул. Джеймс притащил из обеденной ниши видавший виды стул с прямой спинкой. Молодые люди усели с рядышком на софе, стараясь держать руки подальше друг от друга, но это им плохо удав — Да во всех смыслах, — ответила Тами. — Готовы были сделать для вас все, буквально все. И, кроме того, она взглянула на Джеймса. Они были немного наивными. — Она хочет сказать, что девочки не имели сексуального опыта, — пояснил Джеймс. — Джеймс! — негодующий воскликнула она и наградила любимого легким девичьим шлепком. — Но он же спросил, — произнес в свое оправдание Джеймс. — Так почему мне не сказать то, что ты думаешь? Я-то не был знаком с этими девочками, но, судя по тому, что говорила мне Тами, они были слегка не в себе. — Он прав, — подтвердила Тами, сопровождая вздох печальным покачиванием головы. — Они были такими наивными. Верили и мужчинам, когда те утверждали, что не женаты. — Выходит, они нечасто встречались с мужчинами. Очень редко. Я прожила с ними под одной крышей почти год, и за это время каждая имела не больше пары мужчин. Поймите меня правильно, девственницами они, конечно, не были, но считали, что, знаете, сексом нужна любовь. Вы представляете? — И никаких прошлых дружков или настойчивых преследователей, вызывавших у них тревогу, не было? Никаких поклонников или те, кто с ними амурничал хотя бы с одной из них? — Я встретила Джеймса примерно за две недели до того, как сестры пропали, и... Она посмотрела на жениха. Это была любовь с первого взгляда. Возможно, они кого-то и встретили за эту пару недель. Я не знаю. Я была жутко занята, но, скорее всего, у них никого не было. Джеймс погладил ее бедро и поцеловал в шею, а я ощутил себя человеком, подглядывающим в замочную скважину. — Парни подгребали к ним постоянно, — продолжала Тами, — но домой они никогда никого не приводили, они были не такими. И я учил их быть осторожными. В попугайе есть специальный человек, который после работы сопровождает девочек до машины. Но, несмотря на это, я всегда говорил им, что прежде чем сесть в автомобиль, надо проверить, не притаился ли кто-нибудь на заднем сидении. Всегда следует знать, кто у вас за спиной. — А вы не видели, случайно, около них человека с собакой? Собака породы уиппет. — Нет, Клара боялась собак. Они предпочитали кошек. — Я поинтересовался, не увлекались ли сестры и Габблер средневековыми фестивалями или ярмарками? — А это что такое? — Это Тами такие заморочки с рыцарями и прочим дерьмом в этом же роде, — наставительно произнес Джеймс. — Как в фильме «Эскалибур». Мой двоюродный братец Уилсон затащил меня как-то на такое мероприятие пару лет назад. Мне все это показалось сущим дерьмом, но кузен обожает подобную хреновину. Он снова погладил бедро невесты. — Впрочем, это как раз то, что сестры могло быть по вкусу. — Не думаю. — Вмешалась Тами. — Они, как бы это сказать, не были историчными. Сестры обожали смотреть фильмы про Гарри Поттера, — просветлев лицом, добавила она. Я спросил у Тами, что, по ее мнению, могло с ними случиться. — Не знаю. — Глядя на Джеймса, ответила девушка. — Наверное, какой-то псих. — А кто же еще? — Наверняка психопат. Тот, кто следил за ними, от самого попугая, чтобы узнать, где они живут. Тайком крался следом. Она крепко зажмурилась и добавила, — Жуть, как страшно. — После того, как Тами увидела брошенных кошек, я не позволял ей даже приближаться к старой квартире, — сказал Джеймс. — Еще до того, как копы нашли тела, Тами знала, что произошло нечто ужасное. Она это просто знала. — Да, и это тоже было очень печально, — произнесла Тами. Я имею в виду кошек. Я пыталась найти для них новый дом, но у меня ничего не получилось, и пришлось отправить бедняжек в кошачий приют. — Флейригенс упомянул о каком-то прослушивании, — заметил я. — Вы об этом что-нибудь слышали? — О, да-да, это так печально. Они так этому радовались, ведь девочки протирали задницу на курсах, где учат говорить, ходили в танцклассы, отбеливали зубы. И, похоже, все это было не зря. И вот такое. — А какое прослушивание им предстояло? — С какой целью? — Какое-то магическое шоу. Пожала плечами Тами. — Магическое шоу? Вы хоть что-то о нем знаете? Это было... Это было через два дня после того, как я встретила Джеймса. Мне о прослушивании сообщила Клара, когда я позвонила им, чтобы сказать, где нахожусь. Я знала, что они тревожатся. Клара говорила, что они, наконец, попали в яблочко. Она была в их стазе, но я звонила по мобильному и вдобавок с работы, поэтому в детали не вдавалась. Эзме Брюстер, владелица и одновременно жилица пансионата Паломар Апартамент, приветствовала меня радостными возгласами. На Витке было лет шестьдесят, а, может быть, все семьдесят. На груди дамы, на бусах из горного хрусталя, висели очки для чтения. В одной руке она держала пульт дистанционного управления цветным телевизором, а в другой — дымящуюся сигарету. Махнув сигаретой в сторону включенного ящичка, она сказала, «Входите, дорогой, но не открывайте огня с порога, я кое-что осмотрю». На экране шло ток-шоу «Маури Пович». «А теперь взглянем на правильный ответ», — предложила Маури. Камера обратилась в сторону черного подростка. Парнишка сидел снизу, опущенной головой, украшенной по меньшей вере тысячу тугих косичек. Затем нам показали весело улыбающегося малыша. «Итак, отцом двухлетнего Девона», — торжественно провозгласила Маури, открывая конверт, — «являешься ты, Доннелл». Какая-то явно страдающая ожирением женщина вскочила со стула, исполнила нечто вроде победного танца и затрясла кулаком, проклиная паренька с косичками. Слов ее мы не слышали, а губы, когда она израгала проклятие, покрывала туманной рябь. Эзме выключила телевизор и притушила сигарету. «Идиотская передача!» «Ну и пусть. В моем возрасте уж нет ни малейшего желания заниматься решением ближневосточных конфликтов. Итак, вы пришли, чтобы поговорить о девочках Габблер. Чем я могу вам помочь?» «По правде говоря, не знаю». Признался я и, представившись, объяснил, почему занимаюсь убийствами близнецов. «О, Боже! Так это вы! Ну, конечно, маленькие мальчики! Я видела вас по телевизору! Ужасно! Ужасно! Так вы считаете, что может существовать какая-то связь между вашим делом и делом Клары и Карлы, великий Боже!» «Вообще-то, девочки, будь я проклята, были лучшими из всех моих жильцов!» «Какой ужас! Платили вовремя! Квартира всегда была чистой, как стеклышко! Мужчин не приводили!» «Когда они пропали, и я находилась в лечебнице. Дисбаланс электролитов или какая-то другая хреновина в этом роде! Если б я была дома, то, будь я проклята, заявил б о исчезновении значительно раньше, чем это сделали другие!» «Значит, вы встречались с ними регулярно?» «Каждый божий день! Они были домашними птичками, в город выезжали крайне редко!» Я задал ей стандартную серию вопросов о высоком мужчине, тощей собаке и средневековых фестивалях. Ответ был одним и тем же «нет, нет и нет, насколько мне известно!» «Вы слышали что-нибудь о прослушивании на предмет их участия в магическом шоу?» «Да, и это делает событие особенно печальным! Они трудились, как проклятые, совершенствуя свои таланты, тратили все свои с таким трудом заработанные деньги на оплату разных уроков, и вот когда они, наконец, прорвались, она тяжело вздохнула и тут же зашлась в кашле. «Кто хотел их прослушать?» «Это было новое шоу!» — ответила Эзме, постучав пальцем по лбу. Оно должно было вскоре открыться. Впрочем, предстояло еще несколько недель репетиций. Клара говорила мне, что шоу должно было называться... Она снова вздохнула и, пытаясь вспомнить, подняла глаза к потолку. «Мересса шоу! Мраса! Малесса!» — одним словом, что-то в этом роде. «Расслушивание, как мне кажется, должно было состояться в Луксоре или в Мандалайбей. Я поинтересовался ее мнением о том, что могло случиться. Она затянула с очередной сигареты и, немного помолчав, ответила. «Я думаю, что какой-то псих заманил их в красные скалы и убил ради развлечений». Да, такова господствующая версия. А что еще могло быть? Полиция докопалась до их школьных дней, прочесала родной город, но ровным счетом ничего не нашла. В убийстве, как мне кажется, не было ничего личного. Вы понимаете, что я хочу этим сказать? Вы так думаете? Да, никто не предъявил каких-либо требований. Сексуальные мотивы тоже отсутствуют. Вот это и заставляет меня думать, что девочек убили ради развлечений. Не исключено. Если смотреть телевизор столько, сколько смотрю я, заметила Эзме, то начинаешь понимать, до чего могут докатиться люди. Судя по реалити-шоу и новостям, мы приближаемся к нравам Древнего Рима. Разница лишь в том, что когда у нас начнутся гладиаторские бои, какая-нибудь Барбара Вова будет брать у парня интервью перед тем, как тот выйдет на арену. А гладиатор горячо поблагодарит тех, кто дал ему возможность умереть перед камерой. Своего агента, своего стилиста, личного тренера. Я могу взглянуть на их бывшее жилье. А там просто не на что смотреть, дорогуша. В их квартире сейчас обитает молодая пара с младенцем. А что случилось с вещами? Я держала квартиру в первозданном состоянии три или четыре месяца. Пожиток у девочек было немного, а то, что они имели гроша ломного, не стоило. Но я все никак не могла заставить себя очистить помещение. Полиция, в конце концов, отыскала в Северной Дакоте какую-то их кузину, но та ничего не захотела взять, ни единой вещи. Печально, не правда ли? Она не была знакома с девочками и даже не пожелала их хранить. Их закопали здесь за счет штата. Я же в итоге отдала все, что осталось полезного. В алое сердце эти филантропы пришли и все забрали. Поскольку запас моих вопросов был исчерпан, я поблагодарил миссис Брюстер и поднялся. Но старушка меня остановила. «Великий Боже!» — сказала она. «Что вы подумали, увидев те откровенные наряды, в которых они погибли? Ведь вы наверняка решили, что они были на просмотре или прослушивании, не так ли? Вы думаете, а разве вы так не считаете?» Какой-то псих заманил девочек в ловушку, сыграв на их надеждах и мечтах. Он заставил их надеть сценические костюмы, произнести слова роли, потанцевать, а затем вынудил бедняжек отрепетировать свое собственное убийство. Дама покачала головой и снова зашла с приступи кашля. Затем она закрыла глаза и, словно вознося краткую молитву, прошептала. «Какой мрак! Какое чудовищное зло!» Когда охватившая меня дрожь прошла, я еще раз выдавил слова благодарности. Ожидая, когда охладится салон машины, я думал, что Эзма Брюстер, возможно, права. Сестры Габблер выступали перед своим убийцей. Ну и что же из этого следовало? Я по-прежнему не видел, какое отношение. Это может иметь Кевину и Шону. В тропикане на автоответчике меня ждали два сообщения. Первый был от Лис. «Что ты делаешь в Вегасе?» Полным негодования голосом вопросила она. И тут же, перейдя на приказной тон, распорядилась. «Немедленно позвони». Второе сообщение оставил судебно-медицинский эксперт Барри Чиизворд. Патологоанатом предложил встретиться и назвал какой-то длиннющий номер. Да, беседовать с Лис мне становилось все труднее и труднее. Она понимала, что ведет себя по отношению ко мне, по меньшей мере, несправедливо. Чтобы что-то изменить, моя супруга даже обратилась за помощью к психотерапевту, однако я по-прежнему оставался для нее следоточием зла. Она винила себя в том, что позволила мальчикам пожить у меня, и теперь проигрывала в уме бесконечные варианты. «А что было бы, если бы...» Одним словом, та крошечная часть вины, которая не приписывалась мне, лежала, по ее мнению, на ней. Похититель мальчиков в эту картину не вписывался и совершенно не принимался ею во внимание. Она позволила детям остаться у меня. Если бы она тогда отказала, если бы разрешила мне увезти их на побережье... Все же я заставил себя позвонить. «Халло!» — услышал я слегка дрожащий и неуверенный голос. «Привет!» «Что ты делаешь в Вегасе, Алекс?» «Играешь?» «Я расследую предположение, которое высказал Шофлер. Неужели твой Шофлер сейчас не имеет никакого отношения к делу?» Он не просил отстранять его и продолжает помогать мне. «Ну и какое же предположение он высказал?» Я не знал, что и сказать, и был уверен лишь в том, что о близнецах Габблер упоминать нельзя. Убийство женщин слишком чудовищно, чтобы говорить о нем, Лис. Тем более я и сам сомневался в связи между этими двумя делами. Предположение неудачное, оно меня никуда не привело. «Тебе не следовал ехать в Вегас. Папа много думал об этом и считает, что тебе нужно прочесать дома вдоль Шейд-Велли-Роуд. По его мнению, это наиболее вероятно, полиция проверяла эти дома, Лис, и не один раз. Но папочка убежден в своей правоте», — взвизгнула она, потеряв над собой контроль. Некоторое время мы продолжали в том же роде, и тон ее становился все более нетерпимым. «Я все же рассчитываю на твою финансовую помощь. Ты начнешь, в конце концов, работать или нет? Я не желаю оплачивать твои путешествия в Вегас. Я говорю очень серьезно, Алекс. Так что следующий чек от тебя должен поступить вовремя, иначе ты здорово пожалеешь». Я попытался внушить себе, что это злобная сука, ненастоящая Лис. Настоящая Лис, не желая жить с постоянным чувством потери и страха, пытается подменить их гневом. Лис, я серьезно, Алекс, и не проси меня уменьшить алименты, даже не пытайся. Мне хотелось сказать жене нечто такое, что могло поддержать ее и утешить, но... Деградация супруги и ее злобная мелочность повергли меня в уныние. Мне казалось, что, начав говорить, я не выдержу и сорвусь, поэтому я просто молча положил трубку. Она звонила еще четырежды, выступая каждый раз все более злобно и язвительно. Ее визгливый тон был теперь навечно запечатлен в моей голосовой почте. Глава двадцать четвертая С баре Чизуортом я встретился на первом этаже своего отеля в экстравагантном ресторане под названием «Алкогольные джунгли». Как и большинство других ресторанчиков, которые я встречал на своем пути, французское бестро, Красная площадь и так далее, джунгли были заведением тематическим. По стенам струилась вода, в центре зала, в открытом колодце полыхал огонь. Фантазия на тему сафари, — подумал я, — с водными мотивами. Чизурт оказался весьма плотным мужчиной лет пятидесяти с плечищами штангиста. Между его нижней губой и подбородком торчал столь модный в наше время пучок волос. — Благодарю вас за хороший повод выбраться из дома, — сказал он, едва не сломав мне пальцы в рукопожатии. — Живу я, естественно, один. Но, тем не менее, он рассмеялся в своей шутке, и я разделил его веселье. — Попробуйте мохито, — предложил он, поднимая высокий стакан. — Любимое пойло Химингуэй производит сильное действие. — Обычно я пью пиво, но мне показалось, что Чизурт обидится, если я отклоню его предложение. — Почему бы и нет? — Еще две дозы этой отравы, — бросил он бармену, и, повернувшись ко мне, сказал, — Итак, вы хотите услышать от меня байку о деле сестер Габблер? — Так. Чизурт наклонился ближе и понизил голос. — Но я хочу заявить, без всяких экиоков, то, что я вам скажу, не для печати. Все должно остаться строго между нами. Даю слово. — То еще дельце. Я много чего видел, но это было действительно нечто. Он привычным жестом тронул поросль под губой, так, словно ему не хватало уверенности, и напомнил мне Шона, который, чтобы обрести веру в себя, теребил одеяло. — Шон, когда я начинал непроизвольно думать о мальчиках, что случалось десятки раз за день, мне казалось, что под моими ногами разверзается земля, и я проваливаюсь в пропасть отчаяния. Но в течение последней пары недель мысль о детях, о том, что они пропали, стала действовать на меня несколько иначе. Я заставлял себя прочувствовать потерю и понимал, что в глубине души начинаю к ней привыкать. Официант принес мохито, и чизворд, прикоснувшись своим стаканом к краю моей посудины, пожелал мне здоровья. — Знаете, — сказал он, — я с самого начала считал, что парень, так поступивший с девочками, не ограничится разовым выступлением. Вам удалось раскопать еще что-нибудь? — Видите ли, мой интерес к делу носит весьма специфический характер, — заметил я и пояснил, с какой целью приехал в Вегас. Выслушав меня, он сделал здоровенный глоток и потрогал бородку. — То-то мне знакомо ваше лицо. — Но какая, прости господи, может быть, связь между вашими мальчиками и девочками Габблер? — Однояйцевые близнецы, — пожаловали плечами. — Близнецы, да. Но совершенно разные близнецы, если так можно выразиться. Девицы работали в шоу-бизнесе. Возможно, они были очень хорошими девочками, но, тем не менее, им приходилось загаляться. Трудно представить, что тот же самый псих, который их похитил и прикончил, мог проявить интерес к первоклашкам мужского пола. Я снова лишь пожал плечами. — Ну да ладно. Пара вещиц. В деле Габблер меня действительно зацепило чертовски сильно. Неужели? — Мы имеем девушку, — снова склонился он ко мне, — разрезанную надвое. Поскольку животные пару недель питались ее торсом, у меня не было никаких шансов установить с достаточной точностью, какой инструмент использовали для расчленений. Инструмент был металлическим и достаточно острым. И это, пожалуй, все, что я мог определить. На суде и, соответственно, в формальном письменном заключении можно приводить лишь факты и обоснованные доводы. Никаких допущений. — В данном случае, — покачал он головой, — звери растерзали в клочья все мягкие ткани живота и даже обглодали некоторые кости. У меня замерло сердце. В ранах подобного типа обычно удается обнаружить фрагменты металла, что позволяет определить характер оружия. В случае с Кларой и Габблер эти фрагменты сожрали звери, а то, что осталось, было повреждено насекомыми или иными представителями местной фауны. Да, две недели — время немалое. В ином, более влажном климате, останки за это время успели бы превратиться в пульпу. А в нашем случае мне удалось извлечь из них кое-какие сведения. — Вы, наверное, понимаете, что я видел множество ран, да и сам их нанес чертову уйму. По моему глубокому убеждению, хотя на суде я был бы не в праве об этом говорить, Клара Габблер была разрезана надвое мощной циркулярной пилой, перемещавшись через ее торс слева направо. — Довольно большой пилой. Возможно, вот такого диаметра. Он поставил стакан с мохито на стол и развел руки примерно на полтора фута. — Мелкие зубцы и твердый металл. Во всяком случае, достаточно твердый, чтобы легко просечь кость. — Я могу утверждать это, поскольку костных осколков в ране оказалось очень мало. — А эту пилу, ту, которую, возможно, использовали, достать легко, ее можно купить? — Конечно. — Ведь речь идет о самой обычной пиле, которую можно приобрести в любом магазине, торгующим инструментами. Но проблема состоит в том, что для работы большой пилы в пустынной местности требуется генератор. Можно, правда, прибегнуть к старинному способу использовать двигатель автомобиля. Кроме того, нужно нечто вроде верстака. Все это оборудование требовалось доставить в труднодоступный ледяной каньон. Для этого годятся лишь внедорожники типа лендровера. В районе, где обнаружили тела, использование вездеходов запрещено. Но пустыня Мохаве не обнесена изгородью. Туда сравнительно легко добраться из долины смерти. Мы нашли там следы машин. Множество следов. — Особенно удивляет меня одна вещь. Зачем тащить туда циркулярную пилу? Генератор и рабочий стол, нарушая при этом запрет на использование внедорожника. Зачем привлекать к себе внимание, если ты собираешься совершить убийство? Это я никак не могу понять. Я хочу сказать, что если вы вдруг задумали кого-нибудь расчленить, то цепная пила подходит для этой цели гораздо лучше. Я прекрасно понимал, что он имеет в виду. Так с какой же стати кто-то решил оснащить себе жизнь? У вас есть на эту тему какие-нибудь соображения? — Никаких. Он пожал плечами, сделал глоток мохиту и закончил. — Поскольку у парня явно съехала крыша, то искать логики в его поступках не имеет смысла. Я жестом попросил бармена дать нам еще по стаканчику. — Отличный пойло, не так ли? — Да. Чизуорт, видимо, не шутил, когда благодарил меня за то, что я вытащил его из дома. Он немного поговорил о Хемингуэе и Кубе, поведал о своем путешествии в Гавану и высказался по поводу эмбарго. Потребовалось некоторые усилия, чтобы вернуть его на нужные рельсы. — У вас имеются еще какие-нибудь соображения в связи с делом Габблер? Он задумчиво подергал волоски и под нижней губой немного помолчал. — Имеются. И от этого голова идет кругом. — Ведь читали мое заключение, не так ли? — Да, читал. — Значит, знает, что эта крошка Клара была жива, когда... Ну, когда это произошло. Я молча кивнул. На теле остались следы опилок. На икрах ног, на затылке, подошвах туфель, на пальцах опилки сосны. И никаких повреждений или ран на руках или ногах, свидетельствующих о попытках отбиться. Гроб вполне возможно. Не исключено, что парень хотел их похоронить, а потом передумал. Но более всего меня поразило следующее обстоятельство. Когда Клару Габблер пилили на часть, она была жива и при этом не связана. Во всяком случае, я не нашел никаких следов, никаких потертостей, никаких ссадин на запястьях или лодыжках и абсолютно никаких следов борьбы с целью освободиться. Под ногтями у меня не осталось следов кожи, грязи или дерева. Ничего. И что это должно означать? Наркотики. Я вначале тоже так подумал, но следов наркотических веществ не нашел. Так что же это все-таки означает? Это означает, что ее предварительно не связывали. И, насколько я мог определить, не напаивали наркотиками. Женщину пилят надвое, и она при этом не связана. Объясните мне, как такое можно устроить? Ложись, крошка, и, пожалуйста, не двигайся, это будет совсем не больно. Ну, так что ли? В дальних уголках моего сознания зашевелились какие-то мрачные тени. Но что они означают, я не понимал. Возможно, она не знала, что должно случиться. Неуверенно предположил я. Возможно. Но, как я уже сказал, я провел все мыслимые анализы. Искал седативные препараты, транквилизаторы, следы опиатов и ничего. И никаких расслабляющих мышц и веществ типа курары. Я искал даже следы парализующих средств. Все напрасно. А как насчет второй сестры, той, которую застрелили? — О, это была банальная казнь, — отмахнулся чьи из ворота. — Простой расстрел. Ее положили на землю, лицом вниз, и сделали один выстрел. Револьвер держали достаточно далеко от головы, чтобы не забрызгаться кровью. И это меня, если хотите знать, тоже удивило. — Что именно вас так удивило? — Сравнение. Убийство Клары потребовало больших подглавительных усилий и преодоления разного рода трудностей. Представьте только, что стоило доставить тяжелое оборудование в труднодоступное место, а с Карлой наоборот. Все тихо и мирно, по-деловому, можно сказать. Он допил мохиты и спросил, — почему так? В семь утра следующего дня я уже был в машине, не забыв прихватить с собой все, что мне казалось необходимым, а именно пару бутылок воды, крем от загара, бейсболку местной команды и солнцезащитные очки. Третье мохито было явной ошибкой, и, выезжая из бульвара Тропикана, я все еще сожалел о содеянном. Слепящие лучи утреннего солнца, отражаясь от полированных кузовов и стекол других машин, заставляли меня щуриться. Когда я, свернув на Чарлстон, поехал строго на запад, смотреть вперед стало значительно легче. Я катил в сторону каньона Красные скалы, где нашли свою смерть Клара и Карла. Я ехал мили и мили по плоской, словно обладка для причастия земле. Если ее не совсем таковой сотворил Бог, то дело создателей успешно завершила кампания Асплунд или Каттерпиллер. Городские кварталы сменялись строительными площадками, многие из которых представляли собой лишь отглаженную бульдозерами землю. Справедливости ради следует заметить, что, несмотря на отсутствие построек, все будущие поселения имели выдержанные в местном стиле украшенные высокими кактусами въезды. Сто квартир на верхних этажах, двести на нижних, четыреста на нижних, осталось четыре квартиры. Город явно процветал. Я мог убедиться в этом, изучая в офисе Гольштейна снимки из космоса. Лас-Вегас, разрастаясь, давал обширные метастазы в сторону окружающих его гор. На западе признаки городской экспансии исчезли лишь вблизи каньона Красные скалы, одного из многих природных парков и заказников, расположенных по направлению к долине Смерти и границе с Калифорнией. Лишь подъезжая к каньону, я увидел, насколько красивы эти места. Моему взору открылась пустынная впадина, окруженная бастионами из красного известняка. Отдав пять баксов сторожке у въезда, открывается в шесть утра, я оказался на дороге протяженностью в тринадцать миль, и при этом, как утверждал путеводитель, невероятно живописный. Дежурившая у входа женщина рейнджер дала мне брошюру с информацией о туристских тропах, местной флории-фауне и кратким рассказом об истории природного парка. — Ледяной каньон, — переспросила она, когда я задал ей вопрос. — Паркуйте машину в шестой зоне и захватите побольше воды. Ледяной каньон ее не завозит. В шестой зоне уже стояла одна машина. Это был пикап «Додж» с украшенным парой больших бычьих рогов капотом. На бампере машины красовался стикер, гласивший, «Мой малыш заткнет за пояс лучшего студента». Я выпил полбутылки воды, сунул полную бутылку в карман штанов и двинулся в путь, следуя обозначенному на указателе направлению. Прошагав минут пятнадцать, я отказался от мысли добраться до места, где были обнаружены тела сестер Габблер. Их нашли в небольшом ущелье, именуемом Колдовским, и находящемся за Ледяным каньоном. В колледже я довольно активно занимался скалолазанием, но с тех пор у меня было мало практики. После рождения близнецов я совсем забросил это занятие и не был готов идти по следам обнаружившего мертвых сестричек парня. У меня не имелось даже горных ботинок. А подъем без страховки по почти вертикальной стене Ледяного каньона — явно неподходящее занятие для человека, взбиравшегося последний раз по скалам сто лет тому назад. Еще до выезда из города я много думал, как найти обходной путь, но, оказавшись на месте, понял, что круговой маршрут по сильно пересеченной местности займет несколько часов. Кроме того, для этого потребуются горные ботинки, рюкзак и гораздо больше воды. В итоге я решил лишь приблизиться к месту преступления, чтобы лучше прочувствовать общую атмосферу. Особенно меня занимали две вещи. Только, оказавшись здесь, я понял, что имел в виду доктор Чейзорд. Если его догадки о циркулярной пиле и генераторе соответствовали действительности, то убийце пришлось тащить их в это крайне неподходящее место, находящееся в опасной близости от популярных среди любителей природы маршрутов. Большинство туристов ограничивались тем, что следовали по обозначенному во всех путеводителях кольцевому маршруту парковка, ледяной каньон, парковка. Но район ледяного каньона любили настоящие альпинисты. Именно поэтому там оказался Джош Гомельский. Зачем выбирать столь людное место, если в этой части Невады так много по-настоящему диких районов? Зачем готовить убийства там, где может оказаться масса потенциальных свидетелей? Убийца не мог не знать, что останки сестер-близнецов будут рано или поздно, скорее, рано обнаружены одним из любителей природы, коих полно в этой части Соединенных Штатов. Так почему же преступник не выбрал место, столь же недоступное, но не столь популярное? Первые двадцать минут я шагал по плоской пустыне мимо кустов, кактусов чолья и зарослей юки. Идти было довольно легко, хотя на каменистой тропе приходилось выбирать, куда лучше поставить ногу. Однако вскоре характер местности изменился в худшую сторону, и я заволновался, не сбился ли я с пути. Не исключено, что это был маршрут, обозначенный в брошюре как подъем умеренной сложности, но тропа не имела никаких указателей. «Это же не национальный парк», — подумал я, — «а всего лишь дикий заказник, и надо принимать его таким, какой он есть». Время от времени мне приходилось перелезать через скалы и крупные валуны, а несколько раз, пропустив поворот, я оказывался на краю обрыва и был вынужден возвращаться. Еще через десять минут я растянул лодыжку. Нога болела, но растяжение не казалось серьезным, и я двинулся дальше. Через некоторое время местность стала практически непроходимой, и я снова засомневался, не потерял я тропу. Подъем пока доставлял мне удовольствие, но я понимал, что далек от лучшей формы и совершенно не готов к подобного рода упражнениям. Перед выходом следовало бы подумать о проводнике или, по меньшей мере, о подробной топографической карте. Через некоторое время я столкнулся с еще одной проблемой. Это было солнце. Я чувствовал, что за временной прохладой стоит жар, который обрушится на меня, едва солнце выглянет из-за скал. Воздух стал уже горячее, а солнечные лучи, пробиваясь через расщельный скал, вонзались, словно лазер, в незащищенные темными стеклами очков уголки глаз. Оказываясь, в незатененных местах я чувствовал под своими пальцами раскаленные камни. На дне ледяного каньона солнце оставило меня в покое, и я решил подняться чуть выше к скальному выступу, где из камней торчала небольшая сосенка. Подъем оказался труднее, чем виделось, и, добравшись до цели, я едва дышал, так что даже пришлось присесть. Оглядевшись по сторонам, я обнаружил, что не первым облюбовал это местечко. Недалеко от выступающих из камня корней сосны виднела смятая обертка от жевательной резинки, а в каменном углублении торчали четыре сигаретных окурка. Я достал бутылку тепловатой воды и немного откусил от батончика Твикс. Итак, я находился, правда, в слегка изможденном состоянии на стене ущелья, избранного Джошем Гомельским для восхождения. Я посмотрел вверх, туда, где он наткнулся на останки Клары Габблер. Но место преступления, говоря словами Голли Гольдштейна, ничего мне не сказала. Ну и что из всего этого следует, подумал я, приканчивая Тикс. Убийца выбрал недоступное место. Он распилил Клару на двое заживо. Для этого парень использовал циркулярную пилу. Мерзавец затратил массу усилий, чтобы доставить оборудование на место преступления. Девушки участвовали в прослушивании для какого-то магического шоу. Ну и что из этого следует? Какое отношение имели все эти события к Кеву и Шону? Подняв обертку и все четыре окурка, я затолкал их в упаковку из-под Твикса и сунул в карман вместе с пустой бутылкой. Спускаясь вниз на дно ущелья, я безуспешно пытался понять, каким образом оказался в каменной глуши около Лас-Вегаса в поисках, сам не зная чего, чем я занимаюсь. Лис права — это лишь очередная разновидность беличьего колеса. Я зря трачу время, напрасно трачу деньги, и это путешествие всего лишь проявление моего самодурства. Я был настолько зол на себя, что начал спуск с непозволительной скоростью. Прыгая с риском для жизни со скалы на скалу, мне как можно скорее хотелось добраться до дна каньона. И в этот миг мне пришло в голову озарение. Новая волна ударила меня с такой силой, что я на миг утратил концентрацию, сделал неверный шаг и в следующий момент уже летел вниз. Ударившись в полете какой-то выступ, я ухитрился приземлиться на плоской скале. Совершив аварийную посадку на три точки и ободрав кожу на коленях, я улегся на скальном выступе и стал следить за полетом своих солнцезащитных очков, дальше в пропасть. Что касается меня, то по самой скромной оценке я пролетел не менее шести метров. Склонив голову на раскаленный камень, я закрыл глаза. Падение выплеснуло в мои жилы остатки сохранившегося в организме адреналина. Но само оно, это падение, явилось результатом сумасшедшей идеи, осенившей меня в момент неосторожного спуска. Где нашли тела сестер Габблер? В кладовском ущелье. С какой целью проводились просмотры и прослушивания? Для участия в магическом шоу. Перед моим мысленным взором возникли фотографии трупов и в первую очередь снимки верхней и нижней частей тела Клары Габблер. Клары Габблер разрезаны на две части. Разрезана мощной циркулярной пилой, предположил Чизорд. Тот, перемещавшийся через ее торс слева направо. Значит, если быть точным, то они разрезаны на две части. Распилено. Они находились на сцене и именно поэтому были в своих сценических костюмах. Это было представление? В ходе этого представления Клару Габблер распилили надвое. Из ящика брызгала вполне реальная кровь, а крики были вовсе не искусной игрой актрисы. Это были вопли ужаса и боли. Девушку распиливают на две части, после чего она появляется перед публикой живой и невредимой. Обе части чудесным образом воссоединились. Только в этом случае фокус состоял в том, что никакого фокуса не было. Был двойник, близнец. Я сидел на выступе и смотрел через пустыню, туда, где находился Лас-Вегас, его знаменитая улица, именуемая Стрип. Затем стал извлекать из ладони мелкие осколки камня, пытаясь одновременно сосредоточить свое внимание на сестры Габблер. Так, Эзме Брюстер оказалась права. Это было развлечение, своего рода реалити-шоу. Я поднялся на ноги. Лодыжки болели, с колен стекали струйки крови, во рту пересохло, а весь мир передо мною слегка вибрировал и, казалось, был не в фокусе. Мой организм явно страдал от обезвоживания. Спасая глаза от слепящего солнца, я прищурился, наметил самый удобный маршрут спуска и двинулся вниз, к дну каньона. Но движение не помогало. Я продолжал мысленно сопоставлять различные события. В моих ушах звучали слова братьев Сандлинг о том, как похититель показывал им фокусы. Какого рода? Фокусы с картами и монетами. Он делал так, что монеты исчезали. Магические трюки. Карточные фокусы. Фокус с дамой, которую перед на две части. Близнецы в первом случае и близнецы во втором. Волоча ноги по пустыне в направлении парковки, я ощущал себя слепцом, оказавшимся на краю отвесного утеса. Я пытался выкинуть из головы страшные мысли, осенившие меня во время спуска со скалы, старчащей на ней сосенкой. Я делал все, чтобы вернуться к своему недавнему состоянию полного неведения. Но когда я открыл дверцы, пышущие жаром, словно доменная печь машины, мне стало ясно, что из этих усилий ничего не вышло. Я не мог избавиться от страшных мыслей. На поверхности явлений связь между разными событиями казалась весьма условной, но в глубине души я уже не сомневался, что интуиция в который раз не обманула Шофлера. Между делами близнецов, сестер Габлер, братьев Сандлинг и моих сыновей существовала связь, и общим звеном во всех этих трех делах служила магия. Я впервые понял, какая судьба уготована моим мальчикам, и это приводило меня в отчаяние. Если я прав, и их похитил человек, убивший сестер Габлер, то дудочник не просто убийца. Он убийца-садист, и не просто садист, а кудесник, обладающий виртуозным даром причинять боль и страдания. Мои сыновья должны были стать сырьевым материалом для этого лицедея-убийца. Глава двадцать пятая Я позвонил Шофлеру, чтобы сказать, что интуиция его не подвела, а мы и за тысячу лет не догадались бы, что общим звеном в деле сестер Габлер и похищением моих сыновей является магия или, если хотите, иллюзионизм. Мне не терпелось потолковать с детективом и спросить у него совета. Однако Шофлер отбыл на какую-то конференцию по проблемам безопасности, и мне пришлось оставить ему сообщение. Вообще-то я достаточно хорошо представлял, что может присоветовать Шофлер. Детектив сказал бы, что, во-первых, мне следовало выяснить, не выступал ли дудочник в Лас-Вегасе в качестве иллюзиониста, и, во-вторых, отработать до конца все местные версии. Вегас оказалась как раз тем местом, где следует находиться, если вас интересуют вопросы магии и иллюзионизма. В течение трех дней я увидел массу исчезающих и появляющихся кроликов, а растворяющиеся в воздухе горящие свечи стали для меня заурядным явлением. Тип в смокинге щелкал пальцами. Из ниоткуда, трепеща крыльями, возникала утка или даже гусь. Иногда этот тип демонстрировал цилиндр. Стучал по нему пальчиком, дабы все уверили, что головной убор пуст. Иногда для вязчей убедительности на сцену приглашали кого-то из зрителей. Затем следовал взмах волшебной палочки, и вуаля! Кролик! Настоящий кролик! А полоумив, от ужаса принимается скакать по сцене. Я видел, как шарфы, бечевки и листы бумаги разрывались в клочья лишь для того, чтобы через миг предстать перед изумленной публикой в своем первозданном виде. Я наблюдал за тем, как читают мысли. Я был свидетелем чудесного освобождения от сложнейших оков, сеансов левитации и многих десятков превращений. Обрывка бумаги в птичку, меча в кролика, куклы в женщину и куска веревки в змею. Я много раз видел, как исчезали блондинки с длиннющими ногами, чтобы с улыбкой возникнуть в совершенно неожиданном месте, в задних рядах театра, например. В Сан-Рэмо по вечерам работала группа, именуемая «Волшебные шоу-герлз». Все девицы были красавицами. Свои роскошные груди выставляли на всеобщее обозрение, а ноги у них начинались где-то в области шеи. Помимо своих прелестей, красотки демонстрировали публике карточные фокусы, трюки с монетами и, естественно, кроликами. По окончании всех представлений, публика имела возможность приобрести различного рода сувениры, стандартные наборы для показа фокусов в домашних условиях, репродукции известных рекламных плакатов, красочное жизнеописание Гудини и разнообразные книги по сценической магии и иллюзионизму. Именно в этих ловчонках я демонстрировал продавцам и кассирам портрет дурочника. Я говорил им, что этот человек иллюзионист, и спрашивал, не приходилось ли им его встречать. Некоторым казалось, что они его видели, но где и когда вспомнить не могли. Перед тем, как отправиться на представление Ланса Бертона, я решил побаловать себя пивком. Когда я сделал заказ, ко мне подошел какой-то сильно смахивающий на медведя человек. Бой Твероник представился. Очень рад встрече, смотрите. Я сразу понял, что парень решил продемонстрировать мне один из своих фокусов. У меня не было ни малейшего желания становиться его аудиторией, но бар был переполнен, а избавиться от него, не проявив при этом грубости, было невозможно. Поэтому я решил смириться. Человек сложил свои похожие на лапы ладони, потом медленно развел их, и в воздухе между руками повисла бумажная роза. Затем Вероник резко развел руки, и цветок стал плавно снижаться. Однако прежде чем роза успела коснуться пола, фокусник поймал ее и с легким поклоном передал мне. Сложные лепестки цветка были свитые из бумажной салфетки с монограммой Ланса Бертона, а стеблем служил туго скрученный листок бумаги. Вероник взирал на меня с широкой улыбкой. — Вы сделали ее прямо сейчас. — Здорово! — Особенно впечатляет женщин! Продолжая улыбаться, произнес Вероник. — Я заметил вас на выступлении волшебных шоу-герлс и на спектакле «Пенная Теллера». — Ведь вы же мой коллега-людянист, не так ли? — Не совсем, — ответил я. — А вот вы, как я вижу, настоящий маг. — Можно и так сказать, — рассмеялся Вероник. — Вообще-то я отставной инженер, и фокусы были моим хобби. Однако со временем хобби переросло во вторую профессию. Я выступаю на детских утренниках, на праздновании бар-митцва и бат-митцва, в морских круизах и торговых выставках. Весьма полезное занятие, если учесть, что случилось в портфеле моих акций. Выражаясь профессиональным языком, произошел акт исчезновения. Он рассмеялся в своей шутке. Я последовал его примеру. — Ну, и так, если вы не маг, то кто же вы? Человек, для которого магией стало чем-то вроде наркотика? Я сказал ему, что подвязаюсь на Неве частного сыска и в данный момент разыскиваю убийцу. В последнее время я, пытаясь избежать приступов душевной боли, перестал по мере возможности упоминать о детях. Неизбежный процесс узнавания и, следующее за ним вынужденное проявление сочувствия, вызывали у собеседника излишнюю ажитацию, которая вскоре сменялась с едва скрытой антипатией. А ажитация и легко объяснялась. Она была сродни тому, чуть ли не радостному возбуждению, которое мы испытываем, наблюдая за результатом дорожного происшествия. Ну, а что касается антипатии, то с подобным чувством окружающие хорошо знакомы калеки и раковые больные. Несмотря на то, что опасности заражения нет, здоровые и люди, тем не менее, боятся подхватить болезнь. Со мной случилась ужасная беда, и все подсознательно опасают, что моя злая судьба может распространиться на них. — Убийство? — переспросил Вероник. С таким видом словно сомневался не шучу ли я. — И каким же образом? — позвольте спросить. Все эти магические шоу укладываются в ваше расследование. — Я думаю, что убийца-иллюзионист. — О, Боже, это ж наша область! И кто же этот тип? Профессионал или любитель? — Понятия не имею. — покачал я головой. — Но у меня есть кое-какие зарисовки. Не желаете взглянуть? — С удовольствием. Он некоторое время, склонив голову чуть на бок, изучал рисунки, а затем спросил. — Убийство произошло здесь? — В Вегасе? — Поблизости от города, примерно три года назад. Двух девушек из шоу-бизнеса убили в ущелье Красной Скалы. Вы, возможно, об этом слышали? Он, пытаясь припомнить, наморщил лоб. Но более свежие проявления жестокости, видимо, успели вытравить из его памяти столь древние события. — Великий Боже, я таскаюсь на эти шоу, чтобы выводить что-нибудь полезное для своих представлений, а вы, чтобы подцепить на крючок убийцу. Я утвердительно кивнул. — Если вы действительно хотите узнать что-то полезное об иллюзионизме, и сценической магии, вам следует подклывать с Карлом Каваном, — посоветовал Вернек. Он живет в Вегасе и знает все. — Чем занимается этот Каван? — Он иллюзионист, хотя и не выступает. Карл работает в музее магии, который открыл здесь Копперфильд. — Неужели? — Это частный музей, но Карл знает о магии все, от Альфы до Омеги. Он маг среди магов и, вероятно, сумеет вам помочь. Не исключено, что Карл даже опознает вашего парня. — У вас есть его телефон? — С собой нет, но его номер можно найти в телефонной книге. Карл Кавану, если не найдете, позвоните мне, и я, возможно, смогу дать вам телефон Карла. Я живу в Луксоре, фамилия Вероник. — Огромное спасибо. До начала представления оставалось пять минут, и толпа потекла в зал. Когда я был готов влиться в этот поток, Вероник сунул свой стакан в мою руку и сказал. — Идет моя жена, не могли бы вы подержать пару секунд. Он принялся окрутить в пальцах программку, изготовляя из нее нечто магическое. Через несколько мгновений рядом с ним оказалась очень милая женщина. Чтобы попасть в комнату для маленьких девочек, мне пришлось выстоять длиннющую очередь. — Надо сказать, что ты выбралась оттуда как раз вовремя, — улыбнулся Вероник. — Посмотри, что ты там подхватила. Она, наверное, сидела в отбородной трубе. С этими словами фокусник раскрыл ладонь и продемонстрировал нам бумажного лягушонка. Каким-то непостижимым образом он заставил его совершить прыжок. — О, Бойт! — воскликнула женщина и засмеялась, как девчонка. Я смотрел на лягушку, поразительно напоминавшую бумажного кролика, обнаруженного мной в комнате мальчиков. Меня снова накатил приступ паранойи. — Ведь это он подошел ко мне, а не я к нему. Парень совсем не похож на дудочника, но высок и умеет делать бумажных животных. Он показывает фокусы. — Поразительно! — услышал я свой голос. — У вас получилась замечательная лягушка. — Ничего подобного. Боюсь, что мои суставы слегка проржавели. Сейчас я главным образом использую технику фонариков и, что считается у любителей магии, искусством второго сорта. Плохо. Но изготовление магических бумажных фигурок оригами, иллюзионистами, уходит корнями в далекое прошлое. Эти фигуры, чтобы вы знали, имеют весьма важное значение. — Почему? — Во-первых, их изготовление требует ловкости рук, — ответил Верник. — А в ловкости рук иллюзионистам никак не откажешь. Во-вторых, они являют собой некий продукт трансформации. — Несколько быстрых движений вы превращаете плоский листок бумаги в птицу или животное, но теперь мало кто умеет складывать листки. В наши дни больше применяется техника фонариков, хотя идея та же самая, — с улыбкой закончила. Я ощутил шум в ушах, словно находился на глубине. — А кроликов вы делать умеете? — Бойт, — вступила в разговор его милая супруга, — я не хочу пропустить начало представления. — Не беспокойся, дорогая. Кролика могу создать за полминуты, секунда в секунду. И он создал кролика. Проявив изрядную ловкость рук, мгновенно придал последней странице программке квадратную форму. Затем тоже быстро превратил квадрат в крохотного, забавного крольчишку. Зверек вовсе не был похож на кролика, найденного в моем доме. Я сказал себе, что это ровным счетом ничего не доказывает, но мое подозрение существенно ослабело. Лампы в фойе начали мигать. — Изумительно! — одобрил я, разглядывая примастившуюся на ладони Вероника зверушку. — Ну, пошли же, Бойт! — позвала его жена. Вероник отвесил мне легкий поклон. И кролик исчез. Как он это сделал, я не увидел. Глава двадцать шестая Карл Кавано в телефонной книге значился, и мы договорились о встрече следующим утром. Кавано предложил встретиться в ресторане «Перечница», расположенном, как, пояснил он, в верхней части стрипа, прямо напротив цирка. Эта «Перечница» находилась в изрядно потрепанном, покрытом гонтом здании постройки семидесятых годов, приткнувшемся между двумя массивными соседями. Внутри заведения, под сенью искусственных вишневых деревьев, стояли голубые бархатные банкетки. Кавано, высокий, изящный мужчина в синем костюме, ждал меня около входа. «Мне за шестьдесят», — сообщил он по телефону, — «я ношу большие солнцезащитные очки». Мы обменялись рукопожатием. У Кавана была крупная, сильная рука с длинными, изящной формы пальцами. «Бой-то, как всегда, преувеличивает», — сказал он. «Не знаю, что он вам наговорил. Но я вовсе не маг магов. О себе я могу лишь заметить, что изучаю искусство иллюзионизма. Или искусство магии, если хотите». Молодая женщина провела нас к столику. На ней были коротенький клетчатый сарафан и белая блузка. Сексуальная версия униформы ученицы католической школы. «Вы даете представление в Вегасе?» — поинтересовался я. «Я, если можно так выразиться, в отставке. А сюда переехал вслед за ремеслом». «Как это понять?» «Некоторые виды бизнеса имеют постоянные центры», — пояснил Каван. «Кинная индустрия, металлургия и ресурсостроение, например. В отличие от них, иллюзионизм и магия постоянно меняют столицу. В данный момент такова и находится в Вегасе. А до этого?» «В начале века это был Нью-Йорк, что имело смысл. Глаза отставного иллюзиониста загорелись. Ведь там находились главные сценические площадки. Именно там подвязались театральные агенты и скандальные журналисты. И в городе шла бойкая торговля разного рода сценическими принадлежностями. А о масштабах аудитории не стоит даже говорить. Кино в ту пору еще не существовало. И живое представление было единственным развлечением. Мастера вроде Гудини собирали огромные толпы, так же, как и конкуренты или имитаторы. Авторского права в то время не было в помине. Поэтому и представить себе не можете, сколько Гудвини, Гудивини и Гудвани выходило на подмостки. И эти люди тоже собирали немалую аудиторию. Гудивини, вы, наверное, шутите? Нисколько. И это объясняет тот факт, что во многих рекламных плакатах того времени указывалось единственный и неповторимый, подлинный, настоящий, аутентичный. Для всех этих людей хватало места на сцене, поскольку фокусы и иллюзии и магии в то время процветали. Но затем появилось кино, и искусство сцены начало умирать. Вместе с кораблем пошли на дно и многие иллюзионисты с своими трюками. А почему? Наше искусство невозможно перенести на экран. Как на большой, так и значительно позже на малой телевизионной. Любопытно. И тогда эпицентр магического искусства переместился в Чикаго. Это произошло в двадцатых годах, когда там пересекались все железнодорожные линии страны, а сам город стал домом вне дома для армии Камиво и Жоров. В Чикаго проходили торговые ярмарки, выставки, ну и все такое прочее. Фокусники, работая на выставках, обрели, есть, так можно выразиться, второе дыхание. И до сей поры главным рабочим местом иллюзионистов остаются ярмарки и торговые выставки. Выставки, вы не шутите? Конечно, нет. Нет, потому что торговые выставки сами по существу являются развлечением. Если вы хотите привлечь посетителей к своему стенду, то лучше иллюзиониста это сделать никто не сможет. Люди обязательно задержатся, чтобы посмотреть. А где, кроме Лас-Вегаса, трудятся в наши дни маги? Ну, на круизных судах, там очень много работы. На торжествах по случаю дня рождения или бар-митцва. В домах престарелых, — ответил он, задумчиво барабаня по столу пальцами. Я принялся делать заметки в записной книжке, перечисляя места, где подвязаются иллюзионисты. Позже, если удастся, я смогу показать нужным людям портреты дудочника. Ну и, конечно, рен-фестивали, — добавил Карл. Они собирают массу разного рода магов и иллюзионистов. А что такое рен-фестивали, — спросил я. Это фестивали, посвященные эпохе Возрождения. Весьма популярные мероприятия. Праздник Ренессанса! На меня снова обрушилось прошлое, и перед мысленным взором возникли обрывки того дня, когда я последний раз был со своими детьми. Я вспомнил изумленное лицо взирающего на жонглера Шона и Кевина, с опаской смотревшего на хищную птицу, гордо восседающую на кожаной перчатке Сокольничева. Я пытался отбросить эти воспоминания и сконцентрировать свое внимание на записной книжке. Но Карл, видимо, узрел на моем лице нечто такое, что заставило его поинтересоваться, в порядке ли я. Я пробормотал, что та разница во времени между Вашингтоном и Вегасом, и через несколько секунд он уже продолжал рассказ о миграции иллюзионистов. Итак, Чикаго оставался столицей нашего искусства примерно с 30-го по 62-й год, после чего вся магическая, братья, перебралась в Лос-Анджелес. А почему именно туда? Известный иллюзионист купил там особняк и открыл в нем клуб, который назвал «Магический замок». В результате на западное побережье к «Магическому замку» потемлились толпы иллюзионистов, и Лос-Анджелес стал эпицентром магии. А как звали этого известного иллюзиониста? «Марк Митчелл, но вряд ли это имя вам что-то скажет». Я отрицательно покачал головой. Все это говорило об упадке иллюзионизма. Я, как человек, специально занимающийся данной проблемой, заявляю об этом с полной ответственностью. Но что и изменилось с тех пор? Фокусы, как мне кажется, пользуются огромной популярностью здесь. Возможно, возможно, но это всего лишь аномалия. Если снова вернуться к прошлому, то можно смело утверждать, что магии иллюзионизм были в свое время высшей формой искусства, и те, кто подвязался в этом жанре, пользовались поистине всемирной славой. Перед этими кудесниками люди преклонялись, а их выступления вызывали всеобщее восхищение. Но эти времена выименовали. В современном мире слово «магический» в его высоком смысле употребляется лишь в качестве характеристики чего-то совсем иного. Поясните, пожалуйста. Ну, допустим, если блюдо в ресторане вдруг оказывается измитно вкусным, то шеф-повар называют магом, что, вне сомнений, является высшей формой похвалы. Но сама сценическая магия в наши дни считается не искусством, а всего лишь набором дешевых фокусов или более дорогих постановочных трюков. Да, да, вы правы. А все наши путеводные звезды прошлого ушли в забвение, как Марк Митчелл и его магический замок. Теперь я знаю, что вы о нем ничего не слышали. А что вы можете сказать о человеке по имени Дей Вернон? Ничего. Хочу подвергнуть вас испытанию. Скажите, каких иллюзионистов, кроме Гудини и работающего в данный момент в Вегасе Копперфильда, вы знаете? — Минуточку. Я сделал серьезное лицо и посмотрел на собеседника. — Марка Митчелла и Карла Кавану. — Я понимаю, что этот исторический экскурс вам ни к чему, — засмеялся Карл. — Но я уже заканчиваю. Итак, Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, — перечислил он, поочередно сгибая свои изящные пальцы. Где-то в 85-м или около того, когда начался рассвет Вегаса, центр сценической магии перекочевал сюда. Но почему именно в Вегас? Потому что иллюзионизм — это искусство, реализуемое на сцене живыми людьми. А особенность Вегаса состоит в том, что это единственное место в стране, где процветает сценическое искусство. Не только театр, но и музыка, танцы, разговорный жанр и магия. Именно поэтому я сказал, что популярность иллюзий в этих местах является аномалией. Я слушал его и вспоминал гигантские рекламные щиты, зазывающие на выступления изрядно присыпанных пылью времен звезд и знаменитостей, о которых я никогда не слышал. Официантка приняла наши заказы. Каванн просил принести ему лимонад, а я заказал клубный сандвич и кофе. — Берегитесь! — улыбнулся Карл. — Этот сандвич будет размером с авианосец. — Мистер Каванну, — укоризно произнесла официантка, — возможно, ваш гость, в отличие от вас, не страдает отсутствием аппетита. — Моё дело предупредить, — ответил Каванну. — Итак, на чём же мы остановились? — Вы объясняли мне, почему магия здесь так популярна. — Верно. Здесь популярна не только магия, но и всё живое сценическое искусство. Гости города не могут проводить за игрой всё время. Поймите, люди приезжают в Вегас вовсе не для того, чтобы покупать лотерейные билеты и шляться по кино. Лас-Вегас — место уникальное. Взгляните на большие отели. Им даже не нужны вывески, а они сами по себе являются вывесками, служат своего рода голливудскими декорациями, на фоне которых разыгрывают свои роли туристы и делегаты конференции. Стариканы из Крантона или парочка из Хансфилла, прибыв в Вегас, вдруг оказываются звёздами собственного фильма. Здесь всё сверкает роскошью, и люди из провинции купаются в этом блеске. Ведь, прибыв сюда, они оказываются не только в Вегасе, но и в Венеции, и в Каире, и в Париже, или в Нью-Йорке. Разница состоит в том, что здесь их окружают полуобнажённые очень красивые девочки, стоят игровые автоматы, и подаётся бесплатная выпивка. А они тратятся на то, чтобы увидеть представление живьём. Поскольку в Вегасе сами участвуют в спектакле, дамам это очень нравится. А магия и иллюзионизм популярны, потому что они особенно хорошо смотрятся на сцене. Он наклонился ко мне и добавил застенчивой улыбкой. — По правде говоря, у меня на этот счёт есть теория. — Поделитесь, прошу вас, — сказал я. — Нам настолько осточертили разного рода специальные эффекты в фильмах, что мы уже ничему не удивляемся. Мы видим на экране потрясающий трюк, который был страшно трудно поставить, ещё труднее выполнить, но он нас оставляет равнодушными. Мы от этих фокусов устали. Нас даже не интересует, как это делается. — Это делается с помощью компьютеров, каскадёров или какими-то иными средствами. — Так, верно. И магические трюки не работают по телевизору, поскольку в фильме можно сделать всё, что угодно. — Само кино, по моему мнению, есть не что иное, как растянутый во времени магический трюк. Мы видим реальность, которая, как мы знаем, на самом деле реальностью не является. Но когда вы видите что-то собственными глазами, в реальном времени вы верите своим чувствам. Даже простые, самые простые трюки вызывают изумление. Я показываю карточный фокус и вижу, как от удивления раскрываются рты. — Магия остаётся магией, когда люди видят чудеса вблизи. Она всё ещё способна вызвать восторг и изумление. — А как он это делает? — спрашивает зритель. — Однако я ни при каких обстоятельствах не открываю тайну. — Никогда. Практически никогда. Объяснение может привести к разочарованию. Некоторые иллюзионисты используют для своих трюков чрезвычайно сложные приборы и механизмы. Да, и в стародавние времена иллюзионисты находились на передней линии технического прогресса. Во XVII и XIX веках им были созданы потрясающие автоматы. Просто удивительные. Я вовсе не хочу преуменьшить значение хитроумных приборов, однако очень часто за интереснейшим трюком стоит нечто весьма простое, даже вульгарное. Комок воска, струна или магнит. И нам не хочется приподнимать заново, чтобы не обнажать эти пошлости. Люди ходят на представления иллюзионистов не для этого. Так для чего же? Для того, чтобы их обманули, ввели в злобуждение, изумили. И удовольствие они находят именно в этом, а вовсе не в том, чтобы узнать о существовании тайного люка, зеркала и подсадного помощника среди публики. Зрители радуют, что их обманули. Они и не знают, как это было сделано. Окей. Вот возьмем, к примеру, такого подлинного мастера, как Гудини. Парень умел довести накал интриги до высшей точки. Перед тем, как провести трюк с освобождением атаков, он требовал, чтобы его обыскали на гимн. И убедились, что в рукаве у него ничего не припрятано. Обыск, как правило, проводили полицейские. Прежде чем вывезти его на сцену, копы тщательно изучали его шорты или спортивные трусы. Одним словом, все, в чем он тогда выступал. По счастью, в те старые добрые времена еще не догадались осматривать отверстие на человеческом теле. Вы хотите сказать именно? Только не в рукаве, а в заднице. Это лишь подозрение, и я вовсе не хочу принизить талант Гудини. Он был потрясающим атлетом и тренировался не менее, чем Лэнс Армстронг. Никто не способен тренироваться так, как Армстронг. Ну, возможно, я слегка преувеличиваю, но он тренировался, как дьявол. В одном из трюков на него надевали наручники, обматывали металлической цепью, вешали на грудь замки и погружали парня в воду. Ледяную воду, заметьте. Гудини наверняка имел на себе какие-то отмычки, чтобы открыть все запоры, но делом, отвеся вниз головой в ледяной воде, с закованными руками и ногами и обернутой тяжелыми цепями на замках. Ему надо было не только открыть запоры, но и сбросить с себя все эти оковы. Он много лет тренировался в задержке дыхания и в результате научился оставаться без воздуха три с половиной минуты. Поразительно! Чтобы приучить себя к холодной воде, он в течение многих недель каждый вечер сидел в заполненной льдом ванне. И в конце концов его тело научилось преодолевать стресс и повиновалось ему в самых экстремальных условиях. Мальчонка Дэвид Блэйн недавно проделал нечто подобное, заключив себя на несколько дней в ледяной куб, но это был лишь упражнением на выносливость. Правда, следует признать, что подобные эскапады высоко ценятся у иллюзионистов, имеют давнюю историю похороны заживо, например. Надо сказать, что трюки, связанные со скрытыми физическими возможностями организма, были в свое время неотъемлемой частью многих магических шоу. Извержение фонтанов воды, поедание камней, хождение по раскаленным углям. Очень хорошо, что Блэйн возвращает к жизни эту форму нашего искусства. Блэйн, вы о нем ничего не слышали? Займитесь им, это любопытно. Парень вел несколько телевизионных программ. Первый из них, насколько я помню, назывался «Уличная магия». Затей, надо заметить, оказался весьма удачной. Да, но ведь вы сами сказали, что на экране магия не работает. Блэйн выступил новатором, сосредоточив все внимание на общении с аудиторией. Парень демонстрирует трюки для очень маленькой группы зрителей. Для одного, двух, максимум четырех человек. Наблюдать за их реакцией потрясающе интересно. Они от восторга сходят с ума и проявляют массу других эмоций. У них едет крыша. Они буквально не верят своим глазам. Потрясающая картина. Некоторые самые впечатлительные зрители даже прикрывают глаза ладонями, словно больше не могут доверять зрению. Я открыл блокнот и писал. Дэвид Блэйн. — Я могу продолжать в этом же духе весь день, — вздохнул Кавана. — Поэтому будет лучше, если вы скажете мне, что именно хотите узнать. — Честно говоря, я и сам до конца этого не знаю, — ответил я и рассказал, что расследую убийство сестер Габблер. Добавив, что их убийцы, по моему мнению, мог быть кто-то из иллюзионистов. — Кавану поставил локти на стол, сцепил пальцы и оперса на них подбородком. — Да, я помню это дело. Ужасно. Но почему вы решили, что убийство совершил представитель нашей профессии? — Когда я рассказал им обо всем, что мне удалось узнать, он откинулся на спинку стула. Я услышал короткий вздох, а его лицо приняло серьезные, я бы даже сказал, мрачные выражения. — О, боже, женщина, распиленная надвое. Какая злая шутка. Я показал ему плакат с надписью «Разыскивается» и рисунки с изображением дудочника. — Не знаю, — задумчиво произнес он, — вы можете дать мне это, конечно. Кавану аккуратно сложил плакат вдвое, провел ногтем по сгибу, сложил еще раз и спрятал бумажный квадрат в карман. — Не могу сказать, что полностью разделяю вашу точку зрения и надеюсь, что мои коллеги к убийству не причастны. Возможно, преступление совершил выродок, обладающий каким-то отвратительным, извращенным чувством юмора. Если же это сделал один из иллюзионистов, то, знаете, всем нам присущи какие-то общие черты, и вы хотите о них услышать? — Это сможет принести вам пользу. — Да, конечно. — В таком случае, слушайте, большинство иллюзионистов приобщаются к искусству из детства, и для этого, поверьте, имеются веские причины. Во-первых, чтобы развить ловкость рук, без которой работать иллюзионистом невозможно, нужно много времени. Во-вторых, большинство фокусов требует для своего выполнения огромной практики. Это как, ну, как, он посмотрел в потолок, как катание на скейтборде, чтобы выйти даже на самый примитивный уровень. Я это знаю, поскольку мой внук увлекается скейтбордом. Требуется много, много часов тренировок. И то же самое, можно сказать, и о сценической магии. Взрослый человек был бы просто обескуражен, узнав, сколько времени необходимо для того, чтобы, скажем, ну, для того, чтобы обучиться перемешивать карты в стиле фараон. А это что такое? Вы подрезаете колоду на две половины и перемешиваете, повторяя процедуру восьмикратно, каждый раз подкладывая одну карту. В итоге вы возвращаете всю колоду к исходной конфигурации. И вы можете это сделать? Я мог это сделать в возрасте десяти лет. Да и сейчас смогу. Но для того, чтобы этому научиться, требовались бесконечные тренировки. Такие нудные, что взрослый человек не выдержал бы и бросил это занятие. Что же касается детей, то им своего времени не жаль. Поэтому если у вас имеется более чем один подозреваемый, то первым делом следует выяснить, кто из них умел делать фокус еще ребенком. Можно узнать, есть ли такие трюки, в которых дети используются в качестве объекта? Да, на праздниках в честь рождения ребенка такие фокусы весьма популярны. Там вы приглашаете желающих из публики. Но если вы имеете в виду профессиональных ассистентов иллюзионистов, то ответ будет отрицательным. Магам обычно ассистируют молодые женщины, чтобы добавить в шоу немного секса. И, кроме того, полуголая девица является прекрасным средством, чтобы отвлечь внимание публики. Я говорю это исходя из личного опыта. Люди будут смотреть на них. В прошлом детей довольно часто использовали в качестве ассистентов, и они делали то же самое, что в наше время делают женщины. Детишки левитировали, их запирали в шкафах, помещали в урные корзины, после чего перемещали на почтительное расстояние или превращали в животных, а затем придавали первоначальный облик. А на двоих распиливали? Возможно, немного подумав, ответил Кавану. Не могу сказать точно, но этот трюк появился в арсенале иллюзионистов сравнительно недавно. Во всяком случае, я видел и читал, что распиливали только женщин. Что мне еще следует знать о сценических магах? Я сейчас подумал о вашем парне. Если он иллюзионист, то, мне кажется, он специально изучал историю нашего искусства. Почему вы так решили? Исходя из того, что он сделал с этими девочками. Я хочу сказать, что трюки с расчленением и последующим восстановлением магии использованы много веков. Но в наше время мы видим, если так можно выразиться, лишь стерильные фокусы. Вот, смотрите, перед вашими глазами рвут в клочья бумагу банкноты или разрезают шнурок. Иногда иллюзионист просит кого-нибудь из публики написать что-то на листке бумаги и рвет листок в мелкие клочья лишь для того, чтобы через несколько мгновений воссоздать его в первоначальном виде. Это может быть двадцатидолларовая бумажка или чей-то галстук. Для нынешней аудитории этого вполне достаточно. Даже стандартная распиловка леди на две половины является бескромной. Дама все время очаровательно улыбается. Никто не верит, что она может быть действительно распилена. Я читал, что кто-то, не помню кто именно, заявил якобы, что этот трюк есть лишь слабо замаскированная форма сексуального садизма. — Ничего не могу сказать, — пожал он плечами, поскольку эта сторона дела для меня тайна за семью печатями. Но трюк и в наше время пользуется огромной популярностью. Однако он, повторяю, бескровен. Я хочу сказать, что вкусы со временем меняются. В свое время публика любила вид крови. Что вы имеете в виду? Зрители до сих пор обожают насилие. Поймите меня правильно, опасность для других, естественно, заставляет нас полнее ощущать прелесть своей жизни. Но если взять сценическую магию, то публика ценит кровь и жестокость гораздо меньше, чем раньше. Мы все стали чрезмерно чувствительными. Масса людей, обожающие гамбургеры и бифштексы с кровью, считают охоту варварским пережитком. Интересно, что они говорят о бойнях. Им следует стать вегетарианцами. Верно, верно. Но эта чрезмерная чувствительность явления сравнительно новая. Было время и не очень давно, когда зрители обожали наблюдать, как дикие звери рвут в клочья друг друга или людей. На нашем Западе или в старой доброй Англии исключительно популярностью пользовались публичные казни. Зрители являлись на экзекуции с утра пораньше, чтобы занять лучшие места. Во времена Гудини большим успехом пользовался трюк под названием «Паолингенезис», так как известно означает «регенерация». На рекламных постерах изображался человек злодейского вида с гигантским мечом в руках, а распространяемые в день представлений листовки возвещали «Человек будет разрублен на куски, приходите сегодня, приходите все». Во время шоу человека усыпляли хлороформом, а затем якобы расчленяли, и окровавленные части тела разбрасывались по сцене. Во всяком случае, публика видела это собственными глазами. Затем все части тела тщательно собирали и накрывали ковром, иллюзионист взмахивал волшебным жезлом, выкрикивал чудодейственные заклинания, и, пожалуйста, собранный из кусков мертвец вскакивал на ноги целым и невредим. Я вдруг ощутил, как к горлу подступила тошнота. И это далеко не единственное представление подобного рода. Трюки с расчленением уходят корнями в далекое прошлое. В Индии, например, колдуны отрезали языки у детей. Уличные магии до сей поры разрывают на части птиц и разрезают змей, чтобы тем вернуть их в первозданное состояние. Они демонстрируют толпе зевок кровь и даже обмакивают в нее камни. После этого птица, чаще отбывают именно птицы, поскольку они стоят дешевле, а трюк с ними выглядит эффектнее, возрождается к жизни. Колдуны продают намоченные в крови камни как полные жизненные силы амулета. Постойте, вы хотите сказать, что камни погружаются в настоящую кровь? «Конечно». «Только на трюки?» «Не с детскими языками, естественно. А что касается птиц, то да, безусловно. Вы располагаете временем?» В ответ и лишь молча кивнул. «Я считаю, что трюки с воскрешением уходят вглубь веков, ведь расчленение и последующее восстановление целостности есть не что иное, как борьба о жизни и смерти, а искусство и иллюзии родилось вовсе не как развлечение. Магии древности имели очень высокий статус в обществе. В настоящее время получило признание теории, что предтечами сегодняшних иллюзионистов были вчерашние жрецы и шаманы. Неужели религии и магии всегда шагали рука об руку? Это происходило потому, что магия, как теперешний иллюзионизм, заполняет пространство между естественным и сверхъестественным, между жизнью и смертью, между реальностью и иллюзией. Религиозные деятели, как я подозреваю, всегда пользовались хитроумными приспособлениями и разным родом трюками, чтобы привлечь внимание верующих и усилить свое влияние. В этом невозможно сомневаться. Да что говорить, если на древних папирусах есть рисунки, из которых следует, что двери древнеегипетских храмов открывались перед изумленными прихожанами при помощи скрытых от глаз гидравлических машин? Сезам, откройся! Вот именно! Фыркнул. Имеются веские доказательства того, что в древней Греции дельфийский оракул вещал при помощи переговорных труб, за которыми стояли жрецы. После этого не приходится удивляться, что статуи в христианских храмах начинают плакать или травоточить. Даже некоторые употребляемые иллюзионистами слова имеют религиозные корни. Какие именно? Понятие абракадабра, например, позаимствовано из аудейской кабалы. Кабала — это мистический текст, говорящий некоторым образом о власти слова. Не может быть! Выходит, этот набор букв что-то означает? Безусловно! А что вы скажете о словосочетании «фокус-покус»? Некоторые ученые считают, что это широко распространенное выражение, есть не что иное, как искаженная форма фразы. «Хостест меум корпус» Поймав мой непонимающий взгляд, Карл улыбнулся и спросил, «С латыни у вас совсем плохо?» Я кивнул. «Ну, хорошо. Я не знаю, насколько вы религиозны, и вовсе не хочу вас шокировать. Но ученые считают, что принятые в среде иллюзионистов словосочетания «фокус-покус» напрямую восходят к христианскому святому причастию. «Хостест меум корпус» в переводе с латыни означает «сие есть тело мое». Не может быть. Иисусы из Назарета в первые годы христианской церкви совершенно открыто называли магом, или, если хотите, иллюзионистом. Все его чудеса с хлебами и рыбами, с вином и водой и даже воскрешение Лазаря сильно смахивали на стандартные трюки уличных фокусников того времени. Имеются римские фрески II века, на которых изображен Христос с волшебным жезлом в руках. Даже не знаю, что на это сказать. Дело в том, что современная магия имеет очень глубокие, иногда вызывающие изумление, корни. И действительно, если бы вы не знали, что во время шоу иллюзионист умело вами манипулирует, вы бы наверняка решили, что являетесь свидетелями чуда. Да, думаю, вы правы. Вы слышали что-нибудь о спиритуалистах двадцатых годов прошлого века? Да, я читал о них мадам Блаватская и другие. Совершенно верно. Планшетки с алфавитом, сеансы, таинственная обстановка и все такое прочее. Да, в то время существовал громадный интерес к контактам с подсторонним миром. Гудене стал отчаянно бороться со спиритуалистами после того, как дух его мамы заговорил не на идише, а по-английски, то есть на языке, который родительница совершенно не знала. Генри обвинял спиритуалистов в том, что они пытаются спекулировать на горе отчаявшихся людей и получают за свои дешевые третьесортные фокусы слишком большие деньги. Он всеми силами пытался показать, что подавляющая часть кажущихся сверхъестественными проявлений на самом деле являются заурядными фокусами, успех которых объясняется тем, что участники из сеанса сидят, взявшись за руки в затемненной комнате. — И насколько он преуспел в своем крестовом походе? — спросил я. — Да, честно говоря, не очень. Гудене не приняло во внимание ту простую истину, что люди хотели верить, и поэтому верили. Я и понятия не имел о том, что иллюзионизм и сценической магии так связаны с религией. — О, да, они связаны. И очень тесно. А перед вами сидит прямой потомок и наследник верховного жреца, но, увы, уже Растрига, — произнес он с улыбкой. — Значит, вы считаете, что человек, которого я ищу, если он, конечно, иллюзионист, должен быть знаком с историей магии? — Да. Я думаю, что он изучал историю магического искусства. Это находит подтверждение в расчленении девушки. Существует фокус, но, мне кажется, я вам о нем уже говорил, прежде чем отвлекся на рассуждение о связи с сценической магией с религией. Я вам сказал о фокусе с птичками? Да, их разрывали на части, верно. И, как я сказал в Индии, бродячие иллюзионисты до всей поры демонстрируют эти трюки. Я раскрою вам небольшой секрет. В нашем ремесле существуют старинные приспособления, именуемые магическая чаша или горшок, если хотите. Чаша может иметь любую форму, но в ней обязательно предусмотрено потайное отделение, чтобы спрятать нужный предмет. В самом начале представления фокусник открывает одно из отделений, ну, допустим, ящика, и оттуда появляется птица. Она трепещет крыльями и все такое прочее. Немного поиграв с птахой, фокусник разрывает ее на две части. Действительно разрывает? Ну, может быть, разрезает? Пожал плечами Карл. Птицей в любом случае приходится пожертвовать. Для этого трюка обычно используется белая голубка, если уличный фокусник может себе позволить ее приобрести. Белая голубка хороша потому, что кровь на фоне светлых перьев смотрится гораздо эффектнее. Представители публики призывают потрогать мертвую птицу, запустить персты в раны, фигурально выражаясь. А затем у меня закружилась голова, а по телу пополз холодок, словно мне грозила смертельная опасность. А затем фокусник закрывает ящик и пускает шляпу по зрителям, умоляя при этом мобилизовать все умственные и духовные силы, чтобы помочь ему совершить чудо воскрешения. Пара неудачных попыток усиливает напряженность, а тайный помощник подтрунивает над ним из толпы. Фокусник демонстрирует высшую степень концентрации, выкрикивает несколько магических слов и «пожалуйста». «Пожалуйста, что?» Иллюзионист открывает потайное отделение своего ящика и из него выпаркивает веселая птаха. Гримаса ужаса исказила мое лицо. Но Кавано интерпретировал это по-своему, решив, что я его просто не понял. «Все очень просто», — сказал он. «Совсем как в случае с девушками, убитыми в красных скалах. Одну из них принесли в жертву, а другую продемонстрировали живой и здоровой. И это, кстати, вторая причина, почему в фокусе используются белые голубки. Они все выглядят одинаково. С точки зрения публики, все белые голубки идентичны. Можно сказать даже, что они все близнецы». На мои плечи вдруг обрушилась страшная тяжесть. «Мне казалось, что я стою на пути товарного поезда, но не могу сдвинуться с места. Все они близнецы. Все они близнецы. С вами все в порядке?» Наклонился ко мне кавану. Глава двадцать седьмая Пару дней я посещал магические шоу все более и более низкого пошиба, где демонстрировал портреты дудочника. Я расспрашивал работающих здесь девушек, знали ли они сестер Габблер, встречали ли дудочника, не проходили ли они три года назад просмотр и прослушивание, для участия в представлении иллюзионистов. Картины убийства в ходе магического шоу оставляли девиц совершенно равнодушными, а рассматривая изображение дудочника, они думали совсем об иных вещах, о сигарете, дружке или сломавшемся ногте. Днем я сидел на телефоне, обзванивая всех торговцев инструментами и генераторами и умоляя проверить, кому они продали циркулярную пилу и передвижной генератор незадолго до убийства близнецов Габблер. — Три года назад, — переспросил меня один из торговцев, — так это же целая вечность. Половина лавочек с того времени уже прекратила свое существование. Даже после того, как я называл себя, собеседники встречали мои просьбы с поразительным равнодушием и отказывались помогать, ссылаясь на занятости. Некоторые без всяких объяснений грубо обрывали, а иные говорили, что, будь я копом, они помогли бы мне, а коли это не так, то извини, парень. При этом они ссылались на коммерческую тайну, плохой учет или свои обязательства перед клиентом. В публичной библиотеке Лас-Вегаса я проверил свою электронную почту и прослушал устные сообщения. Шофлер все еще обретался во Франции, и я позвонил Петрич. Она выслушала рассказ о моих открытиях, дала уточняющие вопросы, и обещала, что полиция обязательно разошлет изображение дудочника во все ассоциации иллюзионистов и в театральное агентство, имеющее отношение к сценической магии. Но по тону я чувствовал, что либо мои аргументы ее не убедили, либо мое дело оказалось в самом конце списка. — Почему вы ограничиваетесь чисто символическими действиями? — спросил я. — Побойтесь Бога, Алекс, вы ко мне несправедливы. Я делаю именно то, что следует делать в подобных обстоятельствах, — уверила она и со вздохом добавила. — Я просто не знаю, что еще можно предпринять. Вы-то сами каких действий от меня ждете? Проявление энтузиазма. — Послушайте, очередной вздох. На мне висит дело об убийстве четырех человек. В Северном парке вырезали целую семью. В Лас-Вегасе, возможно, подобные события вовсе не сенсация, но здесь поднялся страшный шум. Их прикончили в собственных постелях, и я по уши сижу в этом расследовании. Настала моя очередь глубоко вздохнуть. — Это ужасно. — Поверьте, Алекс, я принимаю вашу магическую версию. Принимаю и обещаю сделать все, что в моих силах. Я еще раз связался с Тами и Годы, Ригенсом и Голубым попугаем. — Не пришло ли вам в голову чего-либо новенького? — спрашивал я. — Оказалось, не пришло. Я позвонил Пабло Морену, объяснил, почему интересуюсь делом Габблер, и сказал, что считаю убийцей иллюзиониста. Морену меня вежливо выслушал, и обещал заняться этой версией на следующей неделе, после того, как закончит дежурство. Затем я... Но, собственно, на этом все и закончилось. Я верил, что напал на след, и узнал нечто очень важное от дудочники, но что делать дальше, я не представлял. По прошествии некоторого времени я вдруг с удивлением обнаружил, что нахожусь в казино, оглушенной как фоническим шумом игральных автоматов, музыки, веселой болтовни и смеха. Красивые и улыбающиеся женщины в легком намеке на одежду поочередно приносили мне пиво. Я постоял рядом со столом, за которым шла игра в кости. Мое внимание привлекла яркая, ржеволосая девица по имени Мэри. Девушка играла с таким восторженным рвением, что я страшно огорчился, когда она вдруг стала проигрывать. Понаблюдав за ней еще немного, я перекочевал к игровым автоматам. После ряда неудачных попыток я уловил ритм игры. Я опускал монету, тянул рычаг и ждал, когда остановится барабан, и символы займут свои места. Я испытал настоящее потрясение, когда маленький зеленый гном на экране вдруг щелкнул каблуками, подмигнул и, покопавшись в горшке с золотом, направил звонкий каскад монет в лоток моей машины. Я снова и снова опускал монету в слот, тянул за ручку и наблюдал за тем, как крутится барабан. Не желаю ли я еще пива? Почему бы и нет? Затем я направился к весьма удобно расположенному банкомату, попросив стоящего рядом игрока проследить за моей машиной. Монета, рукоятка, монета, рукоятка, и так без конца. Еще одно пиво. Ощутив, что мой организм переполнился жидкостью, я переключился на более компактный напиток, а именно виски, затем снова отправился на свидание с банкоматом. Машина выдала мне сведения об остатке и средств на текущий момент. Сколько? Девятьсотдвадцать баксов? Девятьсотдвадцать долларов? Я сказал себе, что это совсем немного, что я почти разорен, надо спрятать наличные в карман и валить из казино, пока я не оказался в минусе. Однако внутренний голос старался зря, а я его не слушал. Умом я понимал, что пьян, но опьянение не чувствовал. Я смотрел на зеленого гнома, ощущая необыкновенную ясность в голове и, ожидая, когда он исполнит свой веселый танец, подмигнет и склонится к своему горшку, чтобы снова осыпать меня золотом. В какой-то момент у меня в руках оказались три пластиковые трубки с монетами, но я продолжал питать ими машину, борясь с усталостью, болью в спине и чувством вины. Я как автомат опускал монеты в слот до тех пор, пока у меня не осталась одна, единственная, последняя. К выигруши я уже не стремился. Мне казалось, что я не только хочу, но просто обязан проиграть. Взяв за основу постулат «везет в картах», «не везет в любви», я родил всеобъемлющую формулировку. «Не везет в игре», «повезет в жизни». Чтобы вернуть сыновей, я обязан проиграть свой последний четверток. Когда я опускал монету в холодную металлическую щель, она была теплой, казалась почти живой, я потянул за металлическую рукоятку и дождался остановки барабана. И вот тогда это произошло. На экране выстроились в линию один, два, три, три листника. Гном исполнил свой ирландский танец, подмигнул, склонился к горшку с золотом и осыпал меня каскадом монет. На сера звенящий поток казался бесконечным. На экране мерцала надпись «Победитель! Победитель! Победитель!» Затем машина проблеила краткий вариант песни, когда улыбаются ирландские глазки. Небольшая группа, зевак, наблюдала за тем, как из ее чрева сыплется и сыплется мой выигрыш. Я был исполнен решимости проиграть все деньги. Дело оказалось нелегким. Я не знал, сколько времени на это ушло. В казино почти нет часов, в залах отсутствует дневное освещение, чтобы игроки не могли узнать, какое на дворе время суток. В конце концов я проиграл свой последний доллар какой-то весьма мерзкого вида свиньи. Свинья на экране рухнула в лужу грязи, а над ней вспыхнула надпись «Игра закончена!» Похмелье было таким тяжелым, что ноги отказывались мне служить, а глаза не желали фокусироваться на нужных предметах. Я вышел из тропиканы и сразу окунулся в невыносимую жару, а по дороге в аэропорт Маккаран меня едва не убило склоняющейся к горизонту солнца. Идиотские веселые мелодии игральных автоматов аэропорта так подействовали на мою психику, что я попытался перейти на рысь. Но попытка не удалась. В моей голове вдруг что-то забулькало, в ушах раздался звон, а череп где-то за глазницами пронзил острая боль. Я забился в более или менее темный угол и заставил себя выпить бутылку воды. Рейс, по счастью, был поздним, и в Вашингтон я прибыл на рассвете. Путь до дома меня немного успокоил. Почти родные памятники. Знакомые до мельчайших деталей дорога. Яркие цветы, зеленые деревья и трава после пребывания в пустыне казались мне джунглями. По ровной глади реки легко скользили грибные лодки. В доме царил застойный дух нежилого помещения. Чтобы избавиться от этого неприятного запаха, лис после нашего возвращения из отпуска всегда зажигала свечи. Я решил был ей позвонить, но тут же передумал, что я могу сказать. Теперь, когда я оказался дома, связь между сестрами Габблер и моими мальчиками уже не казалось мне столь явной. Убийство близнецов. Я провел несколько часов за компьютером, выясняя, что по этому поводу сообщают различные поисковые системы. Кроме сестер Габблер убили еще всего лишь одну пару близнецов. Насколько я помнил из своих ранних исследований, это случилось в Южной Калифорнии, и фамилия мальчика была Рамирес, звали их Вильсон и Хулио. Я не слишком внимательно изучал дело, несмотря на то, что жертвам было по семь лет, и они являлись однояйцевыми близнецами, убийцей мальчиков мертвых. Но Шофлер всегда советовал не торопиться с выводами, а Голи Гольдштейн заметил, что некоторые факты или предположения никогда не попадают в полицейские протоколы, и тем более в средства массовой информации. В частности, никогда и нигде не фигурировала догадка Барри Чизворта, что Клара Габблер была разделана надвое при помощи циркулярной пилы. Нельзя исключать, что и в деле блинецов Рамирес был другой подозреваемый, которого полиция не могла арестовать из-за недостатка улик. Вот теперь этот гипотетический тип снова принялся за дело. Итак, я вернулся к убийству мальчика Фрамиреса. Убийцу звали Чарли Вермильон. Из полицейского доклада следовало, что его освободили из судебно-медицинского учреждения Серного порта примерно за две недели до пропажи близнецов. Слово «сочетание судебно-медицинское учреждение» мне ничего не говорило, хотя слово «освободили» по сути своей предусматривало какого-то рода принудительное задержание. Я навел справки. И судебно-медицинское учреждение в данном случае оказалось заведением для преступников, у которых поехала крыша. Населенный пункт Серный порт находился в Луизиане. Из статьи в местной газете «Пикауин Таймс» я узнал, что Вермильона арестовали в результате анонимного телефонного звонка. Он был схвачен в полуразвалившейся лачуге неподалеку от Бикшура. Трупы мальчиков обнаружили там же. Одно тело нашли в холодильнике, ребенку нанесли несколько десятков колотых ран, затем тело разделали на части, тщательно упаковали в пластиковые мешки и поместили в рефрижератор. Вермильон, судя по всему, отваривал и съедал куски. Тело второго ребенка было подвешено за ноги в колодце глубиной в пятьдесят футов. После ареста Вермильон покончил с собой в полицейской машине, раскусив зашитую в воротник рубашки капсулу с санистым калием. Дело таким образом было закрыто. — Через десять минут я уже говорил с детективом Харви Моррисом, который вел это дело в Бикшуре. — Работы, честно говоря, оказалось немного, — сказал Моррис. — Мы получили сигнал и тут же отправились в указанное информатором место. Там мы нашли старину Чарли и набитый останками холодильник. Он сдался без сопротивления. Парень был в полном замешательстве и все время толковал о том, что ему пора домой. Пока мы закрывали доступ к месту преступления, он сидел в машине. Эдва двинулись в участок, как этот сукин сын захрипел так, словно его душит. Я решил, что у него инфаркт или что-то в этом роде. Рожа покраснела, а если быть точным, приобрела вишневый цвет. Затем начались судороги. Мы вызвали скорую помощь, проделали искусственное дыхание, рот в рот, но он загнулся. — А когда вы поняли, что он отравился? — Не сразу, только на следующий день. — Понимаете, мы не видели, чтобы он что-то глотал. Я думал, что у него случился удар. Но медэксперт предположил, что это цианистый калий, и вскрытие подтвердило догадку. Затем ребята нашли останки ампулы и клейкую ленту на внутренней стороне воротника рубашки. Похоже, он был готов к тому, чтобы отбыть в иной мир. Хм. Да, если подходить к делу строго формально, я не имел права допустить самоубийство. Да, это было ужасно. Но ужасно только для меня, поскольку случилось во время моего дежурства. Потом было расследование. Меня отправили в административный отпуск, поливая при этом всяким дерьмом. Но если хотите знать мое мнение, то я вам его изложу. Думаю, что, убив себя, Чарли Вермельон совершил лучший поступок в своей жизни. И что же? Но Морис, оказывается, еще не закончил. Парень был психом, не так ли? Власти Луизианы не хотели выпускать его из дурдома, но какой-то сопливый правозащитник вынудил это сделать. Он отправился в суд, и вот, получите. Новые заявления о невменяемости? Именно. И его снова запихнули бы в психушку, в нашу психушку, насти раз. И что, сказали бы на это мистер и миссис Рамирес? Были бы они довольны подобным исходом? Конечно, нет. Парень сожрал их ребенка. И прежде чем разделать его на куски, раз двадцать проткнул ножом. Они, я хочу сказать, медики, как бы собрали то, что осталось от тела, сложили все части вместе. Судя по всему, мальчонку протыкали длинным острым лезвием, прокалывали насквозь через грудь и спину, и с одного бока в другой. Я хочу сказать, что из мальчика сделали подушку для иголок, если так можно выразиться. И предстань, Вермильон, перед судом. Папе и маме пришлось бы выслушивать весь этот кошмар. Морис даже фыркнул от возмущения. Он замолк и из трубки до меня донесся тяжелый вздох. Меня обвиняли в том, что я, если бы захотел, мог остановить парня. Но он же был в наручниках. Он дотянулся до ампулы ртом. Когда вы кого-то в ппк обыскиваете, то не смотрите под воротник рубашки? Может, в участке яд бы нашли? Это точно. Здесь мы все могли найти, поскольку при регистрации переодеваем задержанных в казенные комбинезоны. Итак, что вы хотели у меня спросить? Меня интересует причина смерти. Технические. Острая сердечная недостаточность. Нет, я имею в виду близнецов Рамирс. Ничего неожиданного. Тот, которого нашли в холодильнике, умер от потери крови. Все эти колотые раны, вы понимаете? Да, для этого есть даже особый термин. Обескровливание. Да, точно. А второй мальчик, тот, что висел в колодце? Мы решили, что его поместили туда для лучшей сохранности. Так иногда поступают с мясными тушами. В колодце было прохладно, а в холодильнике вермильона не осталось места. Мальчик был мертв. Мертвее не бывает. Был мертв уже пару дней. Не думаю, что он умер в страданиях. Его просто застрелили. Выстрел в голову. Один выстрел из револьвера 38-го калибра. Совсем как сестры Габблер, подумал я. Одна расчленена, другая убита выстрелом в голову. А вы интересовались информатором, тем, кто направил вас в хижину вермильона? Да, конечно, мы пытались выяснить. Но вермильон так что вышел из психушки и путешествовал, если можно так выразиться, по чужой территории. Ни друзей, ни знакомых, которых можно было бы допросить. И мы решили, что звонил какой-нибудь бродяга, его попутчик. Да, пожалуй, вы правы. Я поблагодарил Морриса, который, в свою очередь, пригласил меня звонить в любое время. Но детектив был неправ. Более того, он глубоко заблуждался. Тот, кто убил близнецов Рамирес, убил и сестер Габблер. Это был вовсе не Чарли Вермильон. Это не мог быть Вермильон, поскольку ко времени смерти сестричек он уже умер. Таким образом, убийца близнецов Рамирес был тем самым монстром, который похитил мальчика в Сандлинг и увел моих ребятишек. Глава двадцать восьмая. Я хорошо понимал, что не могу просто так явиться в судебно-медицинское учреждение Северного порта. Если валиться туда и сходу начать задавать вопросы о каннибале по имени Чарли Вермильон, мне сразу укажут на дверь. Тот факт, что выпущенный из лечебницы психически нездоровый преступник самым зверским образом убил двоих детей, не мог остаться без последствий, даже если бы руководство лечебного учреждения действовало строго по правилам. И, как я узнал из статьи в ПК «Юн Таймс», головы действительно полетели. Но глава заведения по имени Пейтон Андертон ухитрился усидеть в своем кресле. Родители убитых мальчиков чинили гражданский иск на десять миллионов долларов. И пока дело ходило по судебным инстанциям, все участники процесса держали рот на замке, а отказывались беседовать с кем-либо на эту тему. Я долго колесил по парку рок-клик и, наконец, решился позвонить Андертону, сказать, что работаю в телевизионной программе «Обратный отсчет» и сейчас готовлю сюжет, который он с удовольствием посмотрит по телевизору. Это будет сюжет о том, как трудна и опасна его работа, о том, что судебно-медицинские учреждения, не только в Луизиане, нуждаются в дополнительном финансировании для улучшения своей инфраструктуры и привлечения наиболее квалифицированных работников. «Это легенда», — думал я, — «возможно, позволит мне переступить через порог, если он не вспомнит, в какой связи слышал мое имя». Итак, я позвонил, и мое внимание ему, конечно, польстило. «Никаких съемок, естественно», — устало произнес он. «Да, да, конечно, нет», — успокоил я его. «Для начала, думаю, полезно определить тематику разговора, установить, так сказать, взаимно приемлемый уровень нашей беседы. Пока мы будем вести конфиденциальный разговор, а затем, если мы придем к согласию, договорились, а если не придем, то никто ничего не теряет». «Но я сразу должен вас предупредить, когда дело дойдет до съемок, я хорошенько подумаю». «Я заверил, что он может все отменить, и не упустил случай еще раз польстить. У вас прекрасный тембр голоса, но до съемок еще очень-очень далеко». «Вот и хорошо. А я пока провентилирую вопрос с вышестоящими органами». Я ничего не ответил, слушая шелест бумаги на противоположном конце провода. «Похоже, у меня появится окно в четверг, во второй половине дня. Вы не могли бы прибыть сюда, ну, скажем, часика в три?» «Могу». «Хорошо, я дам распоряжение привратнику». Аэропорт Луи Армстронга, Новый Орлеан. Подобно всем другим городам Соединенных Штатов, Новый Орлеан сумел успешно погрузиться в коммерцию, о чем свидетельствовали изображения джазовых музыкантов, символов вуду и иллюстраций к празднику Марди и Гра на футболках, платках и различной сувенирной дребедень. Изобилие сувениров, связанных с культом вуду и особенно монет, говорило о том, что я на верном пути. Если бы мне удастся заставить Пейтона Андертона рассказать о вермильоне. Дружелюбная дама за стойкой фирмы Аламо поинтересовалась, куда я направляюсь, и спросила, не нужны ли мне дорожные карты. — В Северный порт, — ответил я. — Куда-куда? Это в округе Плаки-Майнс. — Плаки-Мин, — поправила она меня. Она вернула мне водительские права и кредитку, достала из-под конторки карту и зеленым фломастером отметила на ней мой путь. — Поезжайте по дороге и десять, и как только переедете реку, сверните на двадцать третью. Когда доберетесь до Бель-Шасса, то поворачивайте на юг. Шоссе все время идет вдоль реки. Женщина свернула карту, передала ее мне и с улыбкой спросила. — Скажите, если можно, зачем вы туда едете? В вашем распоряжении прекрасный город. Страна, каджунов и все такое, а вас несет в Плаки-Мин. — Почему? Похоже, вы прибыли к нам по делам, а не для развлечений, — закончила она, кокетливо склонив голову на бок. — Неужели в Плаки-Мине нет никаких развлечений? — Нет, если вы не фанат рыбалки. В Плаки-Мин развлекаться не ездит. Кроме нефти, газа и рыбы у них там ничего нет, только апельсины, да? К тому же это место наводит страх. — Страх? Почему? — Когда-то жители этого округа очень навредили луизиане в глазах других американцев, если вы понимаете, что я хочу этим сказать. Я не думаю, что с тех пор там все сильно изменилось. — Поверьте мне, я наполовину черный и ни за что туда не поеду. — Нет, сэр, ни за что. — Но почему? — Вы слышали что-нибудь о Леандро Пярисе? Я отрицательно покачал головой. Еще недавно он заправлял в том месте как диктатор, а люди, подобные мне, были рабами. Участие в выборах забудьте, черные голосовать не могут. Какое голосование, если нигеры даже машину водить не способны? Там были и случаи линчевания. Она покачала головой, передала мне ключи и добавила. — Ряд седьмой, место двенадцатый. Когда я, взяв ключи, собрался уйти, женщина сказала. — Вы не черный, но вы янки, поэтому будьте осмотрительны. Я обещал соблюдать максимальную осторожность. И не забывайте пристегивать ремень безопасности, иначе они и вам в этом плаке мини устроят веселую жизнь. Примерно через час я свернул у Бельшасса на юг. Ничего особо страшного, и, если не считать огромного числа патрульных машин, на дороге я не заметил. Но окружающий ландшафт, надо признать, нагонял тоску. Беспорядочная застройка сменялась апельсиновыми рощами, которые, в свою очередь, уступали место домам. Часть земель была разбита на участки в десять акров, и повсюду торчали рекламные щиты с яркой надписью «Продается». Фирма «Макмашинш» осваивала очередной район. Оставив позади жилые кварталы и места будущей застройки, я оказался на новой скоростной дороге, бегущей через необжитые сельские земли. Время от времени я проезжал скотоводческие фермы и небольшие поселения, названия которых говорили сами за себя, «Живой дуб», «Иезуитская излучина», «Миртовая роща». Ландшафт никоим образом нельзя было назвать живописным. Ведь от реки закрывала высокая дамба, а обращенная к заливу сторона была плоской, как стол. Я знал, что где-то там торчат нефтяные вышки и расположен глубоководный порт, но глазу открывались лишь низкорослые деревья да заросли тростника. И лишь изредка мелькал одиноко стоящий дом. В одном из путеводителей я вычитал, что эта часть Луизианы несколько лет назад сильно пострадала от урагана, и старые дома просто смыло. За окном промелькнули щиты с названиями поселений, «Диамант», «Веселый Джек», «Магнолия», и, наконец, я оказался в Цели. Серный порт получил свое имя в честь серы, добывавшейся когда-то в районе соляного болота. В центре городка располагалась заправочная станция с примыкающей к ней лавкой товаров первой необходимости. Напротив заправки стояла городская средняя школа, родной дом, как я вычитал в путеводителе футбольной команды «Могучие мустанги». Рядом со школой находились публичная библиотека, офис шерифа и департамент общественных служб. Примерно половина этих почтенных учреждений размещалась в трейлерах. Я миновал заправочную станцию и, следуя указаниям Андертона, примерно через милю повернул на дорогу номер 561 и вскоре заметил крошечный щиток с надписью «Судебно-медицинское учреждение Серного порта». Проехав по довольно длинной подъездной аллее, я увидел здание госпиталя, уродливый прямоугольник из желтого кирпича. Перед этим уродом стоял прекрасный, ведьмочень старый, плантаторский дом с белыми колоннами и верандой. Рядом с домом росли великолепные дубы. От внешнего мира комплекс отделяла высокая ограда из натянутой на столбы проволоки большого диаметра. Окна сторожки запотели. Сидящий внутри человек неохотно открыл одну из творог и поинтересовался целью моего визита. Я по буквам назвал свое имя, и парень закрыл окно. Я видел, как он изучает записи, водя пальцем по листку бумаги. Найдя мое имя, он тщательно заполнил два ярко-оранжевых пропуска, снова открыл окно и передал мне картонки. Один приколите к рубашке, а второй положите на приборную панель. Когда будете уезжать, вернете мне оба пропуска. И с этими словами он открыл ворота и удалился в свое убежище. Из раздобытого мною в интернете жизнеописания доктора Андертона Я знал, что ему уже 43 года, однако благодаря своей круглой детской физиономии и розовой коже он больше походил на юнца, притворяющегося взрослым мужчиной. Даже его усы казались наклеенными для участия в школьной постановке, и я не сомневался, что он отрастил их лишь для того, чтобы выглядеть старше. На нем был летний костюм из легкой ткани, а на лице сияла приветливая улыбка. — Мистер Каллахан! — воскликнул он с энтузиазмом, тряся мою руку. — Рад, что вам удалось нас отыскать. Я почувствовал, что доктор употребляет какой-то дорогой одеколон. Он привел меня в огромную комнату, сумевшую каким-то чудом сохранить изящество, и в двадцать первом веке, где ее использовали совсем в иных целях. Высокие потолки, широкие окна, тяжелые дубовые панели. Над головой медленно вращался большой вентилятор. Стену за письменным стелом Андертона украшали старинные карты Луизианы. Вдоль других стен стояли очень красивые застекленные шкафы из дорогих пород дерева. — Подлинное произведение искусства, — заметил хозяин кабинета, проследив за моим взглядом. — Работа наших пациентов. Надо сказать, что среди них встречаются весьма талантливые люди. Мы разместились лицом друг к другу в двух чрезвычайно удобных креслах, и, потягивая чай со льдом, принялись рассуждать о тяготах работы в этом, как он говорил, учреждении. — Мне лично здесь совсем неплохо, — сказал он после того, как мы добрых четверть часа сотрясали воздух пустыми словами. — В административном здании, где я провожу большую часть времени, обстановка вполне приятная, в чем вы сами, как я надеюсь, смогли убедиться. — Да, удивительно красивое помещение. — Люди, придя сюда, испытывают приятное изумление. — Лучил с удовольствием доктор. — Ну, а что касается главного здания, то там совсем иная картина. Настоящий гибрид медицинского учреждения и тюрьмы. Наша главная задача — обеспечить безопасность пациентов и персонала, что, как вы понимаете, создает не самую комфортную обстановку. — Вместо слова «обстановку» он употребил французское слово «ambiance». — А сама работа, она вас удовлетворяет? Доктор печально кивнул, и, бросив на меня взгляд, из которого следовало, что он готов быть предельно откровенным, я не мог избавиться от чувства, что вся эта сцена многократно отрепетирована, со вздохом произнес — не совсем. — Большинство наших пациентов можно разделить на две категории. Часть из них находится здесь на экспертизе, призваны установить, способны ли они предстать перед судом. А остальные пациенты — это те, кто был оправдан по причине невменяемости. Увидев моё недоумение, он пояснил. «Объявлены невиновными в силу того, что являются психически больными людьми. Они невиновны и их доставили сюда не для наказания, а для лечения. И мы действительно их лечим, однако, боюсь, что исцеляются немногие. Почему? Да потому что заболевание у большинства носит хронический характер, как диабет, например. Мы сдерживаем развитие этой болезни с помощью инсулина и диеты, но полностью излечить её не в состоянии. И то же самое, можно сказать, о шизофрении или биполярном психозе. И это делает нашу работу не слишком благодарной. Как это? Пока пациенты находятся под наблюдением и регулярно принимают необходимые препараты, они не представляют угрозы ни для себя, ни для других. Но когда больных отпускают, а мы в какой-то момент обязаны их выписать, мы лишаемся возможности наблюдать за ними и за тем, как они принимают лекарства. Это своего рода условное освобождение? В некоторых случаях да. Поскольку иногда при выписке выдвигаются определенные условия, например, им строго предписывают спроводить амбулаторное лечение. Но это, если можно так выразиться, пограничная область, отличная от условно-досрочного освобождения в криминальном смысле. Если больные прекращают амбулаторное лечение или перестают принимать лекарства, мы почти не имеем возможности вмешаться. Вы сказали, что обязаны их отпустить. И в этом отношении мы обладаем весьма слабыми ресурсами. Печально покачал он головой. Серьезным ограничением, например, является примитивная нехватка мест. Когда количество пациентов достигает критического числа, мы стремимся перевести часть из них в категорию так называемых привилегированных больных, поскольку не располагаем достаточным числом служащих, чтобы поддержать для всех более строгий режим. Привилегированные больные? Да, так поступают во многих учреждениях подобного рода. Врачи решают, можно ли выписать больного. Способен ли пациент существовать без постоянного контроля? Сможет ли он принимать пищу в обществе других людей или его следует держать в своей комнате? Сможет ли самостоятельно принять душ? Ну и кроме того, без системы поощрения мы просто не в силах добиться хорошего поведения пациентов. И высшей формой награды является освобождение. Абсолютно верно. И мы должны выписывать людей. Такие решения принимают суды. Если мы не можем привести убедительные доказательства того, что пациент серьезно болен и представляет в угрозу, как для себя, так и для других лиц. Человек может вести себя антиобщественно и готов совершить разного рода безобразие, но если он не сумасшедший, мы обязаны выдать ему, фигурально выражаясь, автобусный билет, поскольку он имеет право на личную свободу, даже в том случае, если является мерзким сукиным сыном. Доктор выдержал паузу и закончил. Смотри процесс фоуш против штата Луизиана. Я послал ему одобрительную улыбку и сделал пометку в записной книжке, размышляя, каким образом перевести беседу на каннибала Чарли, не положив при этом конец разговору. Но Андертон, похоже, вошел в раж. Проблема в том, — доверительно склонился он ко мне, — что наши пациенты, подобно заключенным в тюрьмах, целыми днями строчат заявление в суд. Какой-нибудь ясноглазый адвокат, только только выезжший из детского возраста, помогает им подавать ходатайство об освобождении на основании того, что нарушаются их конституционные права. Собирается комиссия. Члены комиссии не хотят выпускать парня, прекрасно зная, что этот осел снова падет в беду, но этого недостаточно. Мы можем выступать против освобождения, но суд в своих решениях не базируется на допущениях, пусть даже научных. В большинстве случаев нам предписывают отпустить пациента, у нас нет другого выхода. И тогда я решил запустить пробный шар, как в том случае несколько лет назад. Как его там имя не имеет значения? Рассмеялся Андертон. Как я уже сказал, подобное происходит каждый день. Я имею в виду убийцу двух маленьких мальчиков где-то на западе. Андертон опустил плечи и, потупившись, устало произнес. Чарли Вермельон, вот, видите, мы можем вырастить из всех наших пациентов лауреатов Нобелевской премии, но нас все равно будут попрекать Чарли Вермельону. Бросать его нам в физиономию, фигурально выражаясь. Он является собой самый яркий пример того, о чем я вам только что сказал. Не могли бы вы пояснить еще раз. Чарли Вермельон страдал сильным психозом. Его болезнь носила хронический характер и, скорее всего, была неизлечимой. Склонный к насилию педофил, общественно опасная личность, без вопросов. Но в условиях нашего учреждения и с помощью правильно подобранных лекарств Чарли Вермельон стал образцовым пациентом. И вы считали, что ему можно доверять? Абсолютно. Парень пользовался у нас всеми привилегиями. Впрочем, усмехнулся Андертон, по нашей территории не бягают детишки. И как же он к вам угодил? В тон ему спросил я. Напал на ребенка. Немного подумав, ответил Андертон. Это произошло в туалете. Насколько я помню, отец пришел на помощь сыну, и Чарли довольно сильно порезал папашу. Порезал? Да, ножом для вскрытия устриц. Это была его работа. Он открывал раковины в одном из ресторанов французского квартала. И его не посадили? Нет, он был оправдан по причине наркотического психоза. Выходит, парень остался на свободе? Ну, не совсем. Он провел девятнадцать лет по известному вам адресу, поэтому я не могу сказать, что он остался на свободе. Но все дело в том, что у нас не было выбора. Да, Чарли Вермиллион должен был постоянно принимать лекарства. Без терапии этот человек мог пойти на насильственные действия. Но, выходя из дверей нашего учреждения, он точно знал, что хорошо и что плохо. Он мог отличать добро от зла. В его словах имелся смысл. Недоумение вызывал лишь один пункт, и для этого потребовалось девятнадцать лет. Он подал петиции об освобождении, — пожал плечами Андертон. И он ждал девятнадцать лет, прежде чем ходатайствовать об освобождении. Нет, он ничего не ждал. Кто-то подкинул ему эту идею. Скорее всего, другой пациент. Вы не догадываетесь, кто именно? Андертон поднял на меня глаза, нахмурился, и я увидел, как он вдруг напрягся. Я понял, что дернул мне за ту нить. Я не вправе обсуждать конкретные случаи. Холодно произнес он. Прошу прощения, — заторопился я. Я вас прекрасно понимаю, но это была такая яркая иллюстрация к вашим словам. Мы обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении всех наших пациентов. Но я уж не мог держать себя в узде. Да, но ведь вермильон уже мертв, не так ли? Мгновенно поняв, что совершил непростительную ошибку, я пытался сменить тему. Я спросил его о годах учебы, поинтересовался докторской диссертацией, прошлой работой. Одним словом, я постарался восстановить доверительные отношения, но доктор был на чеку. Я убеждал его предстать со временем перед камерой, что несколько смягчило сердце доктора, но тем не менее он снова повторил, что должен будет прежде посоветоваться своими боссами. Боюсь, что все мои комментарии сведутся к обсуждению самых общих проблем и сугубо гипотетических случаев. Я заверил его, что не возникнет никаких проблем, и предложил вместе поужинать в один из тех нескольких дней, которые я намеревался провести в этой округе. За мой счет, естественно. Очередная ошибка. Он вдруг обхватил себя за плечи, а его губы превратились в одну тонкую линию. — Несколько дней в нашей округе? — переспросил он. — А вам и известно, что ближайший им отель находится в Ампире, и, боюсь, эта дыра придется вам не по вкусу. Я хотел сказать, что задержусь в Новом Орлеане, а туда добраться не проблема. Итак, Андертон посмотрел на часы и поднялся с кресла. Беседа закончилась. Я тоже встал, подумав, что полностью провалил интервью, и не знаю, что делать дальше. Может быть, следует связаться с семьей Рамирес. Они и вчинили иск, и им, возможно, известно что-нибудь новое. Кроме того, имеется адвокат, помогавший для Армельона составить прошение об освобождении. Это ходатайство должно найти отражение в каких-то доступных публикациях. Я могу раззабыть имя адвоката, найти этого человека и выяснить, что заставило его заняться делом Чарли Вермельон. Я размышлял об этом, следуя к дверям за доктором Андертоном, и тут вдруг заметил в одном из стоящих у стены деревянных шкафов нечто такое, от чего мои волосы встали дымом. За стеклом шкафа находилась выставка поделок с создателями, которых были обитатели заведения. Я знал, что изготовление разного рода предметов входит в терапевтическую программу многих психиатрических больниц. В шкафу размещались небольшие скульптуры, керамик, рисунки, вышивка и вязаные вещи. На каждой вещице имелась дата ее изготовления. Самые старые, как я успел заметить, датировались с тридцатыми годами прошлого века. Среди экспонатов были и фигурки оригами. Я увидел целый зоопарк крошечных бумажных зверьков, носорог, слон, лев и копия кролика, найденного в спальне детей. Через мгновение я стоял у шкафа, прижав указательный палец к стеклу. Перед набором в фигурах находилась небольшая, сложенная углом картонка, на которой значилось «1995». Я лишился дары речи. Сердце в груди стучало тяжелым молотом, и вот словно со стороны я услышал свои слова. «Кто сделал эти фигурки оригами? Вермильон? О! Нет, великий Боже!» Чарли был страшен далек от всякого рода искусства. Подобная работа уж точно выходила за рамки его способностей. В докторе снова пробудились подозрения, и он спросил, «Почему вас это интересует?» У меня не было сил оторвать взгляд от кролика, и я не знал, как поступить. Андертон уже опустил забрало на шлеме своих бюрократических доспехов. Проймет ли его, если я скажу ему правду? Назовет ли он имя пациента, сделавшего этого кролика? «Доктор Андертон, я должен вам кое в чем признаться». Через тридцать секунд я понял, что совершил еще одну, уже окончательную ошибку. Андертона совершенно не интересовали мои слова. Он был вне себя от того, что пал жертвой обмана. Больше всего я злило то, что предложение поучаствовать в телевизионном фильме оказалось с моей стороны чистым блефом. Я пер на пролом, требуя назвать имя пациента, создавшего зоосад из фигуры коригами. Я говорил, что нашел такого кролика на туалетном столике моего сына. Я изложил ему свою гипотезу о том, что Чарли на самом деле не убивал близнецов Амирос, и убийцей был человек, сложивший из бумаги этого кролика. «Для меня ваша теория выглядит совершенно дикой», — ответил он. «Я имею в виду этих девушек из Лас-Вегаса и все такое прочее. Не представляю, как вы могли установить все эти связи». Я сказал ему, что если мои мальчики умрут, их кровь останется на его руках. Но и эти слова не заставили Андертона сменить позицию. Он по-прежнему долдонил о святости врачебной тайны и о священном пакте с пациентом о сохранении конфиденциальности. Скажите мне лишь одно, — умолял я, — этот человек уже покинул ваше заведение, кем бы он ни был. Сколько времени он здесь пробыл, когда его освободили? Это не один вопрос, а три. Я замолчал. Андертон приложил палец к подбородку и уставился в пространство, словно придумывая повод для отказа. В конце концов, либо не найдя достаточно веской причины отказать, либо, проявив на какой-то момент сочувствие, он сказал, «Нет, интересующий вас пациент в нашем заведении не находится. Поступил в 1983 году, выписан в 1926». Что он сделал? За что сюда попал? Умоляю, скажите, как его имя? Поймите, ведь речь идет о жизни и смерти моих сыновей. «Простите, мистер Калаха, но...» Печально покачал головой доктор Андертон. Мне вдруг захотелось ткнуть его головой в шкаф, связать и обыскать кабинет, но, сразу взяв себя в руки, я отказался от этой идеи. «Благодарю за помощь!» — бросил я и шагнул в коридор. Снаружи за дверью кабинета стояла пара здоровенных санитаров, и я понял, что в какой-то момент их вызвал доктор Андертон, нажав на потайную, невидимую посетителем кнопку. «Поймите, я хотел бы сделать для вас больше», — произнес Андертон. Когда я шел вниз по лестнице, он по-прежнему шагал за мной следом, повторяя, что у него связаны руки, и это было последнее, что я слышал, закрывая за собой громадную входную дверь. Глава двадцать девятая Я прождал двадцать минут в крошечной библиотеке Серного Порта, когда освободится один из трех компьютеров, за которыми местные детишки просматривали свою электронную почту. Хотел поговорить с дамой за стойкой, но та оказалась не слишком разговорчивой. Я спросил, не помнит ли она дело, имеющее отношение к Чарли Вермельону. «Нет», — ответила дама. Я уточнил вопрос, назвав Чарли бывшим пациентом, расположенный неподалеку от городка клиники. «Не знаю», — бросила она и вернулась к своему журналу. Когда у одного из ребятишек истекло время пользования компьютером, я употребил свои двадцать минут на то, чтобы забронировать самый дешевый номер в гостинице Омни. И отправить электронное письмо Мюрл Петрич. В нем я просил направить фотографии кролика оригами мне в отель. А если не получится со срочной доставкой, то сканировать фото и послать мне по e-mail. За несколько оставшихся до закрытия библиотеки минут я успел скопировать из телефонной книги список адвокатов округа Плакюмин, выяснив при этом, что администрация располагается в местечке под названием Пуант-Аля-Хаш. Пуант-Аля-Хаш находился на противоположном берегу реки. Там же располагалось здание суда, где, по всей вероятности, хранилось прошение Чарли Вермельона об освобождении. Я спросил у какого-то сдающего книгу мальчишки, как добраться до Пуант-Аля-Хаш, и тот сказал, что туда каждые полчаса ходит бесплатный паром. Он же сообщил, что пристань находится в нескольких милях к северу от Серного порта. Чтобы попасть туда, мне следовало лишь внимательно вглядываться в дорожные указатели. Я сел в машину и с сотовым телефоном в руке стал изучать список адвокатов. Идея искать юриста в желтых страницах являлась, мягко говоря, не самой лучшей, но иного выбора у меня не было. Я сделал три безуспешных звонка, и лишь с четвертой попытки мне повезло. Это оказалась адвокатская контора, Хоус Холидей Флатт. Мистер Лестер Флатт согласился принять меня в своем офисе в Бель-Шассе. Рандеву было назначено на 3.45, и нам предстояло обсудить ходатайство в суд с просьбой выдать разрешение на идентификацию лица создавшего кролика оригами, выставленного в шкафу доктора Андертона. Я поехал на север к парому, но добравшись до места, понял, что переправляться сразу на противоположный берег бессмысленно. Суд к этому времени должен быть уже на замке, поэтому я вернулся в Новый Орлеан и зарегистрировался в отеле Омни. Мой номер находился рядом с шахтой воздуховода, но цена жилья была умеренной, а парковка вообще бесплатной. Поднявшись в номер, я сразу же позвонил Петрич. Я не думал, что она все еще торчит на службе, но мне очень хотелось лично подкрепить электронную просьбу прислать копии снимков небезызвестного кролика. Я предполагал оставить послание на ее автоответчике, но оказалось, что она засиделась на работе. «Где вы, Алекс? В чем дело?» «В Новом Орлеане? В Новом Орлеане? Вам удалось напасть на какой-нибудь след?» «Сам не знаю почему, но мне не хотелось рассказывать ей о вемильоне или о кролике в застекленном шкафу. Мое настроение очень походило на настроение лис, не желавшей до наступления третьего месяца сообщать кому-либо о своей беременности. Она считала, что, рассказав об этом, бросит вызов судьбе и, может быть, тем самым навредить плоду. «Не исключено», — ответил я. «Если из этого что-то получится, я сразу дам вам знать». «Да уж, пожалуйста, сделайте это», — сказала она и обещала до того, как уйдет с работы, отсканировать фото кролика и отправить мне снимки. Я пошел в ближайшую закусочную и поел, старавшись не нанести большой урон своему бюджету. После этого немного прошел по французскому кварталу, закончив прогулку на улице Бурбонов. Улица кишала людьми, а в воздухе витал накопившийся за десятилетий душок виски и, простите, блевотины. Я оказался рядом с каким-то клубом. Доносившаяся из-за дверей музыка звучала столь притягательно, что я решил заглянуть и в это заведение. Ах, пусть все валится к дьяволу, бутылка пива мне не повредит. Блюз. Какой-то парень сгорбился под микрофоном, и вся его поза была в воплощении безутешного горя. Моё сердце стучит, словно молот, а глаза наполняются влагой. Казалось, это музыка, и эти слова должны были как нельзя лучше соответствовать моему настроению и тем самым облегчать страдания. Но этого не случилось. Я сидел, пил, и со мной ровным счетом ничего не происходило. Музыку я не чувствовал. Более того, я даже не ощущал вкуса пива. Вытерпев минут десять, я выскочил на улицу. Вернувшись в отель, я долго не мог уснуть, а когда, наконец, это удалось, увидел сон. Это был настоящий кошмар. Мне грезилось, что все, к чему я не прикасался, мгновенно исчезало. Утром я глотнул бесплатного кофе в вестибюле отеля. Включил ноутбук и влез в электронный счет ЛИС. Прежде чем выйти на ее счет, пришлось перепробовать пять местных номеров, и пока сервер нашел связь, прошло добрых двадцать минут. Паролем доступа служила дата рождения наших близнецов. Ноль один, ноль четыре, девяносто семь. Набирает цифры, я похолодел, замерев на секунду. Затем я отправился на свою страницу и открыл файл, который Петрич приложил к своему письму. В нижней части экрана возникла синяя полоса, а затем... Пожалуйста. Даже в двухмерном изображении кролик производил сильнейшее впечатление. Я не ошибся, он был идентичен фигурке, находившейся в шкафу кабинета Андертона. На фотографии виднелась прикрепленная к кролику бирка. На квадратной картонке значилось Департамент правства Энн Эренделл. Склад хранения вещественных доказательств. Под этими словами стояла подпись «Сержант Дэвид Эбенджер» и дата 1 июня 2003 года. В 9 часов утра, когда открылся доступ за дополнительную плату, естественно, в деловой зал для гостей, я напечатал несколько копий фотографий кролика. Я собирался дать один экземпляр адвокату Лестеру Фладу в надежде, что тот сможет представить фото в суде в качестве доказательства и добиться решения, предписывающего судебно-медицинскому учреждению серного порта предоставить интересующую меня информацию. Когда я, покончив с делами, собирался уходить, мне вдруг пришла мысль послать электронное письмо Джуди и Джонс из ФБР. Не исключено, что бюро сможет мне помочь. На составление послания о том, что я накопал за это время, и каким образом наткнулся на фигурку кролика, идентичную той, которую я обнаружил в комнате пропавших детей, ушло 20 минут. Закончив, я перечитал свое сочинение, оно мне не понравилось. Я точно знал, что между убийством близнецов Рамирес и похищением моих детей существует прямая связь. Я знал, что анонимный сигнал был фиктивным, и человек, считавшийся убийцей мальчиков Рамирес, на самом деле их не убивал. Я не сомневался в том, что моих сыновей похитил мерзавец, который сделал фигурку кролика, выставленную в психлечебнице Серного Порта. Но на бумаге мои соображения, как я ни старался, выглядели не слишком убедительными. Тем не менее, я отправил последний, исправленный да полный вариант, понимая, что должного впечатления на агента Джонса он не произведет. Девицы из шоу-бизнеса, магия, двойное убийство давным-давно к общему удовлетворению раскрыты. Маленький бумажный кролик не может служить для Федерального бюро убедительным доказательством моих теорий. Усевшись в машину, я взглянул на карту. Округ Плакимен находился на полуострове, разделенном на двое рекой Миссисипи. Здание суда в Пуант-Аля-Хаш располагалось на правом берегу. Я хотел первым делом направиться туда, чтобы найти ходатайство об освобождении Чарли Вермельона. Мне уже доводилось изучать судебные документы, и я знал, что это унылое, требующее много времени работы. На поиски нужного мне решения суда мог уйти не один день. Но поскольку до встречи с адвокатом у меня оставалось несколько часов, я мог немедленно приступить к возне с бумагами. Путеводитель подтвердил слова парнишки из библиотеки Серного порта. Через реку ходили паромы, и я поехал к тому, который связывал Бельшас с городком Далькур. В пути водителей также говорилось, что здание суда в Пуант-Аля-Хош более ста лет, и оно выдержало множество ураганов. Оставалось лишь надеять, что этот реликт оборудован кондиционерами. На путь до Бельшаса ушло менее часа, и мне сопутствовала удача. Поскольку я прибыл к причалу за пять минут до отплытия, все машины на борту парома оказались пикапами. Река в этом месте была очень широкой, и русло изобиловало водоворотами. Мощные машины развернулись судноносом против течения, и оно неторопливо двинулось к далекому берегу. Дома на западном берегу реки были более старыми и выглядели гораздо элегантнее, чем их собратья на берегу Восточном. Но в остальном поездка ничем не отличалась от вчерашней. В небольших городишках красовались знаки, ограничивающие скорость чуть ли не одной мили в час. Тянущиеся вдоль берега дамба закрывало вид на реку. Повсюду виднелись цитрусовые рощи. И ничего более. Ничего. Через двадцать четыре минуты я прибыл в Пуант-Аля-Хаш. Найти здание сюда было нетрудно, поскольку оно оказалось самым большим строением во всем округе Плакемин. Но выяснилось, что от реликтов, увы, остался лишь обгорелый остов, окруженный желтой пластиковой лентой, которую обычно натягивают на месте преступления. Часть ленты валялась на земле, запутавшись в разном роде мусоре. Рядом с бывшим судом выселились скелеты громадных дубов, чем-то похожие на демонов. Их узловатые стволы и кривые ветви стали от огня совсем черными. На обочине дороги притулился трейлер строителей, на котором было написано «Общественные работы округа Плакемин». Я обстучал в дверь, вызвав с того света краснорожего парня, видавший виды строительной каски. Он осмотрел меня с ног до головы, словно я прибыл с иной планеты и бургнул. — Слушаю. — Что случилось с судом? — спросил я. — Сгорел. — Ответил он с идиотской ухмылкой. — Когда это произошло? — 12 января 2003 года. — Какая жалость! Вид уничтоженного огнем старинного здания действовал на меня угнетающе. Где же теперь хранятся архивы? Удалось ли спасти их от огня? — Жутко жалко, — согласила сказка. Стоял здесь больше ста лет, выдержал бог знает сколько ураганов, верой и правдой служил гражданам Соединенных Штатов Америки. А ведь Бетси вилла суда со скоростью 140 миль в час и выплеснула нас чуть ли не полреки. Множество людей спасалось от потопа в здании суда на верхних этажах. Стоял сто лет, и вот он щелкнул пальцами. Все, исчез. — Новый суд есть? Но парень, оказывается, еще не кончил свои речи. Природа не смогла разрушить это здание, а человек сумел. — Значит, был поджог? — Точно, — ответил он, сопровождая слова уверенным кивком. И данный факт был установлен никем иным, как бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Нашли следы горючей жидкости. То и щадельцы. — Поджог. — Но почему? — В файлах хранятся сто лет истории, — ответил он, покачивая главой, — или хранились. Говорят, кому-то захотелось, чтобы старые отчеты пропали на веки, а дела забылись. Все документы должны быть и на электронных носителях. Для дел последних лет это, может быть, и так рассмеялся. Но за предыдущие девяносто пять годков или что-то в этом духе. Нет, сэр, те отчеты тю-тю навсегда. — Возможно, мне все-таки удастся найти имя адвоката Вермильона, — подумал я. Дело было сравнительно недавним, могло попасть в рамки последних лет. — Однако, если вы спросите меня, — сказала Каска, — то я имею свою теорию насчет поджога. — Да, и в чем же она заключается? — Пять лет они из кожи вон лезли, чтобы перевести суд в более подходящее место. Но общественно, чтобы она сдохла, каждый раз проваливала идею. Голосовала против. Думаю, что теперь-то крючкотворы точно переедут. Со смехом закончила. — Ну, почему они так хотели отсюда убраться? Адвокаты, судьи, судебные репортеры и прочие судебные шушеры много лет мечтали перебраться на восточный берег в Бель-Шасс. От Бель-Шасса рукой подать до Нового Орлеана. Не нужно мучиться на паромах и все такое. Ходят слухи, что адвокаты с трудом соглашались оторвать задницу от стула, чтобы защищать здесь своих клиентов. — А кто, скажите, готов тратить бабки, чтобы приехать сюда и проиграть матч? — Э, цер, это Луизиана. — Здания собираются восстанавливать? — Не думаю. — Ну и где же теперь проходят судебные разбирательства? — Во временном помещении, — ответил он. — А если точнее, то в нескольких трейлерах. — И где же они? — спросил я, глядываясь по странам. — Здесь ничего нет. И поэтому я еще крепче верю, что они, наконец, добились того, чего так давно хотели. Им и в голову не пришло открыть здесь временное здание. — Все судебные трейлеры, — фырклон, — торчат в бель-шасси. Это, как вы понимаете, более подходящее место. Временное, естественно. Глава тридцатая. Я нашел временное помещение суда в бель-шасси. Им оказались полдюжины трейлеров на парковке заброшенного торгового центра. На каждом трейлере было обозначено его предназначение. Транспортный отдел, суд по делам несовершеннолетних и так далее. Когда я нашел трейлер с архивами, судебный клерк седовласая дама с ясными каренными глазами сообщила, что мне не повезло. Все документы, связанные с судебно-медицинским учреждением серного порта, погибли в огне. Мне сказали, что имеются компьютерные версии документов, по крайней мере, за несколько лет. Мне надо всего лишь узнать имя адвоката, занимавшегося определенным делом. Электронный архив предполагалось создать. Насмешливо сказала дама. Это же начали делать, но система почему-то не заработала. Сейчас разрабатывается новая версия, а джентльмена, который проектировал первую, привлекли к суду. Понимаю. На электронных носителей мы храним документы всего за четыре месяца. Но вы, возможно, сумеете найти отчет об интересующем вас деле в газетах «Пеннинсула газет», издающиеся в Бельшасе, регулярно публикующие материалы суда. Таково, насколько я понимаю, требование закона. Публика должна знать судебное решение. Направляясь в редакцию газеты, я пытался установить те временные границы, в которых следовало вести поиск. Близнецов Рамирос похитили 4 мая 2001 года, примерно через две недели после освобождения Вермильона из психлечебницы. Ходатайство об освобождении было подано раньше, возможно, значительно раньше. Надо начать с последних чисел апреля и постепенно двигаться назад во времени. Нет более унылого занятия, чем работа в газетном морге. Но до встречи с Лестром Фладом мне так или иначе следовало убить часа три. Я решил не терять времени даром. Но поначалу показалось, что сразу приступить к работе мне не удастся. Когда я подходил к редакции, какая-то юная особа с темными стоящими торчком волосами запирала дверь на ключ. На особе были коротенький топик, короткообрезанные джинсы и шлепанцы. На плече сотрудницы почтенного периодического издания красовалась татуировка в виде паука. — Простите, — сказал я, — а во второй половине дня вы открыты? Девушка склонила голову на бок и, изучив меня от макушки до пяток, спросила. — А зачем вам это? Произнесено это было так, будто слово «зачем» имело ударение на каждом слоге. — Может, вы хотите дать объявление? Я ответил, что хотел бы поработать в морге. — Где? — В архиве газеты. — О, я слышал это слово! — постучала она кулачком по лбу. — Его однажды употребил папа, но его сейчас нет, он на рыбалке. А что вы ищете? — Я ищу отчет об одном иске. Архивы суда сгорели, и вы — моя последняя надежда. — Это надо же! — Пенин, сула, газет, — ваша последняя надежда! Как жаль, что вас не слышит папа! Она послала мне на удивление застенчивую и очень милую улыбку. А я Изавель, Изавель Хантон, Алекс Калахан. — Что же, мистер Калахан? Она потрясла ключами. — Я могла бы впустить вас, но мне, естественно, придется побыть с вами. Сколько времени это может занять? — Боюсь, что порядочно. Пожалуй, плечами. — Хм, на 4.30 у меня назначена встреча. Она покрутила кольцо на мизинце и решительно произнесла. — Поскольку мне придется сидеть в редакции, то будет справедливо, если вы оплатите потраченное на вас время. Вы согласны? — Конечно. — Итак, вы мне платите 10 долларов в час. В противном случае я отправляю смотреть телевизор. — Заметано? — Заметано. — И за это, — продолжала Изавель, — я помогу вам в ваших поисках. У меня есть опыт в таких делах, поэтому я и стою 10 баксов в час. Я рылась в судебном архиве для Пинки Штрайбера. — Кто такой Пинки Штрайбер? — Это частный детектив. Неужели вы о нем ничего не слыхали? — Увы, нет. Это же легендарная личность. — Нет, правда. Она протянула мне руку с выкрашенными в черный цвет ногтями. Впрочем, краска уже успела наполовину облупиться. — Значит, заметана? — Заметана, — подтвердил я, пожимая ее ладонь. Пока она вела меня наверх, я объяснил ей, что хочу найти. — Мне нужно узнать имя адвоката Чарли Вермельона. Мне надо с ним или с ней поговорить. Имя должно быть упомянуто в отчетах, хотя зачастую называется лишь юридическая фирма, которая вела дело. Я могу сходу сэкономить вам время. Вам же наверняка неизвестно, что газета печатает сообщение о приговорах и исках только раз в неделю, по средам. Изовель нашла то, что нужно в три часа сорок восемь минут по полудни. — Бинго! — возопила она и добавила тем же восторженным тоннам. — Ну и умница же я! — Изовель, ты умница! Итак, девятого дня января, год от Рождества Христова двухтысячного, дел номер 49687, раздел А. Чарльз Джимми Вермельон против судебно-медицинского учреждения Северного порта. — Отчет представлен Фрэнсисом, — она вдруг замолчала. — Вот, дерьмо. Прошу прощения за выражение. — Что там сказано? — Материал поступил от Фрэнсиса Бержерона, — ответила она. — Фрэнки Бержерон, надеюсь, что беседа с ним не является для вас вопросом жизни и смерти. — А что это значит? — Он мертв. — Вот что это значит. Автомобильная авария около Де Салемана улетел в залив. Фрэнки был отчаянным и очень агрессивным водителем, и, возможно, и два варианта на выбор. Либо ему кто-то не уступил дорогу, что привело его в ярость, либо он слишком сильно гнал и не справился с управлением. Свидетеля аварии не нашлось. — Эй, что с вами? — Каждый раз, когда мне кажется, что я иду в нужном направлении, я снова оказываюсь в тупике, — огорченно произнес я. — Что ж, пусть Фрэнки помер, но Пинки все время твердит, что к истине ведет много путей. Другим путем был судебный архив. — Ах, да, ведь мы были вашей последней надеждой. — Может быть, отчеты сохранились на фирме, где работал Бержерон? — сказал я, обращаясь скорее к себе, чем к Иезавель. — Вы знаете, где он работал? — Лейси Бержерон. — Фирма находится здесь, в Бельшассе. Вы можете позвонить мистеру Лейси. У меня есть его номер. Только не звоните ему после, ну, скажем, она задумчиво побарабанила пальчиками по нижней губе и написала на листке календаря номер телефона. Не звоните ему позже трех, а может даже и двух. Он немного выпивает. Она вручила мне листок с номером. У девочки был очень красивый и четкий почерк. Мы потратили еще несколько минут на то, чтобы расставить по местам коробки с газетами. Когда Иезавель закрыла на замок дверь редакции, я извлек на свет 35 баксов. — Мне почти совестно брать у вас деньги, — сказала она. — Ведь Фрэнки Бержерон... Договор есть договор. Она сложила банкноты вдвое. Потом еще вдвое и, держа между большим и указательным пальцами, произнесла. — Ведь эти 35 долларов не составляют все ваше богатство, не так ли? — Благодарю за помощь, — улыбнулся я. Иезавель затолкала деньги в задний карман джинсов и протянула мне руку. — Удачи вам, мистер Каллахан. Может быть, все образуется? Пинки говорит, что если упорно бить в одну точку, все получается. — Будем надеять, что он прав. — Где у вас назначена встреча? — На Тьюпола-стрит. — И с кем вы встречаетесь, это не секрет? — Я намерен встретиться с адвокатом по имени Лестер Флатт. Иезавель немного подумала и сказала. — Лест только в прошлом году окончил университет, но парень он подходящий. И, внимательно разглядывая свои ногти, добавила. — Передайте ему привет от Ес-Хантон. Вы знаете, как туда добраться. Следуя указаниям Иезавель, я уже через четыре минуты оказался у дверей адвокатской конторы «Хоус Холидай Флатт». Фирма занимала очаровательный старинный домик из красного кирпича на улице, которая, судя по изобилию медных табличек, служила пристанищем для всей адвокатской братьи Бельшасса. Я прождал десять минут, после чего меня припроводили в офис мистера Флада. Кабинет с интикварной мебелью, очень красивыми, но не с копотертыми коврами и высоченными потолками, был просто очаровательным. Такие по-настоящему стильные помещения в наше время можно найти лишь на юге США. На столе у стены размещалась коллекция глобусов. Флатт выглядел почти таким же юным, как и Иезавель. «Лес Флатт», — представился он. Мы пожали друг другу руки, и Лестор указав на кресло, спросил. «Чем мы можем вам помочь, мистер Калахан?» Мне потребовалось пятнадцать минут, чтобы ввести его в курс дела. Он делал заметки в своем блокноте, задавая время от времени уточняющие вопросы. Закончив повествование, я вручил ему фотографию кролика. Он несколько секунд ее разглядывал, затем отложил в сторону и произнес, постукивая ручкой по блокноту. «Честно говоря, не знаю, как поступить. Я, конечно, возьму дело, если вы так решите, но...» — покачал он головой. «Не знаю, не знаю. Суд требует от истца веских доказательств того, что существует жизненная необходимость открыть информацию о пациенте. И именно таковым являлся интересующий вас человек». «Боюсь», — он пожевал губами и, недовольно поморщившись, закончил, — «что наши шансы на успех, мягко говоря, невелики. Но почему? Разве этот снимок не служит веским доказательством? И разве спасение моих сраней не является жизненной необходимостью?» Он побрабанил пальцами по столу. «Я вам очень сочувствую и могу во многом согласиться, но в вашей теории масса не слишком обоснованных допущений». «Каких именно?» «Начнем с того, что вы не знаете, кто оставил фигурку кролика в комнате ваших малышей. Это мог сделать и не похититель. Вы не заметили ее до того, как дети были похищены, но теоретически она могла находиться там и до этого, верно?» «Не думаю. Вы уверены в этом на все сто?» «Теперь да». «Хорошо», — кивнул он. «Вы в этом уверены, но другие могут утверждать, что ваш сын раздобыл эту фигурку где-то в ином месте, у других детей, у соседей и так далее». «Он этого не делал». «Вы же понимаете, что я выступаю сейчас как адвокат дьявола». «Я согласен, что фигурка оригами — предмет весьма необычный, и обнаружение психиатрической лечебницы фигуры, идентичной той, которую нашли в вашем доме, по меньшей мере наводит на размышления, особенно учитывая связь этой лечебницы с убийством близнецов Рамирос и принимая во внимание параллели, существующие между делом близнецов Рамирос и вашим делом. Но, к сожалению, здесь белых пятен слишком много. В обоих предшествующих вашему случаю делах отсутствует упоминание о каких-либо кроликах. Таким образом, это может быть простым совпадением, на чем наверняка и будет настаивать защита. Насколько я понимаю, никаких отпечатков пальцев на фигуре, найденной в вашем доме, обнаружено не было. Я не ошибся? — Нет, все верно. Адвокат пожевал губами. — Вам, видимо, и известно, что против данного судебно-медицинского учреждения уже возбужден иск? — Да, иск вчинила семья Рамироса. — Совершенно верно. — Лечебница полагает, что у нее в этом деле очень сильные позиции. Они опротестовали решение суда низшей инстанции, освободившего того парня. Протест был отвергнут, им пришлось его отпустить. У них не было иного выхода. Мы говорим о вермельоне? — Да, о нем. Хотя нам это и не нравится, но освобождение такого рода людей предписывается законам. Вы, конечно, можете заявить, что в данный момент и делают представляющие интересы семья Рамирос юристы. Мол, этого человека как раз выпускать и не следовало. Но это, если можно так выразиться, есть логическое противоречие, которое не может служить достаточным аргументом. Как говорили латиняне, «после этого, значит, поэтому». И это никогда не считалось убедительным доводом. Кроме того, это ретроспективное рассуждение. Поскольку он вскоре после освобождения убил двоих детей, его не следовало отпускать. Да и в чем здесь, собственно, вина лечебницы? Ведь врачи не хотели его отпускать. Дело осложняется еще и тем, что все первоначальные аргументы ушли в небеса вместе с дымом. Я слышал, что семья Рамироса, чтобы не дать дело вообще заглохнуть, поделилась своими файлами с адвокатами противной стороны. Неужели? Да. Однако, скорее всего, в этом деле штат и лечебница пойдут на мировое соглашение. А суд, — покачал он главой, — вряд ли захочет браться за новый иск, связанный с раскрытием личности кого бы то ни было. Во всяком случае до тех пор, пока не разрешится первое дело. А если то, что вы утверждаете, кажется правдой, иск семья Рамироса обретет совершенно иной аспект. Ведь это будет означать, что вермиллион детей не убивал, не так ли? Именно так. Лестер Флатт развел руками и улыбнулся. Тот еще поворот. Но, как я сказал, я готов выступить с ходатайством о раскрытии личности. Это надо будет сделать очень быстро. Времени у меня нет. Я тоже хочу поторопиться, — заверил Флатт, но считаю, что шансов на победу у нас мало, и вы должны узнать мое мнение заранее. Да, я понимаю, что на успех шансов немного, но готов попытать счастье. Окей? Прекрасно. Давайте сделаем это. Мы обсудили денежную сторону. Мой банковский счет пополнился на пять тысяч долларов в виде аванса наличными по кредитной карточке виза. Флатт просил задаток в тысячу долларов, и я ему выписал чек. В Новый Орлеан я возвращался в довольно унылом настроении. Меня занимало. Куда приведет след, на который я, кажется, наконец-то напал? Выжженная земля. Чарли Вермильон раскусил ампулу с санистым калием, спрятанную в ротнике рубашки. Неизвестный поджигатель спалил столетнее здание суда в Пуант-Аля-Хаш, где среди прочих документов хранилось ходатайство Вермильона об освобождении из психлечебницы, которую он провел девятнадцать долгих лет. Занимавшись этим делом, Фрэнсис Бержерон нырнул вместе с машиной с моста в залив и погиб. Электронная система, в которой должны были храниться архивы суда, оказалась фикцией, и все судебные решения по делу Вермильона потеряны. Может ли это быть простым совпадением? Глава тридцать первая Утром я позвонил Уильяму Лейси, бывшему партнеру Фрэнсиса Бержерона. Тот не делал секреты из того, что партнер работал для Чарли Вермильона. Бесплатно. И часто он трудился без вознаграждения. Кто, Фрэнки? Да нет, я не знаю, какая муха его укусила. Кто шепнул им насчет Вермильона? Тем более, что вопросы психического здоровья его не очень трогали. И вообще очень мало что трогало. Дело он почти не убрал и, похоже, катился по наклонной плоскости. Выходит, вы не знаете, как это дело попало в его поле зрения? Не имею ни малейшего представления. Более того, если по правде, то оно совсем не отвечало характеру Фрэнки. Дело было рискованным, могло вернуться к нему бумерангом. Правда, он любил выступать в апелляционном суде, никогда не отказывался. Это было для него чем-то вроде саморекламы. Я спросил, нельзя ли взглянуть на их досье, поскольку все судебные архивы сгорели. Хм, протянул он. Я не могу этого сделать, не нарушив доверительных отношений между адвокатом и клиентом. Но в данном случае адвокат и клиент мертвы. Аргумент принимается, согласился юрист. Но боюсь, что вопрос по-прежнему остается спорным. Я передал все файлы Фрэнка окружному прокурору. А вам известно, что по делу Вермильона вчинен новый иск? Да, родителями близнецов Рамирес. Точно. И скажите на милость, кто бы на их месте поступил иначе, если государство при всей его высокой мудрости отпускает на волю психа, который использует свои конституционные права для того, чтобы похитить и убить двоих детишек. Сценарии хуже придумать невозможно. Итак, окружной прокурор. Где он обретается? Здесь, в Бельшассе. А где ж ему еще быть? Но есть одна загвоздка. Насколько я знаю, все файлы Фрэнка сгинули в пожаре. Как раз в то время, когда окружной суд принял документы Фрэнка, в нем разразился пожар. Таким образом, мне оставался лишь кролик. Я вновь и вновь вглядывался в фотографию фигурки на экране компьютера. Ее изучал Шофлер, ее изучал я. Но тогда крошечный бумажный зверек предполагал несколько версий дальнейшего расследования, теперь же осталась одна. Я решил вернуться к своим записям. Бумажными фигурками интересовался Леонардо. Разрабатывал математическую основу. Связь с иллюзионистами XIX века. Примечания на полях, добавленные позже. Складывание фигурок из бумаги, своего рода трансформация. В традиционном оригами не допускается склеивание или разрезание бумаги. Фигуры складываются из цельного квадратного листка. Это превращает оригами в идеальное хобби для обитателей тюрем и психиатрических лечебниц, подумал я. Для успеха в искусстве оригами требуется склонность к геометрии и способность к абстрактному мышлению. Оригами пользуется особой популярностью среди физиков и математиков. Жаргон оригами — накладной сгиб, водяная бомба, вытянутая птичья основа. Диаграммы фигур можно найти без труда в сети. Джуди Джонс. Кролик сделан из специальной бумаги для оригами, именуемой кожей слона или слоновьей кожей. Можно складывать мокрый. Петрич. Эксперт определил зверька как модифицированного кролика Ланга. На мой запрос оригами «Кролик Ланга» поисковая система выдала более тысячи сайтов. Доктор Джозеф Ланг создал множество кроликов. За два часа путешествия по сайтам я увидел десятки кроликов Ланга и сотни его модифицированных версий. Но ни один из этих зверьков не походил на бумажного кролика, найденного в комнате моих детей. Вполне возможно, что эксперт, которого нашла Петрич, имел в виду какую-то иную разновидность кролика Ланга. Впрочем, не исключено, что специалист просто ошибся. Когда я, изменив запрос, напечатал кролика оригами, то получил тысячи и тысячи сайтов, хотя многие из них, надо сказать, повторялись. Я просидел в сети еще часа полтора, но знакомого мне кролика так и не встретил. Однако мне удалось выяснить, что любители оригами ведут в сети весьма активную жизнь, и народ они вполне дружелюбный. Эти ребята проводят множество конкурсов и выставок, лицензируют в интернете книги по искусству оригами, делятся разного рода сведениями, демонстрируют новые творения и обмениваются схемами и диаграммами. Не исключено, что виртуальное сообщество поклонников оригами сможет поведать мне нечто важное об интересующей меня кролике. Судя по бумажному зоопарку в шкафу Андертона, дудочник был весьма искушен в этом хобби. Можно допустить, что находясь в психолечебнице, он получил доступ к компьютеру и установил связь со многими любителями оригами. Вполне вероятно, что кто-то сможет опознать его работы или даже идентифицировать их автора. Я составил список из двух десятков электронных адресов и направил по ним письмо с просьбой опознать представленного в приложении кролика. И если мой план не сработает, то ведь Андертон знает, кто сделал кролика. В случае необходимости я надавлю на него так, что мало ему не покажется. Я так долго горбился над ноутбуком, что с трудом поднялся. Чтобы пригасить мышечную боль, пришлось размять плечи и сделать несколько упражнений на растяжение. Я понимал, что пора позвонить лису. Я не общался с родителями и супругой вот уже более недели. Мне очень не хотелось выслушивать как сочувственные слова папы и мамы, так и враждебные выпады лисам. Но проверить сообщение на автоответчике следовало обязательно. Звонили мне все те же люди. Большой Дэйв из студии. — Алекс, здесь заваривается нечто такое, что может тебя заинтересовать. Если ты готов вернуться, мы будем рады тебя принять. Открываются потрясающие возможности. Так что... Звонили папа и мама, чтобы отметиться. Старый друг Скотт все еще не оставлял надежды поднять мой дух. — Привет, Алекс. Есть дельцы. Я тут организую турнир по бадминтону. Затея благотворительная. И участники толпой ко мне не рвутся. Но, как бы то ни было, вы спит Брэд и Дженнифер, Том и Сьюзан, Билл и Хилпри, я и Дэми. У нее потрясающий удар слева, если тебе это известно. Шарлай Стеррон нуждается в партнере, если тебя это заинтересует, дружище. Позвони. Окей. Лис, где ты теперь, Алекс? Нам необходимо поговорить. Мне не хотелось общаться ни с кем из них. И, дав обед позвонить им завтра, я отправился на пробежку. Шагнув из снабженного кондиционером вестибюля, я удивился, что за порогом еще нет грозы. Пропитанный влагой воздух был таким плотным, что, казалось бы, я бегу сквозь воду. Я трусил вдоль берега до тех пор, пока в районе порта меня не остановила высокая изгородь. На обратном пути я пробежался по периметру парка Лафаэд. На открытой веранде небольшой оркестр давал бесплатный концерт, и публика хлопала в ладоши, в такт каким-то чувственным блюзом. К возвращению в гостиницу я настолько взмок, что зеркало лифта, когда я вошел в кабину, затуманилось. Приняв душ, я открыл банку у пива и уселся перед компьютером. И хотя с того момента, когда я отправил электронные письма, прошло чуть больше часа, пришло уже восемь ответов. В большинстве из них высказывались предположения, которые я мог позже проверить. Однако в одном, в моем кролике, узнали победителя конкурса, проводившегося в подразделении публичной библиотеки Филадельфии, а именно библиотеки городка Проспект Хилл. Общество любителей оригами города Проспект Хилл проводит ежегодный конкурс, посвященный фигуре одного животного. В нынешнем году это животные акула, а 1995 год был годом кролика. Это не самый крупный конкурс оригами, и вступительный взнос участников можно назвать чисто символическим. В силу данного обстоятельства в нем участвует много студентов и иных подобных им людей. Кролик, которого вы распространили по электронной почте, стал в 1995 году абсолютным чемпионом. И мы были весьма расстроены тем, что его создатель обозначился лишь именем, без упоминания фамилии. А адрес победителя тоже отсутствовал. Автор фигуры, вне всякого сомнения, обладает исключительным талантом, и некоторые из нас хотели вступить с ним в контакт, но организаторы не располагали информации о том, как это можно сделать. Вы, если пожелаете, можете связаться с почетным председателем нашей группы Джорджем Эстергази. Он отошел от организационных дел, но по-прежнему увлечен созданием фигур. «Привет! Надеюсь, мое послание кажется для вас полезным». Этот Фолдерман в своем электронном письме приложил к письму телефон Эстергази и его эмейл. Я тут же отправил милейшему Фолдерману благодарственную записку и направил свое послание человеку по имени Эстергази, не забыв приложить к нему письмо Фолдермана. «Через несколько минут я уже звонил Эстергази. Не исключено, что он проверяет свою электронную почту раз в неделю. По крайней мере, я смогу убедить его подойти к компьютеру». «Эстергази!» — прошуршал слабый голос. «Мистер Эстергази, меня зовут Алекс Калахан. Я не знаю, была ли у вас возможность...» «Да, я получил ваше послание. Я, конечно, помню того поистине великолепного кролика Байрона Бэ. Очень огорчительно». «Байрон Бэ? Что это значит?» «Так его звали. Вернее, это то имя, которое мы получили». «Как я уже сказал, это было весьма огорчительно. Некоторые члены комитета хотели лишить его звания чемпиона, но я воспротивился. Это было бы несправедливо, ведь его кролик оказался на две головы выше всех других фигур. Простите, но каким образом кролик попал на конкурс, если вы не знали, кто его сделал?» «Оказалось, что приславший его занимался трудовой терапией в...» «Подождите, я мигом вспомню. В судебно-медицинском учреждении Серного порта?» «В Луизиане?» «Да, да, в психушке. Явление, впрочем, не уникальное. Знаменитейший мастер оригами Жюль Кравик был глубоко больным человеком и большую часть жизни провел в психиатрических лечебницах». «Как интересно!» «Мы могли бы получить разрешение на контакт с этим Байроном Б., но к тому времени, когда конкурс закончился, и мы были готовы объявить результаты и проинформировать победителей, этого человека из лечебницы освободили». «Наши попытки убедить администрацию и учреждение сообщить ему о победе и передать небольшое денежное вознаграждение встретили крайне жесткий отпор. Вот так-то вздохнула Старгази. Я, надо сказать, был крайне удивлен, что он так и не появился в мире оригами. Огромный талант, совершенно новый подход к использованию вытянутой птичьей основы. Но что было, то было. Я так разволновался, что едва не забыл его поблагодарить перед тем, как положить трубку. Байрон Б. Не очень много, но, по крайней мере, хоть что-то. Учреждение Серного Порта вовсе не похоже на центр реабилитации алкоголиков или наркоманов, куда пациенты являются по доброй воле и по собственному желанию его покидают. Речь шла о заведении для душевнобольных преступников, а это означало, что, кем бы ни был этот Байрон Б., за свое преступление ему пришлось провести за решеткой в психушке много-много лет. Поступил он в лечебницу не по своей воле, и где-то в Луизиане имеется решение суда, согласно которому человек по имени Байрон с фамилией, начинающей с Нобе, направлялся в судебно-медицинское учреждение Серного Порта. Если идея не было достаточно серьезным, о нем могли появиться сообщения в газетах, благодаря Андертону я даже знал год — 1983. Обычно я не выбираю для себя частных детективов по совету 13-летних девочек, но сейчас в моей жизни абсолютно все шло не по правилам. Изавель Хантон была просто счастлива, когда я спросил ее, как найти пинки Штрайбера. Девочка по буквам продиктовала его имя и фамилию и сообщила номер телефона, который, похоже, знала наизусть. — Спасибо, Ес. — Возможно, есть одна вещь, которую вам следует знать о пинке, — не очень уверенно протянула она. — Что именно? — Его вид иногда приводит людей в изумление, ведь вы понимаете, что имя пинки, то есть розовый, он получил не случайно. Дело в том, что он — альбинос. Я встретился с пинки Штрайбером в его офисе во французском квартале. В приемной восседала сурового вида блондинка, затянутая в облегающие ярко-красное платье. Она предложила мне подождать, указав на довольно удобное кресло. Это был один из самых крутых офисов, в которых мне доводилось бывать. Из музыкальной системы лились звуки джаза, стены украшали абстрактные картины, а мебель была антикварной. Высокие потолки и вращающиеся вентиляторы, огромные окна с белоснежными шторами и множество крупных растений в красивых вазонах. Спустя пять минут он уже пожимал мне руку, а еще через минуту провел меня в свое затененное и очень просто меблированное убежище. Пинки уселся за массивным полированным столом, на котором не было ничего, кроме красного телефонного аппарата. Я устроился на барселонском кресле из красной кожи. Глаза Штрайбера скрывались за сон с защитными очками, а его кожа была белой, как у покойника. В воздухе витал знакомый запах, но точно определить, чем пахнет, я не мог. — Крем от загара, — пояснил Штрайбер, словно прочитав мои мысли. — Я обмазанным с ног до головы. Именно его запах вы чувствуете. Коппертон спорт сорок восемь, если быть точным. И прошу извинить за мои темные очки. Я снимаю их только ночью. — Поняв, какую задачу я перед ним ставлю, — Пинки сказал. — Работа трудоемкая, но сводится в основном к беготне. Ведь если запустить миллион хомячков на клавиатуру компьютера, то они, прыгая по ней достаточно долгое время, когда-нибудь создадут копию Гунга-Дин, Рейдерда Киплинга. — Не правда ли? — Вопрос в том, насколько велик ваш бюджет. Действуйте без оглядки. — Пожалуй, плечами. Сколько бы это ни стоило. Какое-то время я еще мог пускать в ход чеки, присылаемые разными кредитными компаниями. Когда же сильно подопрет, попробуй нажать на отца, а затем... Я постараюсь уменьшить ваши финансовые тяготы, когда пойму, что дело не очень смахивает на зашедший в тупик бракоразводный процесс, но задаток все же потребуется, ну, скажем, пять сотен. — Вам следует знать, что лично я документов в судах не ищу. Мне удалось сколотить разношерстную команду из судебных клерков, пенсионеров, подростков и ижи с ними. Как только вы дадите сигнал, я спускаю их с поводка, и они будут копать во всех судах благословенного штата Луизиана до тех пор, пока не наткнутся на решение об отправке в психлечебницу вашего клиента. — Отлично. Я плачу своим помощникам двадцать баксов в час. Поиски могут занять много времени, а может, совсем и ничего, кто знает. — Хорошо, я все понял. Итак, мы начинаем поиск судебного решения об отправке в 1983 году в судебно-медицинское учреждение Серного порта некоего Байрона Б. Поступил в заведение. Записав все данные, он еще раз повторил их вслух и спросил. — Все точно? — Я не ошибся. Больше вам ничего не известно. Может быть, вы знаете, когда его выпустили? — В девяносто шестом. — Окей, это все, что мне нужно. — Я мог бы вам помочь, — сказал я. — Если вам не хватит рабочей силы, я тоже стану искать. Я умею работать с судебными архивами. — Динамит. — Вам сразу удалось выклинчить себе работу в округе святого Иоанна Крестителя. Администрация данного округа размещается в местечке, именуемом Ля Плас. Моя первая помощница там только что родила, а ее дублер подыскал себе работу в одном из новых универмагов торгового дома Торжет. Он произнес слово Торжет на французский манер. Торже. — Ля Плас совсем недалеко отсюда. Десятая дорога приведет вас прямо туда. — Окей. — бросил я. Достал бумажник и извек из него довольно потрепанную чековую книжку. — Пусть этим займется Декки. Остановил меня Пинки. Мы принимаем также визу и мастер-карт. Некоторые клиенты любят облегчить себе жизнь. Глава 32. — Дни я проводил в здании суда Ла Плас, а ночью в отеле Комфорт Инн. Ройс в архивах я выпивал галлонный кофе, стараясь все время держать в памяти имя Байрон. Пропустить нужное постановление суда было так же легко, как прозевать нужный поворот на Ордвейд-стрит, возвращаясь домой после работы. Последнее со мной случалось довольно часто. На третий день, когда я уже ехал в отель, заработал мой мобильник. Звонил Пинки. — Вы в машине? — спросил он. — Да. — В таком случае тормозите у тротуара. — В чем дело? — Я, мой дорогой Алекс, взволнован, огорчен и слегка разочарован, — произнес Пинки с легким смешком. — Так что случилось? — Ведь наш поиск мог несколько понизить уровень безработицы в штате Луизиана, улучшить, так сказать, статистику Пинки. — Вот так-то. — Продолжал он со вздохом. — В округе Святой Марии мне помогает одна дама. Она навещала сестру в Хьюстоне, но я решил никого на ее место не нанимать, поскольку это леди дьявольский толковая особа, школьная учительница, между прочим. Я оставил ей поручение на факсе, и, вернувшись домой, она тут же мне позвонила. — Бинго! Оказалось, что леди была знакома с этим сукиным сыном. — Байрон Б. — переспросила она, и тут же добавила. — Этим Б. — Пинки, может быть, только Байрон Бодро. — Вы, наверное, шутите. — Неужели, — говорю я. — Думаю, что не ошибаюсь, — отвечает она. — Я выросла в Морган-Сити и знала, что на другом берегу реки чокнутый парнишка по имени Байрон Бодро совершил нечто ужасное. — Я это запомнила, потому что, когда этого мальчишку увезли, мы все стали спать намного спокойнее. Это было году в восемьдесят третьем или около того. Я тогда училась в старших классах школы, которую я окончила в восемьдесят пятом. Думаю, что это он, Пинк. — Похоже на то, — сказал я ей. — А что вы на это скажете? У меня не было слов. — Байрон Бодро. Наконец-то я узнал имя человека, похитившего моих малышей. Эмоции настолько меня захлестнули, что я не только ничего не слышал, но и почти ничего не видел. Байрон Бодро. Я выпущу кишки из этого типа. — Аликс, вы еще там? — Да, — сумел выдавить я. — Отличная работа. — Тривиальная слепая удача, если на то пошло, — ответил Пинки. — Да, кстати, мисс Вики пошла дальше и нашла судебное решение. — Что есть хорошо, поскольку поможет содержать новую полезную информацию. Но чтобы получить копию, потребуется пара дней. Вы не могли бы заскочить ко мне? — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...